МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, вы идут, Андрюш, подожми! Куда жми? У них движок с два раза мощнее. А у нас не машина, а корыто. Стреляй по колесам! Поезд! Чутили! Одно хорошо. Все равно бы не успели прискочить. Седьмой, седьмой, это двойка. Это у нас? Двойка, говорю! Что у тебя? Мы их тоже упустили. Подожди, я знаю, где они. Где? Езжай направо по дороге, расскажи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как ты все-таки их вычислила? Я же экстрасенс. Могу видеть на расстоянии. Ну, а серьезно? Ну, а если серьезно, то в разговоре с любовницей вот этого грабителя банков проскользнуло, что она родом из лопырей. А мы с Андреем упустили их как раз на повороте в лопыри. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Маргарита, там у тебя его нова должна быть, так? Да, Степан Иванович. Хорошо. Скажи ей, чтобы срочно отложила все дела и зашла ко мне. Есть. Волков звонил, тебя вызывает. Готовь дырки в погонах, быть тебе капитаном. Ты поймай меня правильно. У нас реформа, сокращение штатов. Кого мне выбрать? Дмитренко, у него трое детей на шее сидят. Хромова. Ему полтора года осталось до пенсии. Плюс у него жена больная. Он и так бедный, на одни лекарства работает. А ты... А я самый ненужный сотрудник. Ты замечательный опер. Но хочу тебе честно сказать, не женские это дело преступников ловить. Тебе надо дома сидеть и детей рожать. Поняла? Я все поняла. Разрешите идти? Через год. Сама придешь ко мне и спасибо скажешь. Иди. Куда мне теперь? В телохранитель, в адвокаты. Ну а что? Всегда будешь красивой. Начнешь одеваться как надо. Я вся такая нарядная буду защищать тех, кого раньше сажала? Нет, спасибо. А что если тебе собственное дело открыть? Частный детектив Татьяна Иванова. Звучит, да? Долго думала. Ну а что, сама себе хозяйка. Ты хоть когда-нибудь слышала, что частный детектив женщина? Да полно. Даша Васильева. Та же Каменская. Да в конце концов, мисс Марпл не клачу будет упомянута. В жизни. Золото мое в жизни. Звучит. Аааа. Ааа. 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 Аааа. Аааа. Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей у себя? Здравствуйте. Ждёт вас. Вот ваш пропуск. Спасибо. Мой муж не убийца. Бред какой-то. Ваш муж чистосердечно во всём признался и правильно сделал. Суд это учтёт. Этого не может быть. Ну, поверьте мне. Он не мог убить. Он меня за всю жизнь пальцем не тронул. Вы понимаете? Да-да, войдите. Гражданка Удовиченко, мы обязательно всё проверим и разберёмся. А сейчас идите, пожалуйста, домой. У меня вон, много работы. Как? А это что, не работа, что ли? До свидания. Безобразие. Частному сыску привет. Слушай, я уж дома никогда от неё не избавлюсь. Давненько не виделись. Слушай, ты отлично выглядишь. Как съездила, как отдохнула. Отпуск всегда приятно. Особенно когда сам себя начальник. Вот вещдок с моего байкальского путешествия. Тебе? Да ты чё? Да? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ух ты, запах. С ума сойти. Вкуснотища. Хм-хм. Ну, не знаю, дотерплю ли до вечера. Да. На здоровье. О! Тебя поощрили? Только грамота? А где деньги? И эти именные часы с кукушкой? Таня, я бы разобрался с твоим ваненьем. Я бы пошёл к Волкову. Всё, Андрюш, замяли. Ладно. Это история в прошлом. Теперь у меня прекрасная работа. Если тебе что-то понадобится, ну, любая помощь с моей стороны. Конечно, понадобится. Зря, что ли, я тебя Рыбина взяла? Ах ты. Товарищ капитан. Знакомьтесь. Василий Агеев, мой стажёр. Выпускник нашей «Альма-Матра». Татьяна Александровна Иванова, наша бывшая сотрудница. А сегодня, так сказать, свободный художник, частный детектив. Очень приятно. Взаимно. Мне о вас, товарищ капитан, очень много рассказывал. Интересно, что же он обо мне рассказывал? Ну, что у вас какая-то интуиция от Бога и что вы всех преступников насквозь видите? Какое-то чутьё. А чем у вас так пахнет? Работай. Давай, иди. Есть. Извините, пожалуйста. Я случайно услышала, вы частый детектив? Да. А в чём дело? Моего мужа арестовали. Он признался в убийстве нашей бывшей домработницы. Но я уверена, что он ни в чём не виноват. Он наговаривает на себя. Только я не понимаю, зачем. А здесь и никто ничего толком не объясняет. Помогите меня, пожалуйста. Вы успокойтесь и расскажите мне всё с самого начала. И давайте с вами познакомимся. Меня зовут Татьяна Александровна. Ну, можно просто Татьяна. А вас? Маргарита Игоревна Удовиченко. Очень приятно. Давайте присядем ко мне в машину, и вы мне всё расскажете. Спасибо. Виталий начальник кредитного отдела в солидном банке, а у меня свой магазин бытовой техники. Я там с утра до ночи пропадаю, и на семью ни сил, ни времени не остаётся. У вас большая семья? Мы с мужем, наш сын Женя, студент и моя мама. Так вот, два года назад я наняла домработницу. Наши друзья уезжали на ПМЖ и предложили мне эту Марину. Такая, знаете, робкая, застенчивая с видом. Скажите, какую кухню вы предпочитаете? Ну, в смысле, готовить что умеете? А, традиционно русскую, украинскую. Но, по вашему пожеланию, могу приготовить любое блюдо. Дорогая, быстренько в дождь, через 15 минут буду готов. Дорогой знакомься, это Марина Климова. Претендует на место нашей домработницы. Здрасте. Здрасте. Старикова рекомендовали. Ну, что ж, Старикова, это хорошо. Марина, расскажите мне о вашей семье. У меня из родных только мама живет в Мариуполе. Я даже предположить не могла, на что способна эта дрянь. Я однажды забыла документы дома, возвращаюсь, слышу в спальне голоса. Вы застали мужа с этой девушкой? Нет, они были одеты, просто я сразу все поняла. Закричала, чтобы она убиралась немедленно. Я даже рада, что эту дрянь прикончили. А что было потом? Вы помирились с мужем? А как бы вы поступили на моем месте? Товарищ капитан, а Татьяна замужем? Что? Татьяна замужем? Не замужем. Для тебя замужем. Так что, понравилось? Да, красиво. Я люблю Виталия. Вы четверть века вместе. Больше вам муж не давал повода для ревности? Нет. После того, как я выгнала эту дрянь, мы полгода жили прекрасно. И тут это убийство. Я должна спасти Виталия. Он сам этого не хочет, но он даже от адвоката отказался. Таня, у меня вся надежда на вас. Пожалуйста. Я возьмусь за ваше дело. Завтра подготовлю договор. Если вас устроят условия, то завтра начнем. Ой, а можно сегодня? Я вас очень прошу. Я просто как представлю, что он в этой камере. Хорошо, начнем сегодня. Как я могу с вами связаться? А, сейчас я вам. Вот, визитка. Здесь все мои контакты. Угу. Спасибо вам большое. Андрюш, я отвлеку тебя на пару минут. Да, только ненадолго. У тебя же есть фото Виталия Удовиченко? Тебе зачем? Его жена догнала меня на выходе и наняла. Теперь я в деле. То есть, это конкуренция получается? Взаимовыгодное сотрудничество. Ты же обещал мне помогать. Ну, только с возвратом. Конечно. Еще пару вопросов. Это домработница. Кто она, откуда? Марина Климова. Двадцать четыре года. Угу. Была застрелена из Макарова. В доме девяносто шесть, квартира восемь. По улице Калиновая. Угу. Мы нашли в квартире его банковские документы. У нас соседка видела, как он заходил в квартиру. Хозяйка квартиры, естественно, отдала его координаты. Потому что квартиру для Климовой снимала именно Удовиченко. И он сразу во всем сознался? Конечно. Под всем подписался. А откуда у него пистолет? Вы его нашли? Наградной пистолет принадлежал его покойному тестью. Удовиченко сказал, что выбросил его в мусорный бак. Ищем. А мотив убийства? Тань, это уже не пара вопросов. Ладно. На, посмотри. Тут все, что мы накопали. Только быстрее. А если волк узнает, сожрет и меня, и тебя. До тебя не дойдет. На мне подавится. Да уж. Странно. Странно, почему? Почему Удовиченко отказался от адвоката? А в следственном комитете кто его делом занимается? Парамонов. О, Игорь Петрович? Очень хорошо. Дотошный дядька. Василий! Давай, езжай на Калиновую. Пройдись по квартирам, вдруг кто-то из соседей что-то еще вспомнит. А что, совещания не будет, товарищ капитан? Это моя забота. Бася, на колесах могу позвести. Поздравляю. Э-э-э-э. Андрюш, я могу поговорить с соседкой, которая видела Удовиченко? Удовиченко. 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 А эта бабулька из-за третьей квартиры вообще самая вреднющая. Она в больнице-то не открыла. А у вас она вообще не вкусная. Может, это как миленькая. Я секрет знаю. Угу. А как ее зовут? Петухова Валентина Петрова. Давай в магазин по дороге заедем. У меня куча свободного времени, Татьяна Александровна. Ну, можно просто Даня на «ты». Хорошо. Тать, а что за врожденное чутье, о котором я так говорил товарищ Капитан? Про тебя. Да нет, сними. Ты у него и спроси. Ага, шутишь, да? Абсолютно серьезно. Он сам про чутье и приду. С Валентиной Петровной Ну, я сама справлюсь, а ты свои дела делай. Жалко, мы в аптеку только не заехали. А ты еще зачем? Надо было этот тортик валерьяночкой заправить. Удачи! Уходите! Ничего не покупаю, а то милицию позову. Валентина Петровна, а я ничего и не продаю. Я частный детектив. Мне хотелось бы поговорить с вами об убийстве вашей соседки. А это что у тебя? Ну, как что? Тортик? Нельзя к хорошему человеку в дом с пустыми руками приходить, правда? А мы с вами почаевничаем и поговорим. Ну, так что стоишь? Проходи. Спасибо. Скажите, а вот в тот день, когда вашу соседку убили, к ней вот этот вот мужчина не приходил? Да. Он самый. А во сколько это было? Это было в два часа. Дверь открыл своим ключом, я в глазок видела. А может быть, вы что-нибудь слышали? А то. Они же орали. Все вот этот вот. Как тебе не стыдно, что ты себе позволяешь? А она? Она говорит, я тебе не крепостная. Ну, поругались-поругались, а потом затихли. А потом у нас свет погасили. Я электрика вызвала, боялась, что до сериала не успеет починить. Но он все быстро сделал. Сериал знаете какой? Хороший. Ну, села смотреть. Смотрю. А они опять заорали. Вот орут и орут. Я вот не выдержала. Вышла на лестничную клетку и прямо им в дверь постучала. Орут и орут. Ну, ничего же не слышно. А что, выстрел вы тоже не слышали? Выстрел? Ага. Так грохнуло. Но это уже около семи было. Ага. А до выстрела тишина была? Нет. Опять орали. Только теперь уже эта девка Маринька орала. А что она орала? Ну, что я тебе покажу, мол, ты еще пожалеешь. Угу. Ты ешь. Ешь тортик-то. И чайок пьян застынет. Давай, давай, давай. Вкусно? С третьего этажа. Вот эти окна? Да, да, да. Бабушки милые, спасибо вам большое. Ну что, удалось что-нибудь новенького узнать? Ага. С третьего этажа к дочке уехала. А ее квартира прямо к квартире Климова распалась. А вернется когда? Даже матерая разведка не знает. Ну что, плохо, но попробуем войти себе из нее. Вась. Не в службу, а дружбу. Позови Андрея, а не хочет на Булку нарваться. Ну, тогда Булку с Маком и сочтемся. Договорились. Что на этот раз? Очень нужно встретиться с Виталием Мудовиченко. Прямо позарез. Ты прекрасно знаешь, что это не положено. И прекрасно знаешь, у нас много чего не положено. Ну, бывают же исключения. Все равно с живого ты с меня не слезешь. Ладно, завтра вызывай его на допрос, приезжай к десяти. Я тебя обожаю. Товарищ капитан, вас так Волков очень требует. И у вас тут помада на щеке. Что? Помада на щеке. Все? Нет, стойка. Такая ж упрямая, как ее хозяйка. Ладно, пошли. На допрос Пудовиченко у тебя полчаса, пока Волков не вернется. Узнаешь что-то новое, доложишь мне. Поняла? Заводи. Садитесь. Пошли. Виталий Яковлевич, меня зовут Татьяна Иванова. Я частный детектив. Меня наняла ваша жена. Вы виноваты перед ней, она. Я понимаю ваши эмоции, но сейчас нам не до них. У нас с вами есть только полчаса. Чтобы я смогла вам помочь, вы должны сказать мне правду. Я прошу вас рассказать мне о Марине Климовой. А что рассказывать, молодая девчонка, вы не мужчина, вам не понять. Я с ней как будто лет двадцать сбросил. Жена нас застала, Марину выгнала. Я думал справлюсь, но не смог без нее. Снял ей квартиру, там и встречались. А вчера я пришел раньше обычного. Хотел открыть дверь, но она была заперта изнутри. Я понял, что у нее любовник. Потом я спустил свой двор, сел в машину и стал ждать. Через некоторое время от нее выбежал какой-то сопляк. Она еще ему в окошко ручки помахала. Как он выглядел, вы не заметили? Темно было. Что было потом? Потом я поднялся, мы ругались. Она все отрицала. Говорила, что у меня паранойя. В общем, я достал пистолет и выстрелил на ее. А вы всегда ходите на свидания с оружием? Нет, но в этот день я взял с собой пистолет. Зачем? Да я не знаю. Какое-то роковое истечение обстоятельств. Слушайте, я же уже во всем признался. Марину убил я. Хорошо. А что вы делали после убийства? Бродил по городу, не знал, куда себя деть. Зашел в пару баров, потом взял с собой коньяка, поехал в гостиницу, напился, проспал до утра. С утра заехал домой, чтобы переодеться. И уже готов был ехать в банк, а тут полиция. Как называлась гостиница, в которой вы ночевали? Да черт его знает, я не помню. Слушайте, какая разница? Не надо меня спасать. Все равно уже ничего не изменишь. Мы закончили. Забирай. На выход. Да, Виченко врет, это сто процентов. Чего ты так решила? Твердит, как по написанному, явно что-то скрывает. Про пистолет ничего толком объяснить не смог. Да не похож он на убийцу. Ну, знаешь, похож не похож, это твои ощущения. А умнее с тобой признаешь, что больше весит? А вы гостиницу установили, в которой он ночевал? Обижаешь. Клоповника я сразу исключил. Не его уровень. А вот на брюк, и в Олжанку, Агеев ездил в субфотографии. Никто нашего банкера там и не видел. А запись из камеры видеонаблюдения вы проверяли? Ну, хочешь прям при тебе, я позвоню. Алло, Вась. Да. Скажи, а ты записи из камеры видеонаблюдения смотрел? Здрасте, шеф, вы не приказывали. Плохо, Вася, плохо. Позоришь ты меня. Не вправлюсь. Кафе Орион знаешь, где находится? Да. Дуй сюда! Есть. Не, нормально, да? Лопуха, не опера. Ну, ладно, с кем не бывает. Только не понимаю, зачем ты его вызвал. Я бы сама справилась. Обе гостиницы тут рядом. Вместе поедете. Ну, пусть учатся. Как работать надо. У than to. Поехано. Утро. Утро. О, а вот и наш банкир. И не один. Он мне про девушку вообще ничего не говорил. Простите, а вы не знаете, кто эта девушка? Эмма, девушка по вызову. Часто здесь бывает с клиентами. Между прочим, Вася первый нашел запись. Значит, что мы имеем? Удовиченко застрелил свою любовницу около семи. С горя снял проститутку и в 19.35 я приехал с ней в гостиницу. Ночью они провели в номере. Ну, в принципе, все сходится. Кроме того, что Удовиченко умолчал о своей ночной подружке. А ты знаешь, во сколько он ее снял? Ну, это я не знаю. Это может многое изменить. Надо найти и допросить эту Эмму. Товарищ капитан, а можно я Эмму допрошу? Посмотри, как оживился. Да, Василий, давай лучше езжай на эту, на Калиновую. Опять на Калиновую? Вдруг соседка сверху вернулась. Решите идти? Давай, иди. Так что насчет Эммы? Да я сам с ней поговорю. Но со мной там откровение будет, я же не из полиции. Ты хоть знаешь, где искать эту Эмму? Обижаешь, начальник. Привет, Танюш. Ты куда пропала? Привет. Телепатия все-таки есть. Как раз к тебе собиралась. У меня тут окно образовалось. Ну, подъезжай, я как раз освободилась. Убийство, расследование, погоня, романтика. А тут фены, расчески, ножницы. Да, у меня теперь тоже сплошная бытовуха. Все погони в прошлом остались, когда с Андреем работали. Ты все так и динамишь своего капитана? Или ждешь, когда он генералом станет? Светка, я тебе сто раз говорила, мы с Андреем друзья. Он надежный, хороший друг и все. Симпатичный. Может быть, мне с ним подружиться? Я девушка одинокая, перспективная. Да ради бог. Тоня, да я шучу. Расслабься. Просто странно, когда красивая молодая женщина живет одна. Кто бы говорил. Сколько уже? Год? Я не одинокая. Стабильности нет, но я в поиске. Ладно. Ох, очень неплохо. Спасибо. Спасибо, мне отделаешься. Таня, добрось меня до дома, а то моя букашка в ремонте. Светка, тут такое дело, мне на садовую нужно. Проститутка нужна. Зачем тебе проститутка? Это не для меня, это для клиента. Нужно у него кое-что узнать. А я тебе чем помешаю? Я могу в машине подождать. Ну ладно. Поехали, только не высовываться. Я буду сидеть, как мышь. Поехали. Привет, девчонки. А им к работе сегодня? Ну, это вообще не по ее части. Может, я подойду? Ну, вообще-то я тоже не по этой части. Я для брата хотела подарок сделать на день рождения сегодня. Я ее сегодня тоже не видела. Может, у нее отгул? Да нет. Она на другой точке. На яме. Привет, красавица! Ты что это? С кем-то перепутали меня? Ты что гонишь? С кем тебя тут можно перепутать? Ты что, красная шапочка? Не будь, а мы тебя не обидим. А где это? Ты что? Ты что? Заводи, скорее поехали. Что это было? Ты куда меня привез? У меня все схвачено, схвачено. Все, поехали домой. Ну как, отошла? Все в порядке? Теперь адреналина на целый месяц хватит. Сказала же тебе, никуда не вылезай. Сиди в машине. Ну куда ты поперлась? Коза любопытная. Ну, иначе так скучно жить. Спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Это ты, Эмма. Допустим. А что нужно? Разговор есть. Садись. Я вообще-то на работе. Это в твоих же интересах. Садись. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Привет. А тебе чего не спится? В такую иран явилась. Соскучилась. Вот результат моей ночной охоты. Слушай, наслаждайся. Эмма. Да, я его знаю. Это Виктор. Или Виталий. Да, Виталий, по-моему. Пару дней назад я на точку часов в шесть вышла, и тут он пригласил меня в ресторан, жемчужину, потом накупил коньяка, фруктов и в гостинцу. А он ничего не рассказывал? Он всё жаловался на какую-то тёлочку, Марину, кажется. Она его обставила по полной, по-моему. Он ей хату снял, денег давал, а она на этой хате другого принимала. А до какого часа вы были в номере? До утра. И он никуда не уходил? Нет. Он всю ночь пил и жаловался на эту Марину, пока не вырубился. О, скопировалась. Вот что я говорила, Удовиченко не убийца. Когда убили Марину, Удовиченко сам и развлекался. Это я уже слышал. Ну, во-первых, это надо ещё проверить. Пошли, а Геева пусть проверяет. А во-вторых, а зачем он тогда признался? В тюрьме захотелось посидеть? Вот это правильный вопрос. И сделать он это мог только в одном случае. Хотел кого-то прикрыть? Молодец. Этот кто-то очень важный для Удовиченко человек. Такой важный, что ради него он готов сесть в тюрьму. Казалось, такое простое дело. А теперь всё сначала. Ни подозреваемого, ни пистолета. Андрюша, звони следаку, скажи, чтобы он выпускал Удовиченко, ну, там, под подписку о невыезде. Ни за что сидит. Что значит ни за что? А его никто не заставлял осознаваться. Давай, Таня, не дави на меня. Ты знаешь в порядке. Свидетели, протоколы, показания. А после этого можно и на свободу с чистой совестью. Так, ладно, позвоню Маргарите Игоревне, скажу, что её муж невиновен. Переживает же человек. Ну, конечно, мало ей любовницы, так ещё и про проститутку узнаю, да? Давай, звони. Бедная женщина. Нет, они были одеты, просто я сразу всё поняла. Закричала, чтобы она убиралась немедленно. Я даже рада, что эту дрянь прикончили. Ты чего? Ты чего? Нет-нет, тема одна есть, надо проверить. Ладно, я поеду к Удовиченко, скажу, что за данью у тебя нет. Маргарита Игоревна, я понимаю, что вам очень неприятно это слышать. Но это правда. Спасибо вам, Татьяна. Главное, теперь у Виталия есть алиби, и он... Он скоро вернётся домой, а как, как мы будем жить после этого, я не знаю. Маргарита Игоревна, а где были вы в день убийства около семи часов вечера? Так у меня инвентаризация была. Я до ночи в магазине проторчала. Вы никуда не отлучались? Нет, ну что вы, столько работы. Можете у продавцов моих спросить, мы вместе инвентаризация. А меня что, подозревают? Ну что вы, ну, кого-то же ваш муж прикрывал. Ну, знаете что, нас это уже не касается. Я вас нанимала исключительно ради Виталия. Вы блестяще справились с работой. Маргарита Игоревна, её убили из пистолета вашего отца. Как он мог попасть к убийце? Я не знаю. Мне нужно будет поговорить с вашим сыном и матерью. И поверьте мне, это в ваших же интересах. Пожалуйста. Только Женечка сейчас в институте, а мама дома. Ты где пропадаешь? Поговорил в соседской сфере? Нет, она ещё не вернулась, а дочерь с зятем. А Таня Балужая нашла бы адрес этой дочери. И всю душу из этой тётки вытряснула. Виноват, товарищ капитан. Справлюсь. Садись. Справлюсь. Какие новости? Я вот думаю, может, с электриком поговорить? Может, он чего видел? С каким электриком? Так бабулька из пятой квартиры рассказывала, когда Удовиченко с Мариной ругались, электричество вырубило. Вот она и позвонила, электрику вызвала. А это потом. Пока ты гулял, у Удовиченко появилось алиби. Получается, не он убийца. Как-то как-то. Да, дед Пихто, вот твоя задача проверить алиби Виталия Удовиченко. Надо съездить в ресторан «Жемчужина» и допросить-то Эмму от ее координат. Ее сюда привезти? Да хоть домой ее к себе вези. И еще. На, послушай, что быть в курсе дела. Это то, что Эмма Татьяне рассказала. А когда вы узнали о пропаже пистолета? Тогда же, когда и все. Когда Виталия арестовали. Неужели вы не пользовались сейфом? Ну, как вы же делаете покупки? Нет, спасибо. Хозяйство ведете? Ну, я никогда даже не прикасалась к сейфу. Деньги на хозяйство моя дочь оставляла всегда здесь, на кухне. Это же как странно. А мне Маргарита Игоревна сказала, что тоже давно даже не прикасалась в коробке с пистолетом. Ну, так его же украла эта тварь, Марина. Подобрала ключ, выбрала удачный момент и стащила. А зачем он ей? Вы не знаете эту девицу? Это еще та штучка. А вы знали о том, что Виталий продолжал с ней встречаться и после ее ухода от вас? Ой, подумаешь, события. Какой мужчина не имеет любовницы? Я от своего покойного муженька тоже натерпелась. Значит, вы уверены в том, что пистолет украла именно Марина? Конечно. Из-за моей семьи никто не причастен к этому убийству. Угу. Прости меня, Ритм. Поехали домой. А вы, капитан Мельников, задержитесь на одну минуту. Я по делу Удовиченко. Я вам хотел сказать, капитан Мельников, что я горжусь вашими методами. Да-да. Отрадно видеть, как вы очень серьезно относитесь к своей работе. Ну да. Удалось подловить Удовиченко на лжи. В момент убийства он был с проституткой, лейтенант Агеев все проверил. Кроме его показаний, также есть показания персонала гостиниц, ресторана, а также есть записи из камеры видеонаблюдения. Ну что сказать, отлично. Молодцы. Даже проститутку успели найти. Да? И теперь невиновные не будут осуждены. Ну да. А где свидетели, которые скажут нам, кто убил? Ну у нас есть подозреваемый. В ближайшие часы мы узнаем, кто убил Климову. Иванова вечно путается под ногами, сует свой нос, куда не надо. Понимаете, о чем я говорю? Такими темпами она быстрее вас найдет убийцу. Туда возникает вопрос, зачем здесь я? Зачем весь наш отдел? Зачем здесь вы? В общем так, жду от тебя информации оперативно и немедленно. Солодин. Да, к этим туфлям теперь платье нужно, а ты все время в брюках. Будут туфли, больше ты платье. Дорогущие какие. Смогу себе позволить. Я гонорар получила. Гуляем? Проходите, пожалуйста, на кассу. Тогда, может быть, в клуб? Отличная идея. Товарищ капитан, электрик его опознал. С Удовиченко тогда все понятно и по времени все сходится. Вась, можно я тобой гордиться? Можно. Я служу России. Что делаем тут, товарищ капитан? Берем его. Я заткачу к Парамонову за орден. А ты с машином договаривайся? Есть. Спасибо вам. За покупку приходится снова. Спасибо. Визитку можно? Да, пожалуйста. Алло, да? Татьяна, вы мне срочно нужны. А что случилось, Маргарита Игоревна? Женечку арестовали. Утром выпустили Виталия, и мы приехали домой. Ждем сына из института, а он оказывается в полиции. Я буду у вас где-то через полчаса. И мы с вами во всем разберемся, не переживайте. Ну, все, Светка, никаких танцев. Арестовали сына Удовиченко, сама дойдешь домой. Вот так вот, Свети, каблом. Праздник закончился, не успев начаться. Пока. Ну, прости. Угу. Алло, Андрей, это ты арестовал Женю Удовиченко? Я, Таня, сейчас занят. Буквально два вопроса. А на каком основании? Есть основание. У меня просто голова кругом. арестовать мальчика прямо в институте. На глазах у друзей и педагогов. Ну, как так можно? Они опозорили Женю прилюдно. Давайте сразу определимся. Никакого отношения к Жениному аресту я не имею. Ну, я надеюсь, вы хоть понимаете, что это абсурд подозревать его в убийстве этой девки. Зачем она ему вообще сдалась? У моего внука есть девушка в академии из приличной семьи. Да. Они встречаются. Нет, мой мальчик. Виталий Яковлевич, что же вы мне сразу всей правды-то не сказали? Я не понимаю, о чем вы говорите. Бросьте. Прекрасно, вы все понимаете. Извините, нам с Татьяной нужно поговорить наедине. Пожалуйста, пойдемте ко мне в кабинет. Нет! Я должна знать все, что касается моего сына. Рита, пускай они поговорят вдвоем. Мама, хватит. Уже этих тайн. Хорошо. В тот день я был у Марины. Ушел от нее в часов в пять, поехал на работу. Потом обнаружил, что забыл у нее папку с важными документами. Решил вернуться. Поднявшись, я услышал, голос Жени и понял, что Марина меня обманывала. Они продолжают встречаться. Для меня это был как удар в сердце. Двойное предательство. То есть, вы знали о том, что Женя тоже встречается с этой девушкой? знал. И ты молчал? Что мой мальчик и эта дрянь? Маргарита Игоревна, давайте закончим на этом. Нет. Я хочу знать все. Татьяна, я прошу вас, продолжайте. Хорошо. Виталий Яковлевич, скажите, а что вы делали после того, как вернулись из гостиницы? Из гостиницы я поехал не домой. Мне нужна была папка с документами. и поэтому я вернулся к Марине и заодно хотел с ней поговорить. Марина была мертва. Застрелена. Мне хватило какое-то нехорошее чувство. Я стал звонить Жене, но его мобильный не отвечал. И тогда я понял, что произошло. Женя взял пистолет и убил Марину. Почему, зачем, в этот момент я не думал. Не помню, сколько я так просидел, очнулся от звонка в дверь. Они пришли за мной, меня опознала соседка. Я сначала растерялся, а потом понял, что нужно делать. Вы решили выгородить Женю. Поймите, я же отец. Что я еще мог? Рита! Рита! Виталий, вызывайте скорую. Принесите воды и что-нибудь сердечное. Спасите. моего мальчика. Ну, не убивал я. Как же ты меня. Таня, между прочим, тут люди работают. Извини. Могу поприсутствовать? Присаживайся. Больше часа бьюсь. Упертый, как отец. Только тут убийца прикидывается, а это наоборот. В отказ идет. Не убивал я. Я не убивал. Убивал, но не я. Таня, помнишь, старушка из пятой квартиры говорила, что в день убийства она электрика вызывала. Ну. Электрик вспомнил, что когда он заканчивал работать, видел, как к Климовой пришел парень. Кто? Я. Молодец, вспомнил. Это было около шести, так? Да. Вот. А потом ты с Климова начал ругаться, да? Да. Видишь, старушка, она и все слышала. И ты убил ее из наградного пистолета своего деда, так? Да нет же! Я же говорю, уперся к Кальбарину. Андрей. Че? Дай мне десять минут, я с ним поговорю. Результат гарантирую. А че это вдруг? То есть, у меня и получилось, что тебе он все расскажет, да? Ну, пожалуйста. Ладно, валяй. Железного Степана сегодня все равно нет на наше счастье. Жень, я очень хочу тебе помочь. Пожалуйста, постарайся успокоиться и расскажи мне все, как было. Хорошо. Поначалу я даже не обращал внимания на Марину. Я встречался с Линой. Под Новый год я пришел домой раньше, потому что мы с ребятами дернули вискаря и решили не идти на занятия. Дома никого не было. Мы стали любовниками. Нам было очень хорошо вместе. Потом Марину уволили. Ни отец, ни бабушка. Не сказали, почему. А мама сказала, что Марина ей не нравится, вообще она очень плохо работает. А как ты узнал, где она живет? Она позвонила мне и сказала адрес. Я пришел и все продолжилось. А потом я узнал, что она спит с моим отцом. Я просил ее бросить его. Она обещала. Но в день ее смерти я увидел на камине его папку и понял, что Марина мне врет. Мы страшно поругались. Марина говорила, что за квартиру и все остальное нужно платить. А я бедный студент и сам живу за счет отца. Я назвал ее дрянью. Я ведь думал, что она меня любит. Она из-за денег. Жень, в котором часу ты вышел от Марины? Вы что, думаете, я на часы смотрел? Хорошо, куда ты пошел? К другу. Мы пили до ночи, потом я поехал домой. Как фамилия друга? Это все я уже рассказал капитану. И вообще, Петька, мой приятель, уже улетел на Гуа. И вы ему никогда не дозвонитесь в ближайшие три месяца. А вот это, Женя, очень и очень плохо. Это ты украл пистолет? Зачем? Я украл его для Марины. Она очень боялась. Боялась своего брата. Он недавно вышел из тюрьмы. Он полный отморозок. Он ее разыскал и отбирал у нее все деньги. Поэтому она попросила принести ей пистолет. Я ей говорил, что давай я с ним поговорю. Но она была против. Она очень боялась, что он покалечит и ее, и меня. А все, мы закончили. Жень, теперь все, что ты мне сейчас рассказал, нужно будет повторить еще раз. Для протокола. После ухода Жени от Марины к ней мог прийти ее брат. Какой еще брат? Старший. Он недавно вышел из тюрьмы и выбивал из Климора деньги. Как брат зовут? Он такого Жени не знает. Таня, зачем нам ее брат? Если он ее доил, ему ее смерть невыгодна. Чем тебе эта Женя не устраивает? Алиби у него нет, зато мотив есть. Да не убей, Валун, я чувствую. Послушай, твоя интуиция испортит отчетность. Найди брата Климовой. Такой окон он запросто мог убить. Веселая парочка ведь у Довиченко. Нечего сказать? Прям рыцари. Решили пусть выбирает дама. А та не будь дурой. И с отца деньги тянула, и с сыном крутила. Да, Вась. Ага. Отлично. Вот завтра к ней поезжай. Приехала соседка Марины. Сверху. А давай я вместо Васи поеду? Женщина с женщиной всегда договориться? Давай. Только после этого сразу ко мне. Вы кого-нибудь узнаете на этой фотографии? Узнаю. Вот этот вот пожилой ходил к нашей сороке. И вот этот молодой тоже ходил. А к какой сороке? К соседке нашей, которую убили. Ну, сорока этому дала, этому дала, этому. Ну, в общем, сорока она и есть сорок. Прости меня, Господи, пусть земля ей пором будет. Прости меня, Господи. А в день убийства Климовой они оба к ней приходили? Оба приходили. Пожилой приходил днем. Я как раз гуляла с Кирюшей. А, это ваш внук? Нет, это моя собака. Но когда он уходил, я не видела. А молодой? А молодой, в районе семи. Он выходил из подъезда, а я как раз гуляла с Марсиком. А это мой внук. Я еще подумала, думаю, ну, да и он джиг, а. За один джиг сразу двоих принимает. Любовь Григорьевна, а вы уверены, что это было именно в районе семи? Да, конечно, уверена. Он так мимо нас джиг, прилетел и сразу в магазинчик. Там что-то купил, сел на маршрутку и уехал. Поймите, пожалуйста, я не убивал Марину. Я ее любил. Только вы все мне почему-то не верите. Я тебе говорю, это Женя. Тем более соседка подтвердила, что он выходил из подъезда около семи. Это как раз время убийства Климовой. Соседка могла ошибиться, она вообще на часы не смотрела. Информация по брату Климовой есть? Пока нет. Ищем. Неужели ты и правда, Женя? Ну, если это и так, то я не знаю. Даешь. Ну, сколько раз я ошибался. Ничего, нормально. Ой, извините. Да ничего, присаживайся. Какие новости? Да вот в магазин ходил. К чаю сушек купил варенье. Пока по магазину ходил, проголодался, а денег больше нет. Ладно, на, выбирай, угощай. Только выбирай что-то сытное. Чтоб вечером мне не ныло, что жрать хочешь. Опять макароны? Почему опять? Снова? Как же я могла забыть. А кофе? А ты ешь, я ничего не трогала. Мне надо отъехать, проверить кое-что там срочно. Спасибо тебе, Вася. Все, пока. За что это спасибо? Здравствуйте. Здравствуйте. Можно задать вам пару вопросов? Ну, смотря про что. Вы, наверное, слышали про убийство девушки из второго подъезда на прошлой неделе. А, это, конечно, слышала. Конечно, бедняжка. Знаете, она у меня иногда сигареты покупала. Вы работали в тот день? Ну, конечно. А кто же еще-то? Смещится у меня вообще в отпуске. Вам знаком этот молодой человек? Он покупал у вас что-то в тот день. Андрей. Привет. Я была права. Евгений Удовиченко не убийца. Соседка ошиблась. Он вышел из подъезда не в районе семи, как она говорит, а раньше. В тот день продавщица киоска работала в 18.30. Следовательно, Женя вышла от Марины до 18.30. А убили-то ее в семь. Ой. Не заметил у вас Степан Иванович. Здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна. У меня такое ощущение, что я забыл тебя уволить. Ты что, хочешь лишить нас второго подозреваемого? Похоже на то, товарищ подполковник. Тоня, дай мне координаты этой продавщицы, и я сам с ней поговорю. Свидетель доставлен. Гражданка Пантелеева дожидается в машине. Готова дать показания. Да, Иванова, на ходу подметки рвешь. Значит так, доставить Тодовиченко и эту продавщицу ко мне в кабинет. Хочу с ними лично поговорить. Ну, Мельников. Че Мельников-то? Не, ну нормально, да? Таня, не, если что, возьмешь меня к себе на работу? Андрюш, ну у меня глаз на спине нету. Предупреждать надо. Я решила, что будет правильно, если я тебя подвезу. Да, здорово. А вы найдете убийцу, Марина? А вот это уже дело полиции. Меня наняли, чтобы доказать вашу невиновность. Жень, ты пока был в изоляторе, я о тебе не говорила. Что еще случилось? Твоя мама в больнице. Мама? Да, у нее проблемы с сердцем. Слушайте, а у нее мобильная с собой? А можно ваш, я позвоню ей? Да, конечно. Держи. Алло. Мам. Мам, это я. Как ты себя чувствуешь? С тобой все в порядке? Я освободился. Еду домой. Мам, ты, пожалуйста, не волнуйся, все будет хорошо. До свидания. Женя! Женечка! Я так переживала за тебя. А кто узнал, что я еду? Да мне бабушка позвонила. Добрый день. Здравствуйте. Спасибо вам за сына. Пожалуйста. Ой, а это кто? Это Лина, они учатся вместе. Слушай, я тебе уже объяснил, что между нами все кончено. Тем более после смерти Марины. Дурак! Да из-за этой девки ты в тюрьме сидел. Да знаешь, тут так ей и надо. Женя, что случилось? Что? Я хотела с вами поговорить. Так, подожди, подожди, может, все-таки объяснишь. Слушай, я даже не собираюсь это обсуждать. Вы знаете, кто я? Да, мне Женя папа рассказывал. Скажите, а что, Женя вас обидел чем-то, да? Да он бросил меня из-за этой твари. Она его обманывала, изменяла, а он... Подождите, а вы хорошо знали Марину? Ну, так встречались пару раз. Сразу было видно, что настоящая стерва. Господи, ну почему мужчины такие слепые? А скажите, а вы знали, где живет Марина? Да нет, зачем мне нужно было это знать? Знаете что, садитесь, я вас подвезу, не хочется вас в таком состоянии одну оставлять. Нет, спасибо, мне лучше одной побыть. А может быть тебе сделать эмилирование, тебе пойдет? Не знаю. подруга, я что-то тебя не узнаю. Вы достали эти удовичанки, сил нет. Убийцу не нашли? Пока нет. Какой-то замкнутый круг получается. Кому выгодно убийство любовницы? Либо жене, либо сопернице. Ну, Ладя, все правильно говоришь. Только жену удовичанку уже проверяли. Железное алиби. А соперница? Я беседовала с девочкой, которую Женя, сын удовичанка, бросила ради Марины. Совсем молоденькая. А ты не смотри, что молодежь. Молодые сейчас, ох, отчаянные. И как мог Макаров очутиться у нее? Ну, тот, который Женя отдал Марине. Надо же суметь еще выстрелить. Да, это... Ну, так ведь? Ну, да. Тань, я не знаю. Ты сыщик, ты и думай. Вот я и думаю. Здравствуйте. Мне нужна студентка третьего курса, Элина Серова. А где ее найти? А вы по какому вопросу? Нужно с ней побеседовать. Вы хорошо ее знаете? Да, Элина одна из лучших студенток. Отличница, спортсменка. Призер многих чемпионатов по биатлону. Дурак. Да из-за этой девки ты в тюрьме сидел. Да знаешь, тут так ей и надо. Скажите, вы можете ее позвать? Она, к сожалению, взяла академический отпуск по каким-то очень важным семейным обстоятельствам. У вас есть ее телефон? Да, конечно, но звонить бесполезно, она уже в воздухе. Летит к отцу в Канаду, он там работает. Странно. Спасибо. Результаты работы ноль. Убийца не найден. Очередная версия рассыпалась. Виктор Климов не мог совершить убийство из-за стрели, так как на момент убийства он был сам застрелен в соседней области при ограблении инкассатора. Вот почему капитан Мельников Иванова приводит свидетелей, находит улики, а вы мух ловите? Мы отрабатываем все версии. Дело казалось не таким простым, как показалось вначале. У нас нет простых дел. У нас уголовный розыск, а не сельпо. Значит так, работайте активнее. Или я вас всех уволю к чертовой матери, а Иванову возьму обратно. Вам ясно? Слушаюсь, товарищ подполковник. Свободен. Да в общем получил от вулка по полной. Да. Да согласен, с вами виноваты. В голове вообще никаких мыслей. Одни чувства. Серьезно? С удовольствием. Да. Слушай, а так все хорошо начиналось, а? Водовиченко признался. Я ведь ни на секунду не сомневался, что это он. Вообще полный опров не прибыл. В охране-то пора. Да, тоже хорошо. Почему я не проверила эту Лину? Тоже у меня интуиция. Да я вообще решила, что она стрелять не умеет. Она, оказывается, вон, бетлонистка. Один прекрасный день взяла и как будто почувствовала что-то. Ну, свою работу ты сделала. Твой клиент на свободе. А ловить убийцу это уже моя забота. Нет, я так не могу. Мне надо завести дело до конца. Да? Мотив для убийства у этой Лины, конечно, есть. Ну, посмотрим. Может, найдем ее пальчики в квартире у Климовой. Да, Жень. Да, узнала, где похоронена Марина. Можем завтра съездить. В 9.30 могу с тобой заехать. Не проспим. Любимый парень. Правда, любил ее. Легко с женщинами, вьете вы из нас веревки? Только, если вы сами нам это позволяете. за неделю до того, как ее убили, Марина согласилась выйти за меня замуж. Ничего. Я потом приеду и все поправлю. И памятник поставлю. Ну, вообще-то это денег стоит. Заработаю. Ладно, пойдемте. Место я теперь знаю. Жень, скажи, а ты кому-нибудь говорил о том, что собираешься жениться на Марине? Только бабушке. Ну, а почему ей, а не маме? Мама ненавидела Марину. Она ведь ее даже из дома выгнула. Ну, бабушка тоже ее не любила. Зато бабушка любит меня. Я ей сказал, что скоро мы поженимся и она сможет заботиться о нас обоих. Значит, бабушка знала, что ты собирался на ней жениться. Да. Проходите. Спасибо. Вот, подбросила Женю до академии и решила к вам заглянуть, проведать. Очень хорошо. Присаживайтесь. Сейчас с вами почаевничаю. Да. А я была у Риты в больнице. Вроде бы все в порядке. Говорят, что на следующей неделе ее выпишут. Она передавала вам большой-большой привет. Спасибо. И сегодня обязательно я ей позвоню. Вы для нас теперь уже как родная. Вот, пожалуйста, попробуйте сливое варенье. Сливы прямо с нашей дачи. Спасибо. Какая вкуснотища. Да? А где у вас дача? Поселок Ветеран. Десять минут езды и вы уже на природе. Если будет желание, пожалуйста, приезжайте, подышите свежим воздухом, отдохнете. Спасибо за приглашение, но это вряд ли. Очень много работы. А, понимаю. А так вот убийцу и не нашли, да? Нет. Зато нашли орудие убийства. Как? Вы что, нашли пистолет моего покойного мужа? Ну, пока это только предположение, где он может быть. Но завтра, нет, скорее всего, послезавтра, мы уже сможем с точностью сказать, что убийца у нас в кармане. да? А какое предположение? Вот это я вам не могу сказать. Ой. Это и наследствие. Так, понимаю, понимаю. Понимаю, да. Да, дорого нам обошлась эта служанка. За свои ошибки она заплатила жизни. Вы считаете, справедлива. Если что-нибудь новенькое у вас появится, я надеюсь, вы нам расскажете. Обязательно. Вам в первую очередь. Привет. Ну что у тебя срочно наслаждались? Да я все дела закончила. Давай рванем на дачу. К тебе. Прямо сейчас. Ну, Тань, подожди. Я не могу. У меня запись до девяти. Смотри, что у меня есть. Шашлык. Шашлык. Зимний шашлык. С клюквой. И глинтвейн. Тань, ну ты же и спустите. Подожди минуту, ладно? Послушай, а давай летом в отпуск к Черному морю махнем? Давай. Сколько на твоем танке туда ехать? Смотря как ехать. Вообще идея неплохая, мне нравится. Вот. Мы будем ехать, останавливаться где захотим. Гулять, купаться, загорать. Познакомимся с двумя мужчинами. Начинается. Да. Из Москвы. Угу. У нас будет роман. Ого. Ну, я не знаю, как у вас, но у нас будет. Свет. Свет. Ау. Скажи, а до поселка Ветеран далеко отсюда? Да нет, через дорогу. А зачем тебе нужен Ветеран? Да там дача с этого семейства водовичан. Угу. На. Сейчас. Жень, здравствуй. Тут плохая связь, не могла вам дозвониться. Передай, пожалуйста, бабушке, что я к вам завтра не смогу приехать. Я за городом у подруги. Между прочим, это недалеко от вас. Угу. Деревня Окуневка. Хорошо? Всем привет. Все, пока. Тань, ну ты никак не можешь отвлечься. Давай расслабимся уже наконец. Расслабимся, не будь от Ани Иванова. Только я пройдусь до поселка Ветерана. Кое-что проверить надо. Ну, одна нога здесь, другая там. Ладно, только быстро. Ладно, только быстро. Силанчич, добрый вечер. Открывай шлагбаум. Шеф, обратно выезжать будешь? Шлагбаум закрой. Спокойного ночи, Серафима Аркадьевна. А тебе спокойного дежурства. Спасибо. Здрасте. Привет. Мужчина, вопрос у меня к тебе. Ты женщину подвозил, не помнишь до какого дома? Тебе зачем? Ты кто? Да ее дочь, вспомнился, моего мужа. Хотела сказать, чтобы она свою эту заразу подальше от него держала. Понятно. Номер дома не помню. Первой линии. Крайний справа, белый двухэтажный. Спасибо тебе, мужчина. Успехов. Спасибо. Спасибо. Серафима Аркадьевна, вам помогут! Серафима Аркадьевна, отдайте оружие. Отдайте мне пистолет. С оружием надо очень аккуратно обращаться. Давайте, давайте. Полиция вся с ног сбилась, его разыскивая, а вы? А я, я вам все объясню. Я все объясню. Объясните, объясните, только не здесь. Идите в дом, поднимайтесь. Там сейчас что-нибудь расскажете. Видите? Алло, Андрей. Пистолет? Где? Адрес диктуй. Все, едем. Василий в ружье. Удачный поселок, ветеран. По дороге все объясню. Быстрее. Свет выключи. Как только я заметила, что Женечка заглядывается на служанку, я тут же забила тревогу. Попросила Маргариту выставить эту девку из дома. Ну, а Маргарита Игоревна не послушала вашего совета. Увы. А потом она застала Виталия с этой девкой в спальне. Ну, девка исчезла из дома, а беда осталась. Маргарита даже не подозревала, что Виталия встречается с ней на съемной квартире. Ой, я так не хотела, чтобы дочь повторила мою судьбу. Ведь мой муж оставил меня тоже, познакомился с молоденькой, ушел, бросил семью и даже из города уехал. Что было потом? А потом я поняла, что внук тоже ходит к этой девке. Но тут я уже не могла терпеть больше. Я решила поговорить с ней, предложить ей деньги. Я где-то, наверное, без десяти семь к ней пришла. Позвонила в дверь. Она меня не сразу пустила. Дядя сказала, зачем пришла. Ай, старая дура. Но я сдешалась. Я стала ее просить, чтобы она оставила в покое Италии. И внука предложила деньги. И она только смеялась. И издевательски говорила, что она не простит нам того, что ее выгнали из дома. Ну, здесь я клянусь. Я здесь не могла сдержаться. Я тоже стала кричать, что она пожалеет вообще, что на свет родилась. Она сказала, что она не успокоится до тех пор, пока не уничтожит вообще всю нашу семью, что она поселится в этом доме. И мы с Маргаритой будем ей служить. Ой. А потом она наставила на меня пистолет. Я сказала, чтобы я убиралась, иначе меня застрели. Я не знаю, я не знаю, кто нажал на этот самый курок. Что было дальше? Потом я увидела, что пистолет валяется на полу. Это мужьин пистолет с дарственной надписью. Я его подняла, потом там деньги забрала, положила в сутку. Ушла из квартиры. Такси сюда приехала и спрятала его. Сергея Марковна, а что было бы, если бы посадили кого-то из ваших близких? Я пошла в полицию. Даже говорить не о чем. В общем-то, я для этого пистолета забрала, чтобы, если что, так было доказательство. Это что? Полиция? За мной? Да. Серафима Аркадьевна, расскажите, пожалуйста, капитану Мельникову все, о чем мы с вами говорили. Он умный человек, все поймет. Здравствуйте. А, аутоорудие убийства. Серафима Аркадьевна. Да. Вы арестованы по подозрению в убийстве. Марины Климовой. Прошу на выход. Да. Какое ж тут подозрение? Я сама во всем призналась. Ты с нами? А, нет. А ты торопишься? А что? Да у Светки тот дома в шагах она меня уже заждалась. Не могу же ее одну бросить. Хоть пойдем вместе. Добрый вечер, Серафима Аркадьевна. Василий. Держи. Оформляй задержанную. Мне нужно осмотреть место и протокол составить. Я понял, товарищ капитан. Хорошего вам вечера. Андрей, когда он вытаскивал пистолет из тайника, то случайно нас испугал. Нажал он на курок и пуля застряла где-то там, в стене дома. Хорошо, завтра ее вытащите. Пулю там и вытащим, но на будущее я тебя настоятельно прошу. В таких случаях сразу вызывать меня. Я тогда ни в чем не была уверена, только начала подозревать Серафима. Как на старуху-то вышла? Я все поняла, когда Женя мне сказал, что признался Серафиме в том, что собирается жениться на Клину. Ты знаешь, я даже не понимаю бабуля, правда? Да, мне ее жаль. Она же пыталась спасти семью дочери. Да, кажется, убийство непреднамеренное. У них завязалась борьба, и Серафима пыталась отобрать у Клинового пистолет, а та вполне могла выстрелить первую. Ну, если экспертиза докажет, что выстрел был произведен в борьбе случайно, то хороший адвокат легко оправдает Серафиму Аркадьевну. Слушай, ты посмотри, как он меня вцепился. Вообще не отпускает. Признал. Ну, по крайней мере, благодарит. Бедняжка дрожит весь. Дрожит. Давай его сюда. Ой, давай. Давай, толстый, залезай. Тань, сколько можно ходить? Я уже здесь как бы золушка. Пожарила уже шашлык. Андрей? Как ты здесь очутился? У гостя приехал. По Тане он соскучился. А мы кота нашли. Точнее, он нас. Вот. Ой, какая наглая морда. Спать будет на улице. Давайте есть шашлык, он уже готов. Давайте. Пить глинтвейн и расслабляться. Угу. Имеем право. Кстати, у нас под есть. Татьяна раскрыла убийство. Какое? Ну, то самое. Про дорогую служанку семейства Водовиченко. Только почему я? Мы с Андреем вдвоем. Так, давайте нормально, по порядку. Спасибо тебе, Танечка. Выручила. Без тебя бы, наверное, полдня добиралась. Тетяна, прекратите. Мы с вами соседи, вы знаете, я всегда вам помогу. Ой, вот какая молодая. Отзывчивая. Жалко ты с моим Никиткой не знакома. Ну, если бы вы переехали в наш дом до его командировки, то было. Тань, какой у меня сын. Таких днем с огнем. Поженить вас надо. Ну, чтобы пожениться, нужно хотя бы раз увидеть друг друга. Вот, вот и оно. Он из своей Америки-то и носа не показывает, и все дела, дела. Только по скайпу его и вижу. Тань, а давай я тебя по скайпу с ним познакомлю. Ей богу, ни разу не слышала, чтоб замуж по скайпу выходили. Но ради вас я готова познакомиться. Вот. А вот ваша поликлиника. Все, приехали. Ой, хорошо. Спасибо большое, Танечка. Ты приходи, Вечеркова. Я Блинков набегу, хорошо? Да, алло. Это Иванова Татьяна Александровна? Да, я слушаю. Краснощёкова Валерия Юрьевна. Мне рекомендовали вас как лучшего частного детектива в городе. Очень приятно. Я вас слушаю. Это не телефонный разговор. Вы не могли бы приедать? Приехать ко мне. Чем скорее, тем лучше. Да, хорошо. А куда ехать? Твереводицкой, четырнадцать. Хорошо. Я запомнила. Буду вас дать через час. До свидания. Сиди дома. Никому не открывай. Никому, я сказала. Слышишь? Вообще, молчи, будто нет тебя. Я скоро приду, сынок. Не бойся. Ты понял меня? Главное, молчи. Да. Здравствуйте. Это Татьяна Иванова. Сюда проходите. Простите, у вас что, кто-то умер? Муж. Но сегодня ночью его украли. Извините, я, наверное, не расслышала. Что украли? Украли тело моего мужа. Зачем? Нет, я просто имела в виду, что как и когда это произошло. Присаживайтесь. Я хотела попрощаться с мужем. Попросила привезти его тело сюда, чтобы последнюю ночь он провел в родном доме. Часов до 12 я просидела у гроба. Потом пошла спать. Утром часов восемь я спустилась вниз. Семёна в гробу не было. Вы сообщили об этом в полиции? Нет. Они из живых-то людей не особо ищут. А из-за мёртвого точно не будут суетиться. И потом мне разные разговоры и скандалы тоже ни к чему. Когда идёшь и поворачиваешь направо, там стоит… Там и есть… Куда ты свои жирные пальцы суёшь? Есть. Там стоит двухэтажное здание. Заброшенное. Хорошо. Здравствуйте, товарищ офицер. Прошу знакомиться. Следователь Кондратьева Мария Павловна. Мария Павловна очень опытный исследователь. Досталось нам сказать по блату. Заступает на пост вместо Петровича. А чего с Петровичем? Приживаю. С ним всё в порядке. Просто написал заявление по собственному желанию. Знакомьтесь. Капитан Мельников, младший лейтенант Агеев. Очень приятно. Взаимно. От чего умер ваш муж? Врачи сказали, инфаркт. Он умер по дороге в больницу. Скорая доставила прямо в морг. Скажите, как вы считаете, как могли похитить или проникнуть в дом? Утром я обнаружила, что уличная дверь открыта. Но я, честно говоря, не помню, забирала её или нет. А замки? Замки не повреждены. Но на всякий случай я их поменяла. Я сразу вызвала слесаря. Угу. А кто ещё живёт в доме, кроме вас и мужа? Никто. Наш сын Алёша семь лет назад попал под машину. Насмерть. Простите. У кого-то ещё есть ключи от вашего дома? У домработницы Ольги. Она работает у меня уже три года. Живёт здесь недалеко. Валерия Юрьевна, это Ольга. Ты вовремя. Ты давала кому-нибудь ключи от моего дома? Нет. Зачем? Здравствуйте. Скажите, а где вы храните ключи? А могло получиться так, что вы оставили их без присмотра? Нет. Никогда. Но в таком случае к вам у меня больше вопросов нет. Спасибо. Иди, Оля. Сделай нам чай. Мне как обычно. Да. Так как вы думаете, кто и почему мог это сделать? Я подозреваю двух человек. Во-первых, Вика Осташкина. Бывшая любовница Семёна. Родила от него дочь. Но я всегда знала, что он никогда от меня не уйдёт. Наш общий бизнес построен на деньги моих родителей. А какой у вас бизнес? Мы с Семёном совладельцы страусиной фермы. Были. Действительно необычный бизнес для наших мест. Я согласна. Но в умелых руках очень прибыльный. Семён ведь орнитолог, а я биолог. Вы знаете, что в страусином мясе в двадцать раз меньше холестерина, чем, например, в говядине. Яичницы из одного яйца можно накормить двадцать человек. А ещё жир, ещё нефертити пользовались помадами и кремом из страусиного жира. Интересно. Кто мог ещё претендовать на наследство вашего мужа? Только я. Семён, правда, в завещании оговорил некоторую сумму в пользу Лизы, дочери Асташкиной. Вы считаете, что у Вики могли быть причиной похитить тело Семёна? Зачем? Из-за денег, чтобы шантажировать меня. Она же приходила ко мне, умоляла, чтоб я оставила Семёна. Я её выгнала. Ну, хорошо. А кто второй? Дмитрий Урюпин. Поначалу у нас был общий бизнес. Но после некоторых ошибок, по его вине, Семён предложил разойтись. Нам досталась ферма. Ему ресторан «Сидней», в котором подаёт блюда из страусиного мяса. Но вскоре ресторан закрылся. Дима и там показал себя никудышным бизнесменом. Но вот, видимо, решил мстить. Выбрал момент. Но он же мог просто порадоваться смерти заклятого врага и всё. Просто радоваться не в его характере. Дима – это самолюбивое ничтожество с большими амбициями. Хорошо. Я берусь за ваше дело. Сегодня же вечером перешлю вам договор. Вот аванс. Я прошу вас, Татьяна, расследовать всё быстро и деликатно. Чтобы ни полиция, ни соседи… Я понимаю, не волнуйтесь. Разрешите? Тебя только за смертью посылать. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Привет. Ой, Андрюш, меня покойника украли. Вот такая вот Петрушка, представляешь? Загадочная история. А у твоей клиентки с головой как? Да нормально вроде. Да? Да. А в последнее время не объявлялся маньяк, некрофил? Нет? Пока Бог миловал. Посмотри, пожалуйста, сводки за ночь и утром. Может быть, кто-нибудь находил неопознанный труп? Хорошо, сделаю. Это ещё не всё. Андрюш, проверь, пожалуйста, Осташкину Викторию и у Рюпина Дмитрия. Ну, там адреса, место работы, всё, что найдёшь. Спасибо. Тань, вот только для тебя? Андрюш, это же прелесть. Так, Лена. А вот. Держите. Ага. Извините, Степан Иванович, а что это за девушка? Это Иванова. Раньше работала с Мельниковым. К сожалению, не пришлось его сократить за реформу. Извините. Понятно. Да, дочка. Думаю, что приеду к часам к восьми. Ахарон с котлетами? Да, буду. Привет. 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 Что это ты такой красивый? Вот. Нашу координаты Осташкина и у Рюпина. Ну, тут ещё их фотографии. А, спасибо, Андрюш. А это зачем? Долго меня на пороге держать-то будешь. А, ну, заходи. Сейчас будем кофе пить. Замечательно. Замечательно. Слушай, как время-то летит. А между прочим, сегодня три года, как мы с тобой знакомы. Да ладно. Да. Ровно три года назад ты пришла в наш отдел. Да-да, войдите. Здравствуйте. Мне нужен капитан Мельников. Это я. Очень приятно. Меня зовут Таня Иванова, я буду работать у вас в отделе. Круто. Ну, в смысле, я очень рад. Приятно познакомиться. Андрей. Мне тоже очень приятно, Таня. Жалко. Да. На счастье. Три года — это хороший срок, чтобы узнать человека. И понять свои чувства к нему. Это ты про меня, что ли? И про тебя, и про себя. Таня, я... Я не умею красиво говорить, и... Но я все обдумал и решил. Короче. Выходи за меня замуж. Андрюша, спасибо, конечно, но... Я как-то пока не хочу замуж. Меня вполне устраивает моя жизнь, работа, и... Я не хочу что-то менять. Это будет совсем другая жизнь. Понимаешь? Да. Конечно, понимаю. Кто хочет мне хорошую жизнь на другую? Слушай, а тебе сахар, как всегда? Нет. Не, не надо сахара. И кофе мне тоже не надо. И вообще, я пойду поздно уже. Завтра у Волка утром совещание надо. Подготовиться. Здрасте. Вам что, мужчина? Дайте вам бутылку водки. Вот эту? Да. Что-то еще не желаете? Нет, спасибо. Хотя... Да? Дайте еще одну. Что за мужики пошли? Кроме водки ничего не волнует. Спасибо. Пожалуйста. Нет, ну что я такого сказала-то? Андрей обиделся. Да. Дружбе конец. Странные все-таки существа мужчины. Странные. Не забыли. Я не знаю. Нет. Не забыли. Я не забыли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, извините меня. Забыла телефон выключить, помешала вам. Ничего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А кто у вас здесь? Родители, а у вас? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А у меня любимый человек. Повезло вам. Можете прийти на могилу к любимому. А я вот своего потеряла, а прийти некуда. Его похоронили в другом городе? Нет, все сложнее. Мы теперь с дочкой совсем одни на всем белом свете. Мы с Семеном полюбили друг друга. Я забеременела, родила Лизу. А он? Обрадовался ребенку? Да, очень. Он хотел с женой развестись и жениться на мне. Но жена сказала, что он уйдет нищим. Потому что весь их бизнес совместный был на нее записан. Я не знаю, как она его обработала, но в итоге он остался с ней. А я с Лизой. Он заботился о ней, делал подарки, давал деньги. Я все равно его очень люблю. Любила. А как же вы узнали о его смерти? От подруги. Ее брат работает у них на ферме. Я же позвонила Валерии. Нет, я не собиралась идти на похороны. Я понимала, что это будет некрасиво по отношению к ней. Я хотела потом туда пойти одна. Но знаете, что она мне сказала? Она сказала, что я никогда не узнаю, где его могила. Это нормально, по-вашему? Нет, конечно. Вот и я так думаю. Оставите вот здесь минуту в аптеку. Вас подождать? Нет, спасибо. Мы уже почти приехали. Спасибо вам большое, что подвезли меня и что выслушали. Правда, мне прям легче стало. Вик, скажите, а Семен ничего не оставлял вашу пользу в завещании? Я не знаю. Я как-то даже не думала об этом. Ну, вы проверьте. Разрешите юриста, нотариуса. Как я понимаю, Семен был серьезный человек и должен был беспокоиться о таких вещах. К тому же он любил Лизу. Да, вы знаете, я обязательно узнаю. Спасибо. До свидания. До свидания. Чтобы решиться на похищение трупа, нужно было знать, что в доме никого нет, кроме вдовы. И что она не станет всю ночь сидеть около гроба. И утром, обнаружив отсутствие тела, не бросится звонить в полицию. Это кто-то из своих, точно. У Краснощёковой были подруги? Нет, как я поняла. После смерти сына она замкнулась в себе и только с мужем общалась. Значит, любовник отпадает. Света, о чем ты думаешь, а? А что? Все мы люди, все мы человеки. Да. Идея. Ты говоришь, у нее была домработница. Оля. Тихая, скромная. Мать-одиночка. А в тихом омуте? Сама знаешь. Кто лучше, чем домработница в курсе всех домашних дел? Здравствуйте. Здравствуйте, Оля. Валерия Юрьевна ждет вас. Валерия Юрьевна. Здравствуйте, Валерия Юрьевна. Здравствуйте, Татьяна. Присаживайтесь. Я вас слушаю. Я поговорила со Сташкиной. Представляю, что она обо мне наговорила. Ничего. Мы как бы случайно с ней встретились и разговорились. Она тут ни при чем. Сто процентно. Оля, убери здесь все и принеси нам чай. Значит, у Рюпин, подлец. Оля, что с тобой происходит? Ты такая неловкая стала? Отдыхать надо больше. Оля, вы домой? Да. Садитесь, я вас подвезу. Нет, спасибо. Спасибо. Ну, что вы так испугались? Садитесь. Я вас не съем. Это Витя Вадарю ключевую репину. Если мы не найдем труп и не поймем, в чем дело, то Краснощеку обратится в полицию. А для вас это означает соучастие в преступлении и тюрьма. Вы это понимаете? Не надо бояться. Просто расскажите мне все. Урюпин угрожал вам? Шантажировал? Почему вы согласились? Когда Семен Михайлович умер, я была в доме до девяти. Потом меня Валерия Юрьевна отпустила. Привет. Узнаешь меня? Да. Вы с Семеном Михайловичем работали. Молодец. Память хорошая. Дрянь был человек, да? Но все равно, тварь божья, жалко. Похорена, когда? Я не знаю. Тут такое дело. Дай-ка мне ключи от дома. Мне нужно кое-что забрать. Я тебе хорошо заплачу. Нет, я не могу. Вы что? Опять молодец. Честная. Ты уверена, что ты не можешь? Давай-ка я тебе помогу. Алло. Алло. Сынок? Ты где? У дяди Димы в гостях. Он мне набор чайма купил, который ты мне обещала. Я почти собрал уже. А ты когда придешь? Скоро, сынок. А у тебя ничего не болит? Нет. Я играю. Дядя Дима сказал, что скоро придет. Я пока один. Витек. Да. Это дядь Дима. Ну ты как там? Разобрал, что к чему? Это просто. Не скучаешь? Нет. Ну, отлично. Мы скоро с мамой придем. А мороженое? Мороженое купить? Да. Ну давай, жди, Витек. Ну вот. А ты говоришь, не можешь. Давай ключи. Он мне на другой день ключи принес до работы. Дублика сделал, я так поняла. Но это еще не все. Он дал мне несколько таблеток снотворного. Чтобы я дала их краснощековой. С ее таблетками поменяла. Они посадят в тюрьму? Нет, не волнуйся. А вот и Репин себя на приличный срок уже заработал. Андрей, доброе утро. Как дела? Ты на меня не обижаешься? Да так вообще. Слушай, Андрей, я знаю, кто украл труп, и мне очень нужна помощь полиции. Вот заявление от Степанюка Ольги Михайловны, которое утверждает, что вы фактически похитили ее ребенка, чтобы шантажировать ее. Чушь, не знаю никакой Ольги Михайловны ее ребенка. Это клевета. А они вас знают. И продавец в детском мире тоже опознал вас. Так что этого всего хватит, чтобы посадить вас. Лет на пять. Пять лет? Да вы что? За что? Я ничего такого не делал. Так вот, расскажите нам, чего вы не делали. Зачем вам понадобились ключи от дома Краснощековых? Я хотел забрать бумаги. Семен с Валерией кинули меня, когда мы делили бизнес. У них кое-что было на меня. Так, грехи молодости. И в итоге они вышвырнули меня, как котенка. Отдали в Шиво ресторан. С которым вы быстро прогорели. И, между прочим, остались на мели. Так, ну и потому что я не ресторатор. Я когда узнал, что умер Краснощеков, я хотел забрать компромат, чтобы потом подать в суд на мошеннический раздел бизнеса. И мне посоветовал мой юрист. Сказал, что дело перспективное. Зачем вам понадобилось красть труп Краснощекова? Да вы что? Он мне живой-то не был нужен уж, не говоря о мертвом. Так я вообще в доме не был. Как не были? Ольга сказала совершенно другое. Ну да, это правда. Я собирался пойти. Но потом на улице встретил приятеля. У того юбилей. В итоге прогудели всю ночь в клубе. Вчера отходняк был. Ну, собирался и сегодня пойти. Ну, куда торопиться-то? Прогудели всю ночь в клубе? Соня, только дела делайте. Ой, Рюбин. Ну ладно. Серьезный бизнесмен. А что случилось-то? Диктуйте данные вашего приятеля, с которым гудели. Да-да. Мария Павловна, можно? Лучше у Рипина в СИЗО подержать. А то Степаненко боится, что он мне и мстить начнет. У нее все-таки ребенок, а нам мать-одиночка. Тогда, конечно, пусть посидит. Дело-то вроде ясное. Я его быстро в суд передам. А я смотрю, Мария Павловна, вы хорошо устроились тут. Одна в своем кабинете. Сразу видно. Ценный работник. Да ладно вам. Кстати. Да. У меня к вам предложение. Ну, раз уж мы вместе будем работать, тогда, может быть, по имени и на ты. Так, я думаю, будет удобней. Ну, как скажете. Ну, скажешь? Вижу, что договорились. Вот еще. Я тут фуршет устраиваю по поводу своего дня рождения. В кафе «Лада». Я приглашаю тебя, Андрей. Спасибо, Маша. Обязательно приду. Договорились. Здравствуйте, Оля. Добрый вечер. Все в порядке? Урюпин арестован и уже во всем сознался. Больше он вас не побеспокоит. Спасибо вам, Татьяна Александровна. Всего хорошего. До свидания. Я проверила у Рюпина моего железное алиби. Я ничего не понимаю. Тогда кто? Не знаю. Подумайте, кто из вашего окружения мог пойти на такое? Голова болит. Ужасный день. Одни неприятности. Что-то случилось? Приходила эта, Осташкина, с юристом. Спрашивала про завещание Семена. Я их отправила к нотариусу. Не хочу видеть ее счастливой физиономии. Да пусть она подавится этими деньгами. Простите, Валерия Юрьевна, что я вмешиваюсь в ваши личные дела, но вы считаете, несправедливым то, что Вика получит деньги? Да с какой стати? А я вижу, у вас другое мнение. Честно говоря, да. ведь Лиза родная дочь Семена. Это не мои проблемы. Честно, нечестно. У него дочь. А у меня сын был. Я потеряла сына. Я никогда не смогу иметь детей. Это по-вашему честно? Это очень больно. Девочка ни в чем не виновата. Я понимаю, вы многое пережили. Шесть лет назад погиб мой отец при задержании. Он служил в милиции. Прикрыл с собой заложника. А вскоре умерла мама. Не смогла жить без него. Я осталась совершенно одна. Мне никогда не приходило в голову, что весь мир мне должен. присядьте. А давайте с вами выпьем кофе. А знаете, я замечательно варю кофе. Даже лучше, чем Оля. правда. Правда, давно не варила. Для себя как-то лень. А Семену врачи не разрешали. Спасибо, осталось. только я вам обязательно помогу. Да, Андрей, что-то ты рано сегодня. Привет. Новости для тебя появились. В озере, недалеко от дома Краснощековой, обнаружили утопленника. Мужчина примерно шестьдесят лет, по описанию, похож на твоего шмурика. Спасибо. А где он? Так у нас. Ну, в смысле, в морге. Отлично. Спасибо, Андрюша. Уже еду. Ну что, все же элементарно. Ватсон. Ваш? Наш. Угу. Ну, тогда родственников на опознание надо вызвать. Есть они? Жена, ну, да, вы точнее. А, тут такое дело, странная вещь. Короче, его еще раз кто-то разрезал. Ну, сами посмотрите. Ах, ты бы видел, ты бы сам. Буру. Вся грудь и живот раскурочены. Ужас. Парень из морга сказал, что разрез сделан поверх старого разреза, сделанного при вскрытии. Что это значит, он не знает. Да, странно. Я же говорила, это маньяк. Говорила она. Ну, вот накаркала. Ладно, хочет того, краснощековая или нет, но дело придется открывать. Две статьи на поверхности. Кража надругательство. Я пойду к Кондратьевой. А я поеду в больницу. У тебя вскрывали, краснощеково. Может, там что-нибудь объяснят. Саш, привет. Я перезвоню. Сань. Саша. Шистиков. Да остановись ты. Разговор есть. На пару минут. Иванова. Я с тобой в прошлый раз поговорил. А с меня потом премию сняли. За очернение родной больницы. Да и не про больницу. Мне про труп надо узнать. Ты краснощеково скрывал. Я подпись видела. Ну. Ладно. Жди меня у выхода из больницы ровно в семь часов вечера. Только в машине сиди. Ясно? Так. И что вам здесь нужно, девушка? А ничего. А кто тебя опустил? А я уже ухожу. Ну так идите. Угу. Учти, под диктофон говорить ничего не буду. Да нет у меня никакого диктофона. Успокойся. Ну клянусь, нет. Спрашивай. Труп краснощеково двадцатого числа ты вскрывал? Краснощеков. Инфарктник, что ли? Ну да, я миокард у него износился и на втором инфаркте ископытился. А что? Никто вас не интересовался им? Где? В морге. Нет. Кто им мог интересоваться? Кому покойник нужен, кроме родней? Значит, никакой суеты вокруг тела Семена Краснощекова ты не заметил. А ты, собственно говоря, почему интересуешься? Я теперь, Саша, частным детективом работаю. А-а-а. Ну да. Дава Краснощекова наняла меня там по одному вопросу. А по какому, если секрету? Ну, там, по одному наследственному делу. А? Ну ладно, ясно. Звоните, и что? Ну ладно, спасибо тебе, Сань. Пока. От всей души поздравляю, коллега. Спасибо. Спасибо, что пришли. С днем рождения. Спасибо. Возьмите, пожалуйста, цветы. А с вас штрафной тост. Прошу. Ну, раз тост, тогда всем, пожалуйста, налить. Ну и все здесь собрались за этим столом ради этой женщины, чтобы поздравить ее, вручить подарки, подарить цветы. Но я хочу сказать, что она сама прекрасней всех цветов на свете. Да. И самый большой подарок для нас всех. За вас, Машенька. Спасибо. Ура! Ура! Спасибо, Маша! Спасибо, что пришли! Андрей. Андрей. Пожалуйста. Я тебя хотела давно познакомить. Степана Ивановича делаю. Да. Это Евгения, оперная певица. Моя подруга. Очень приятно. Я ей очень много хорошего про вас рассказывала. Вась, привет. Вась, ты не знаешь, где Андрей? А то я ему звоню, звоню, а он трубку не берет. А он мне очень нужен. На каком дне рождения? А, а ты почему не пошел? Да, это уважительная причина. Кафе «Лада», именинницу зовут Кондратьева Мария. Спасибо, Вась, пока. Андрей, я приглашаю тебя на медленный танец. Нет, конечно, не именинница. Конечно, нет. Ты хорошо ведешь. Да? Занимался танцами? Нет. А ты? Ну, было. Шильдиков ничего нового не рассказал. Пожаловался на маленькую зарплату, тяжелую жизнь, а сам разъезжает на крутом джипе. А морг всегда был хлебным местом. Ну да, и криминальным. Василий, пробей патологоанатома. Что за птица? Хорошо. Шеф, я пойду? Да, уйдя, беги. Что еще? Бери. Куда это он так рванул? Со своей девушкой должен встретиться. Угу. Хорошая девушка. Я знаешь? Так это не просто девушка, это невеста его. Алена зовут. Угу. Таня, ты яблочки-то пробуй. Свои. Мама прислала. Спасибо. Ага. Ммм, красотища. Вкуснятина. Да? Как мама? Да нормально. Все никак не могу ее уговорить приехать. Между прочим, нас с тобой к себе в гости звала. Поедем? Давай, конечно. Только времени нет. О, пора краснощоковать. Зачем? Надо кое-что обсудить. Ну, я потом вернусь. Или позвоню. Между прочим, вы с Кондратьевым вчера потрясающе танцевали. Ты откуда знаешь? Сон приснился. Ну, вот, наш договор выполнен. Вы просили меня найти тело вашего мужа. Тело найдено. Да. И теперь с ним ничего не случится. Я решила кремировать Семена. Но мне очень хотелось бы знать, кто украл его тело. А главное, зачем? Ну, теперь этим займется полиция. Я очень хорошо знаю капитана Мельникова и его ребят. Они настоящие профессионалы и, без сомнения, ответят на все ваши вопросы. Значит, вы меня бросаете. Мне жаль. Мне тоже было очень приятно с вами познакомиться. Скажите, а возможно сделать так, что вы продолжите расследование? Ну, полиция ведет свое, а вы свое. Это же возможно? Ну, зачем вам это нужно? Тратить лишние деньги? Понимаете, я очень не люблю посторонних людей. Особенно из полиции. А к вам я привыкла, вам я доверяю. С вами мне спокойно. Ну, не знаю. Но вы же не откажете одинокой, больной женщине. Ну, хорошо, я продолжу расследование. А вы знаете, Ольга мне все рассказала. Сама, представляете? Значит, вы ее уволили. Тут я смотрю, ее нигде нет. Нет. Я ее простила. И даже прибавила зарплату. Мы с ней поговорили по душам. Чудесный человек. Я бы то же самое сделала ради своего сына. Она скоро вернется из магазина. И мы будем пить чай с тортом. Вы согласны? Обеими руками за. Шильдиков Александр Анатольевич. 1971 года рождения. В 97-м окончил Воронежскую медицинскую академию. Служил по контракту в военном госпитале. В городе Куляб. Это Таджикистан. В настоящее время живет в городе Тарасове. Живет с родителями. Не женат. Детей нет. Все. Вернулась, как и обещала. А, это, кстати, что по шильдикам? Угу. Интересного мало. Шеф, я к экспертам. Давай. Таня, если ты сегодня вечером свободна, приглашаю тебя в ресторан. Сочевает вдруг. Да ничего. Могу ведь я коллегу пригласить в ресторан? Ну, можешь. Ну, тогда мне нужно заскочить домой и привести себя в ресторанный вид. Хорошо. Во сколько за тобой заехать? Не надо за мной. Иду, иду, иду. Ой, Данюш. Купила, как просили. Ой, спасибо. Спасибо тебе, дорогая. Ну, хороша. Куда собралась ты, красавица? В ресторан. Буду поздно. Да, если получится, навестите, пожалуйста, Ватсона. А то ему скучно одному. Ну, конечно. А с кем в ресторан-то собралась? С Андреем. Ну, понятно. Но вообще, если мужчина в ресторан приглашает, это неспроста. Ой. Ну, ладно. Счастливо тебе. Спасибо. Счастливо. Не за что. Пока. Привет. Привет. Тань. Привет. Ты такая... Что, не хуже, чем Кондратьева? Лучше всех. Прошу. Что с тобой? У тебя аппетита нет? Да не выходит из головы за краснощеков. Кому понадобилось воровать труп страусядника и потом еще потрошить его? Ну, не знаю. Может, какое-нибудь общество. Защита страусов постаралась. Ну, чтоб бедных птичек на котлеты не резать. Смешно. Еще варианты имеются? Вася отрабатывает версию с маньяком. Есть кандидат, но не наш, из области. Ты знаешь, мне кажется, здесь все намного проще. Андрей, а что ты про Шельдикова думаешь? Да вроде чисто спокойно себе работает в морге. Послушайте, ну что вы за люди с души воротят от ваших разговоров? Паталгонатом, труп, морг. Вы вообще понимаете, где вы находитесь? Это же ресторан, они даже не знаю что. Леня, пошли отсюда. Да. Разговоры у нас действительно не для слабонервных. Ну, да. Пойдем. Девушка! Можно счет? Спасибо. Таня, я давно хотел тебе сказать, что… Таня, я давно хотел тебе сказать, что… Ну, в общем, я, я буду ждать столько, сколько нужно и… Андрюш, ну ты что? Ой, ты не одна, а у меня телевизор сломался, решила у тебя посмотреть. Да заснула ненароком. Здравствуй, Андрюш. Ну что, как посидели? Спасибо, хорошо. Четкий у вас сон, однако. Ой, да это потому, что не дома. Дома ты с плюпушками не разбудишь. А, тетя Шура, может быть мы чайку попьемся вместе? Ой, да нет, поздно уже. Пойду я. Вы уж тут сами чаевничайте. Ваше дело молодое. А мне режим соблюдать надо. Андрюш, а может правда? Давайте чаю попьем, а? Да нет, поздно уже. Ладно, я пойду. Угу. Спасибо за вечер. Ты уж прости меня за вчерашнее. Не сообразила с просонью, что ты не одна. Андрюша-то сейчас вам предложение не сделала? Ой, тетя Шур, мне не до предложения сейчас. У меня такое запутанное дело, что, ну, проходите. Танюшенька, вот что я тебе скажу, да бросай ты все эти дела. Все этих воров, убийц, все равно не переловишь, а? Время ее пустить можешь, и трожать уже пора. Андрей парень стоящий. Не пьет, не колет, работящий. Совсем как мой Никита. Хорошо, я подумаю. Подумай, подумай. Подумай. О, как раз Андрей. Алло. Привет. Есть новости по твоему страусяднику. Давай, приезжай. Привет. 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 Ну, что стоишься? Садись. Позавтракать успела? Так. Кофе с бутербродом, а что? Ну, так, на всякий случай. Чтоб тебе плохо не стало от наших рассказов. Ой, ну ладно, ребят, не томите. Что узнали? Помнишь, я говорил тебе про маньяка, которым Васей занимался? Ну. Ну, давай, Василий, давай. Рассказывай. Зовут его Юра. Фамилия Зверушкин. Смотри. Оказывается, прекрасно был знаком с Краснощековым. У него своя мясная палатка на рынке была. Мясо он покупал у Краснощекова. Потом они поругались и больше не работали. Ну, это же не повод воровать труп и резать его. Секундочку. Зверушкин полгода назад обратился к санитарам, чтобы те продали ему неопознанные трупы. В хорошем состоянии. Хорошо, что ребята оказались нормально, и сразу позвонили нам. В общем, устроили необыск, оказалось, мужик таксидермист. Только животные ему надоели, и он решил человеческое чучело сделать. Ну, так сказать, интересы ради там. А семья у этого психа есть? Нет, живет один. В общем, поставили на учет и заставили психа деспонзоризацию пройти. Подожди, а почему ты решил, что это именован? В древние времена считалось очень крутым из тела убитого врага сделать чучело. Ты, получается, забирал его силу. Ну, а что? Может, Зверушкин именно из таких? Украл тело Краснощекова, начал его резать. Кто-то ему помешал, он взял и выбросил тело в озеро. Вот, наш судьбит-эксперт сказал, что тело резал профи. Мы с вами так не можем. Ну, так чего мы ждем? Зверушкин! Открывайте полицию! Ломаем! Ну, что, Зверушкин, теперь тебе пал по полной? А мне адвокат положит! Тебе мягкое место в психиатрии положим! Адвокат! Нужен мне ваш Краснощеков. Да я давно забыл о нем. Это неприятный человек. Жулик. Вместо страусиного мяса мне подкладывал курицу. Думал, я не догадаюсь. Тогда почему вы решили сбежать от нас? Да еще и с балкона выпрыгнули. А? Ну, я думал, вы по поводу Хонды. Какой еще Хонды? Ну, кошка соседская. По кличке Хонда. Что-то я ничего не понимаю. Вы знаете, она мне очень нравилась, что я не мог устоять. Шерстка такая у нее гладенькая. Глазки зелененькие-зелененькие. Ну, прелесть, а не кошечка. Понимаете? Если я вас правильно поняла, Зверушкин, вы украли соседскую кошку, чтобы сделать из нее чучело? Ну, так и есть. Скажите, а что мне за это будет, товарищ милиционер? А вы поэтому пытались сбежать от нас? Ну, именно. Вы, может сказать, меня поймали? С поличным. Во время работы. Знаете, я бы ее сделал лучше, чем она была при жизни. Она была украшением моей коллекции. Да мне плевать на твою коллекцию, ты! Извращенец черта! Где ты был двадцатого? С одиннадцати вечера до девяти утра. Дома я работал. Кто это может подтвердить? Никто. Вы знаете, это какая-то ошибка. Люди, это не мой профиль. А кто обращался в морг полгода назад за трупами? А? Не ты ли? Вот постановление. Посидишь у нас в изоляторе, в хорошей компании. Там как раз сейчас два кошатника сидят такие, два матерых рецидивиста. Василий, оформляй. Есть. Ой, как хорошо, что пошли по набережной. Воздух. Да, после этого урода сам Бог велел. Побыстрее бы забыть его рожу. Да уж. Думаешь, это зверушки? Знаешь, я думаю, что несколько суток в изоляторе временного содержания он по-любому заслуживал. Это точно. Бывать бедных животных ради этих поганых чуча, вот. А? Ты как-никак умеешь кататься? Ну, умею. А что? А можешь научить? Не поздно начинать? Слушай, ну лучше поздно, чем никогда. Давай так. В воскресенье делаем первое занятие. Договорились. Если не боишься. Не боюсь. Андрей, скажи, ты же Морган занимался? Так точно. Значит так. Недавно у них был обыск. Коллеги из наркоконтроля работали. Я всех деталей не знаю. Ты Агапову Коле позвони. Скажи, что от меня. Он тебе все расскажет. Записывай телефон. Угу. Триста восемьдесят восемь. Слушаю. Здрасьте, капитан Мельников. Отойдите. Павел Васильев. Мельников Андрей. Паша видит это дело. Он вам больше чего расскажет. Спасибо за помощь. О чем речь? Волкову привет. Я пойду. Не буду мешать. Присаживайтесь. Агапов сказал, что вас интересует Дольчевита. Дольчевита? Сладкая жизнь по-итальянски. Или героин на местном жаргоне. Обыск в морге был связан именно с этой дрянью. А когда был обыск? Случайно не двадцатый? Да, именно так. В понедельник. Извините, я сделаю звонок. Алло. Василий. Срочно узнаю в ритуале во сколько забрали Краснощукова. И сообщи мне. Давай. Скажите, а с чем был связан обыск в морге? Дело о наркотрафике Средней Азии. Поступила оперативная информация, что таможенники сняли с поезда мертвого старика. Пока старик был жив, он служил контейнером для Дольчевита. Стали часто в себе провозить. Так сложнее обнаружить. Вижу-то старики, женщины и даже детям сволочи пихают. Во время обыска труп был еще в морге. Извините, что перебил. Ничего. Так вот, труп старика отправили в морг на скрытие. Ну, следом нагрянули мы. А почему вы? Они были таможенники. Они труп сопровождали. Сопровождали? Извините, я на минуту отойду. По нашим данным в таможне есть люди, которые связаны с наркодилерами. Об этом знает всего несколько человек. Агапов не поручился за тебя. Можете быть уверены, я могила. Мне так и сказали. Так вот, в морге нас ждал неприятный сюрприз. Товарищ старший лейтенант, ничего нет, все чисто. Понятно. Свободен. Есть. Ну вот, что и следовало доказать. Зря вы так, коллеги. Зря. Ладно, мужики, не обижайтесь. Это наша работа. На обиженных воду возят. А мы одно дело делаем. От чего умер старик? От пищевого отравления. Съем мы что-нибудь. Асиат. Да и ЖКТ у него не к черту. Ну и что будем делать с трупом, господа начальники? Решайте сами. Нас пустые трупы не интересуют. Получается, все концы ведут в морг. Вот такой вот каламбур. К Шильдикову и его начальнику Грандину. Ну, пробей мне этого Грандина, кто он, что он. А я займусь Шильдиковым. Товарищ капитан, эти граждане говорят, что у них есть что-то срочное для вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, я слушаю вас. Нам сказали, что вы занимаетесь этим… Зверушкиным. Вот мы его соседи. Это правда? Что из нашей хондочки он чучело сделал? К сожалению, да. Так. И когда он отсюда выйдет? Я понимаю ваши чувства, но не надо этого делать. Не надо? Да я за свою хонду, я из него сам чучело сделаю! Да какой! Не, ну нормально, да? Что потом он отвечает за эту мразь? Вы что? Есть другой вариант. 245-я статья. Жестокое обращение с животными. До двух лет лишения свободы. Да? А если он выкрутится? Не-не-не. Я его посажу, обещаю. Слово офицера. Большое спасибо. Хондочка нам как член семьи была. Идем, дорогой. Я вам верю. Уж извините, что столько времени пришлось у вас украсть. Э, вы куда? Место арендовать хотите? Пока нет. Хотела у вас кое-что узнать про одну машину. Не понял. Да, обычная история там. Муж, жена, любовница. Надо кое-что проверить. Ну, так что именно это интересует? Меня интересует джип номер 032, владелец Шильдиков Александр. И стояла ли эта машина у вас в ночь с понедельника на вторник? Ага. А, знаю я этого мужика. Он каждое утро в полдевятого тачку свою забирает, а где-то часов в семь вечера ставит. И так было всю неделю. Ага. Ага. Ночь с понедельника на вторник. Отъезжал куда-то. В 23.45 уехал, а прибыл в 5.15 утра. Ага. Найте сами смотрите. Спасибо. Только Шильдикову про мой визит говорить не нужно. Обижаете? Чего же я? Не понимаю, что ли? А извините, пожалуйста, девушка, вы бы телефончик или визиточку мне оставили бы, а? Зачем? Да у меня жена как-то в последнее время странно себя ведет. Хотел проверить просто. Я дурак или мнительный просто. Тогда, конечно. Вот моя визитка. Всегда к вашим услугам. Спасибо. Статья 217, часть 3. Вот. Вот прочтите. Как успехи? В ночь, когда украли Краснощёкова, машины Шильдикова на стоянке не было. Приехал только в 5.15 утра. Хорошо. Но этим не прижмешь. Скажешь, всю ночь катался по городу. А у тебя что? Андрей, тебя Волков вызывает. Срочно. Да-да. Разрешите? Да, заходи. Мне тут коллеги рассказали, что вы с этим украденным трупом на целый наркокартель вышли. На какой стадии дела? Ну, у нас есть подозреваемые. Наверняка не связаны с наркоделлерами. Тогда в чем дело? Почему не уберете? Доказательств недостаточно. С Кондратьевой будут проблемы. С Кондратьевой? Я договорюсь. Мужики, на вас сейчас все надежда. По нашим каналам глухо. После обыска в морге все наши клиенты притихли, так что не подкопаешься. Значит так, Андрей, я на все методы даю тебе добро. Ты понял? Если что, я все улажу. Я вас понял, товарищ подполковник. Разрешите выполнять? Да. Ну что? Результат требует. Говорят, от нас все зависит. Но разрешил крайние меры. Ого! Пока тебя не было, вот что подумала. Надо обыскать машину Шильдикова. Если труп возили в ней, то в салоне могло что-то остаться. Может быть. Вась, возьми ордер у Кондратьевой и займи с тачкой. Нет, если это делать в открытую, следов не будет. Они потом в такой морской грунт зароются, что вообще не выловишь. Чего предлагаешь? А я сама обыщу машину Шильдикова. И без всякого ордера. Вполне в духе указаний Волкова. Вась, что скажешь? Таня права. Если она что-то найдет, мы с чистой совестью берем ордер и получаем все улики. Никто ничего не узнает. Хорошо. Но только с одним условием. Я тебя очень прошу, Светка. Безопасность мы гарантируем. Я всю голову сломала, как мне попасть в эту проклятую машину. Смотрю на тебя и ясная картина. Да? Тяжелый случай. Нет, скажи, я реально произвожу такое впечатление? Да нет, ну что ты. Макияж и актерские способности, они творят чудеса. Соглашайся. Вот что не сделаешь ради любимой подруги? Мне кажется, это очень очень классный. А когда ты собираешься숨 disease обеспечить их, отмечаешься. Я не ловлю соседей. А когда ты еще и не делаешь, с ней тоже. Я выбираюсь обращать внимание. Я плачу голову. Я не буду вылечить нашу дуку. Я хочу выбирать работы. Я не могу тебе приятного. В чём дело, девушка? Это моя машина. Как хорошо, что вы пришли. Знаете, просто я не знала, что делать. Просто ужас какой-то. Что случилось-то? Я недавно за рулём, и вот хотела припарковаться, но не получается. И туда не могу, и туда его. В общем, боюсь задеть. Можно? Конечно. Сейчас. Огромное вам спасибо! Просто честное слово, я не знаю, что бы я без вас делала. Да нет, за что. Ну, раз я вас спас, может быть, мы отметим это чудесное спасение легким ужином? Даже не знаю. Ну, я не против. Не против? А вот ещё один такой же смешной анекдот. Прямо из жизни. Звонок в магазин спорттовары из Морган. Скажите, пожалуйста, а вы сегодня сколько продали мотоциклов? Десять, а что? Дело в том, что у меня рабочий день заканчивается через пять минут, а двое ещё где-то ездят. Ой! Простите меня, пожалуйста, ехал. Да ничего, говорят, что вино сухое. Брут. Ну, уже сухое. Мы разберёмся, молодой человек. Спасибо, мы справимся. Идите, да. Сухое. Ничего, ничего, не переживай. Простите меня. Спасибо. Я ехал. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, это заняло немного больше времени, чем я ожидал, но ничего страшного. А что, может быть, рассчитаемся и поедем ко мне, а? Я надеюсь, ты не откажешь бедному холстику помочь, постираться. Слушай, Пан, а ну-ка, отстал от девушки. И что от вас нужно этому пассажиру? Так, мужчины, не мешайте нам культурно отдыхать, да? Значит, так, слушай меня. Собираешься быстро и вальчатся. Понял? Детичь, сон. Ну, спокойно, отдыхай. Иначе. Видишь? Подумаешь, да? Да пошли вы. Что же вы наделали? А что я сделал? Я, по-моему, просто избавился от неприятностей. За счет, не волнуйтесь, я все заплачу. Тоже, Мит, Джек Филлер. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ладно, ладно. Сейчас буду. Здорово. Короче, у меня держать опасно. Я, кажется, под клопаком. А у меня не опасно, а? А если они ко мне опять с обыском придут? Грыни так велел. Сказала вас надежнее, если что, под рукой. Да ладно, не тревь ты. Доктор Харллс. Не надо меня так называть, ладно? На, держи. А ну, стоять! Не двигаться! Руки на капот! Руки на капот, я сказал! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Дальше вита по-русски. Когда вы начали заниматься наркотиками? На это дело, ну, с наркотой. Меня Грындин зарабовал давно, еще в Таджикистане. Мне тогда деньги очень нужны были, он помог. Потом я уволился, уехал в Тарасов. Стал работать в морге. Жениться собирался. А через год меня нашел Грындин. Ну и что, однополчанин? Решил вот к вам перебраться. Городишко мне ваш понравился. Как думаешь, стоит? Почему нет? С жильем, с работой определился? Как раз хотел пару дней у тебя переконтоваться, пустишь? О чем разговор? Ну, а потом сниму что-нибудь. Деньги, слава богу, есть. А там, если все по маслу пойдет, и квартирку через годик прикуплю. Потому что мне сглазить. Он пришел ко мне и заговорил про квартиру и масло. Я сразу понял, чем он хочет заниматься и почему пришел ко мне. Грындина подозревали в хищениях наркосодержащих лекарств. Но доказательств не было. И Грындина ушли по собственному. Пытался торговать наркотой в своем городе, нарвался на конкурентов. По информации еле ноги унес. Кто-то вспомнил про армейского друга. Извините. Извините. Так, стоп! Стоп! Что это такое?! Люди, давай посмотрите! Собирай! Это я корову! Да я тебе сейчас такую корову! Вот так тебе и надо! Саша! Саша, почему ты даже не попытался отказаться? Почему не попытался? Я ему сразу сказал, что не хочу и не буду этим заниматься. Он сказал, что или я работаю с ним, или он меня сдает в полицию. За старое. Через полгода мой начальник ушел на пенсию. И Грындин стал заведующим нашим моргом. С моей помощью. Дважды моим шефом. Когда вы начали торговать наркотиками? Месяца через три после того, как он приехал. Угу. Он пришел ко мне и сказал, что все готово. Но нужен свой человек в таможне. Тут я вспомнил про Гену Таниеву. Мы учились вместе. Я их познакомил. Они очень быстро нашли общий язык. И все закрутилось. Моя обязанность была встречать мулов. То есть наркокурьеров. Мы встречались на съемной квартире. Я передавал товар Шильдикову. Он отвозил его в морг. Там у них было что-то наподобие склада. В морге он расфасовывал товар. И развозил покрутным наркодилерам. Грындин был главным. Все контролировал. А что случилось двадцатого числа? Почему труп наркокурьера оказался у вас? Утром позвонил Таниев весь на взводе. И сказал, что мул умер в пути. Его собираются вскрывать. Мы теряли груз. Но главное, что подставляли под удары и себя, и своих друзей из Азии. Он договорился, что вскрывать будут в нашем морге. Ну, типа он ближе. И сам вызвался сопровождать меня. Обыск. Наркоконтроль. У вас есть три минуты. Я их задержу. Сделайте что-нибудь! Там у тебя кто? Инфарктник один. Полиция! Все остаются в своих местах. Федеральная служба по борьбе с наркотиками. Вот ордер на обыск. Вот почему они тогда ничего не нашли. Пока они были в кабинете у Танеева, приехали ребята из ритуала и забрали тело. Поэтому мы не успели достать героиню. Зачем вы забирали тело, если можно было достать наркотики прямо в доме? А если бы Краснощёкова проснулась? А откуда вы узнали, что Краснощёкова живёт одна? Позвонили в ритуал. У Грындина везде свои люди. Там нам сказали и адрес, и что из близких осталась только вдова. А ключи? Нам повезло. Дверь была не заперта. Ночью, часа в три, мы были в доме у Краснощёковой. А зачем вы выбросили труп в озеро? Торопились. Мы хотели сделать всё по-быстрому и вернуть тело. Инструменты были при мне. Отъехали в лесок неподалёку. Но, как назло, машина застряла в снегу. Пока откапывали время. Ну и выбросили труп в прорубь. Хорошо озеро неподалёку. Можно? Да-да, войдите. Это тебе. От нас всех. За неоценимое, так сказать, участие в раскрытии банды наркоторговцев. Спасибо, Андреш. Вот видишь, сколько от меня пользы. А ты в меня не веришь. Почему это? Не я, это Волков. И, кстати, он, хотя сквозь зубы, но благодарность тебе передал. Я могу сказать, что от меня получилось. Я не верю. Я не верю. Я знаю, что я вам еще не верю. Это я не верю. Как я не верю. Бару. Как я верю. Я не верю. Я верю. Таня, Таня. Добрый день, Валерия Юрьевна, это Таня. О! Оля, здравствуй. Здравствуйте. Ну, как дела? Да все хорошо. Хозяйка не обижает? Да что вы! Мы с ней чуть не подружки стали. Представляете, она мне даже зарплату повысила. Даже неудобно деньги брать. Такой замечательный человек. Я очень рада, что все так хорошо сложилось. Ну, удачи, Оль. Спасибо вам. До свидания. Вам очень идет этот костюм, Валерия. Спасибо. Ну, вот, минуло уже девять дней после смерти Семена. Вот забрала. Главное ведь не как, а чтобы память была, да? Да, вы совершенно правы. Главное, чтобы они вот здесь были. Ну что, дело закрыто? Да, да. Выяснилось, что при вскрытии тела патологоанатом Шильдиков спрятал туда наркотики. Поэтому его и украли, чтобы забрать их. Уму непостижимо. Благодаря вашему мужу мы вышли на целую банду наркоторговцев. Ой, простите. Да. Добрый день. Вы уже готовы? Ну, дорогу помните? Вот и хорошо. Я вас жду. Пока. Вы знаете, кто сегодня приедет? Вика Асташкина с Лизой. Чудная девочка. Представляете, она так похожа на Семёна. После нашего разговора, Таня, я долго думала. Вы правы. Нельзя мериться бедами и смотреть на всю с колокольни своего горя. А Асташкина нормальная женщина. Так получилось, что мы обе полюбили Семёна. А Лизу он оставил нам. Обеим. Ну, вы просто потрясающая женщина, Валерия Юрьевна. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Тихо, ты мельник. В общем, мы с Виталием решили пожениться. И считайте, что это наша помолвка. Да, вот так сюрприз. Да, респект, ребята. Ну, давайте за молодых. Ура! Ура! А что это у нас мужчины не пьют? Я вообще за рулем, а я вообще как-то не употребляю. Повезло тебе, Свет. Да, Виталик, у нас хоть человек и новый, но практически без вредных привычек. Впрочем, как и все у нас в группе, поэтому, девочки, если что, обращайтесь. Только имейте в виду, что гитарист уже занят. Между прочим, самый крутой гитарист, которого я когда-либо слышала. Нет, я не перестану, это правда. А что это, Виталик, свой талант в ресторане зарывает? Свет, ну ты разберись. Я разберусь. Давайте танцевать, а? Пойдемте. Ребята. Пойдемте. Что, перебрал я с этим арендатором? Подожди, за руль не сяду, ты поведешь. Без проблем, Леонид Стравич. А где машина-то? Да вот же она, Леонид Стравич. Домой поедем, а? Домой, конечно, куда еще? Погуляли и... Ты догадываешься, кто будет свидетельницей на свадьбе? Ну, а как же? Надену голубое платье, а туфли новые. Правильно. А то твои джинсы и тема. Когда свадьба? Через три месяца. Что так долго? По гороскопу мне в ближайшие три месяца замуж нельзя. Ой, Светка, вы сейчас с вами суевериями? Это не суеверия, это наука, проверенная тысячелетним опытом. Это не какие-то бабушкины там предсказания, вилни по воде. Не ссоримся. Да. Но это уже точно не наука. Знаешь, я не верю в эти приметы, но меня так замучили совпадения. Хорошо, что машина далеко стояла. Да. Чуть был поближе и все. Чего вы радуетесь? Меня убить хотели. Меня. Ну, ладно. Видел что-нибудь? Я не знаю, странное, может, что. Да нет, я пока девяткой занимался. Там какая-то сволочь булыжник в окно зарядила. Стекло в дребезге. Ясно. Леонид Петрович, тут по ходу группа работала. Одни генку отвлекали, другие взрывное устройство закладывали. Может, полицию вызовем? Не надо. Без них разберемся. Как тебе этот Виталик? Да ничего вроде. Нормальный парень. Я так понимаю, он не местный? Да, он из Паска. А у них в городишке проблемы с работой, поэтому он к нам подался. Угу. Вообще, знаешь, я рад за Светку. А то у меня уже комплексы научились. А я вот сейчас о своей личной жизни думаю. Ну, точнее, о нашей. Да? Угу. Ну, не знаю, как у тебя. А у меня вся личная жизнь — это кот Ватсон. Ну, и что в этом хорошего? Как что хорошего? Ватсон — прелесть. А я думаю, что собака-кошек заводит от одиночества. Ну, все, спасибо, что подвез. Бегу обдумывать твои мудрые мысли. Дань, подожди. Может, вместе обдумаем? Кофе попьем. Андрюш, я правда очень устала, и кофе тут точно не поможет. Все, пока. Попьем. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Алло! Татьяна Александровна, я вас, наверное, разбудил? Пока еще не совсем. Ну, простите. Моя фамилия Матвеев Леонид Петрович. Очень приятно. Чем могу вам помочь? Я директор рынка Центральный. Ночью у нас кое-что произошло. Это не телефонный разговор. Мне нужна ваша помощь. Вы можете подъехать ко мне на рынок часам в десяти? Хорошо, я буду. Спишь. Здравствуйте. Не подскажете, где найти директора рынка? А вы Иванова? Да. Я как раз вас и жду. Сазонов Михаил Васильевич, начальник охраны рынка. Очень приятно. Пойдемте. Перед взрывом, там же на стоянке, кто-то разбил стекло у старенькой лады. А чья это была машина? Это была машина Гургена, вот он стоит. Он конфликтовал с кем-нибудь на рынке? Даже не знаю. Мне кажется, он здесь ни при чем. Меня интересует не он, а причина, по которой разбили его машину. Если он ни с кем не конфликтовал, то его машину могли использовать для отвода глаз. Вот это я сразу предположил. Матвей сначала сказал, чтобы я сам со своими ребятами все это дело распутал. Вы отказались? Почему? Ну, какой из меня сыщик? Я военный, 25 лет в ракетных войсках. И дальше бы служил, если бы не попал под сокращение. Причем несправедливо. Не поверите, но я вас хорошо понимаю. Здравствуйте, Мария Павловна. Здравствуйте, Степан Иванович. А я как раз к вам собиралась. Правда? Угу. Вот. Протокол допроса свидетелей. С полным описанием грабителей из парка Левобережный. А что это у вас за аромат? Так, это мне духи новые подарили. Угу. Угу. Я уже подумал, что наши повара наконец-то научились готовить. Вы об этом? Это я в буфет заскочила. Что с вашей машиной? К сожалению, до сих пор в ремонте. Так, может быть, я вас отвезу? Нет, что вы, Степан Иванович. Я не хочу вас обременять. Тем более мне в следственный изолятор на допрос нужно зайти. Ну, тогда в следующий раз. Да. Так будет лучше. В следующий раз. Угу. Всего хорошего, Степан Иванович. Да. До свидания. Привет. Значит, подозревать некого, Леонид Петрович? Получается, что некого. А семья у вас большая? Да я да жена Валентина. Вот вся семья. А других родственников в Тарасове у нас нет. А дети? Бог не дал, к сожалению. Скажите, а в последнее время у вас с женой не было конфликтов? Да что вы. Мы живем бы ша в душу уже 12 лет. Я поздно женился. Зато удачно. Угу. Вы знаете, мне хотелось бы встретиться с вашей женой. Не получится, к сожалению. Валя отдыхать уехала в Грецию неделю назад. А вернется через 12 дней. Да. И очень хорошо, что все так сложилось. Потому что Валентина Максимовна очень впечатлительная. Да. Ну, позвонить-то ей можно? Татьяна Александровна, я вас прошу, не надо Валю беспокоить до ее приезда. Она же примчится, изведется вся. Я этого больше всего боюсь. Да. И сердце у нее пошаливает. Да тут недавно чуть до приступа не дошло. Причем из-за ерунды. Я тут сцепился с одним. Ну, подали слегка. Пришел домой синяком по глазам. Так у Валли сразу истерика. Ну вот, видите. А говорили, что ни с кем не конфликтовали. Так это с Байковым. Из-за аренды. Ерунда. Вот. Расскажите мне подробнее об этой ерунде. Ну, Юрк Байков. Он владелец компании «Ароматы Востока». У него кафе с японской кухней по всему городу. Да. И одно кафе было на нашей территории. Но срок аренды две недели назад истек. И они освободили помещение. Ко мне подруга собиралась прийти. Ленка из горсуда. Вот я и наготовила всего. А что, вдвоем-то не могли съесть? Да нет. У нее сынишка заболел. Простудился. Такой замечательный мальчишка. Всего три года. Рассуждает, как взрослый. Представляешь? Любишь детей? Конечно, люблю. Все нормальные женщины любят детей. Не, ну, всякое бывает. Ешь. Уверена, что ты не завтракал. Тебе же никто не приготовит. Ну? Вкусно? Вкусно. Может, я удивляюсь, как ты все так успеваешь? И по хозяйству, и по работе. Ну, женщина должна все успевать. Слышала бы тебя моя мама? А, ты нас познакомь? Думаю, мы подружимся. Ну, когда приедет, я обязательно познакомлю. О, пошло в мостах, вкусно. Ну, я поработаю. Это она принесла? Ну, а кто? В каком таком поводу? По поводу заботы о пищеварении коллеги, который 24 часа в сутки стоит на страже правопорядка и не может себе приготовить яичницу. Ладно, иди, бери трелку. А то это весь слюной и зайдешься. Грудь я мыл. Ну, я же не руками. Ну, я же венка ем. А Байков сам решил прекратить договор? Нет, он-то как раз хотел, и я не согласился. А причина? Ну, причина-причина. Приложили мне на 30 процентов больше. Я ему честно сказал, а он не захотел похотеть больше. Ну, я попросил его отсюда. Леонид Петрович, вы расскажите, что он потом устроил. Мы с Юркой в армии служили. Вот он решил, что мы должен уступить по старой дружбе. А у меня так, бизнес отдельно, дружба отдельно. А я тебе задание сказал. Я тебя пройду, пройдем. Я тебя пройду, пройдем. Ну, я тебе же что? Я не буду. Стоять, стоять, стоять! Сволочь! Ну, и сцепились. Да я бы ему всю рожу бы разукрасил. Он, жалко, Мишка разнял. Значит, Байков вам угрожал? Ну, как угрожал? Орал, что так с друзьями не поступают, что, мол, жизнь меня накажет. Вот она вас и наказала. Интересное совпадение. А вы считаете, что это Байков устроил покушение? Ну, пока не знаю, надо проверять. Татьяна Александровна, если это так, я вас очень прошу, помогите вывести этого паразита на чистую воду. Вот заплачу, сколько скажете. Да я согласна, о сумме подумаю. А если вам понадобится помощь, вы обращаетесь? Да. А, Леонид Петрович, как вы обо мне узнали? А, адвокат знакомый подсказал. Вернее, он больше Вален знакомый, чем мой. Коротов Дмитрий Георгиевич. Вы знакомы? Учились вместе. На юридическом. Вы ешьте, ешьте. Не стесняйтесь тут. На всех хватит. А когда вас за столом еды всегда не хватает. Я, между прочим, за неделю два килограмма скину. Да? А что-то незаметно. Алло. Да, Ален, привет. Ты куда пропал? Совершение было в начальство. А что ты там жуешь? Салатик и плов. Кондратьева принесла. Кондратьева? Красивая? Да, красивая. Ален, ты меня неправильно поняла. Это и есть твоя невеста? Ага. Страшна, наверное, как ядерная война. Алена, Николай... Ну, чё? Ревнуть? Угу. Ну, это нормально. Да? Так. Что это мы скалимся? Аж в коридоре слышно. А что я нечем заняться? И что это за застолье? Посреди рабочего дня. Вы бы ещё пол-литра сюда поставили. Посмотрели, лучше бы, как другие работают. Мы тоже работаем, Степан Иванович. Просто не успели поесть. А кто это вам такой пир устроил? Так это... А это... Вон, Васькина невеста приготовила. Да? А ты что, жениться собрался? Да, через месяц расписываемся. Вот. Видал? Бери пример. Тебе тоже давно пора. Можешь тоже поесть, будешь успевать. Садитесь. А ему на ком? На Кондратьевой? Причём здесь Кондратьева? Мельников знает, кого я имею в виду. Я что-то не так сказал? Капитан Мельников опасается ревности начальства. Волк-то Кондратьевой неровно дышит. Чего это? Все управление знает один Вася. Не знает, а? Может быть, Сергея... Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Гурген? Ну, я. Частный детектив Татьяна Иванова. Ну, а я тут при чём? Недавно в вашей машине разбили стекло. Не знаете, кто ты мог сделать? Не знаю. Ну, и знать не хочу. А что так? Слушай, а ты их нашла? Ну, пока нет. Ну, так иди ищи, если тебе надо. А мне некогда за хулиганами бегать. Правильно. Что только говорить-то? Все равно никого не найдут. Бандиты совсем обнаглели. Вон вчера на этом месте кошелёк тащили. Ну, и где наша полиция-то? Я не из полиции. Я частный детектив. Вот-вот. Раньше-то милиция была, а за порядком следили. А теперь детективы какие-то. Дамочка, я извиняюсь. На секундочку. Я знаю, кто машина разбил. Я скажу, что я тут рядом хату снимаю в доме. У меня на шестом этаже. Понимаете? Значит, из ваших окон видно стоянку. Ну, конечно, видно. Ти-ка я его не с окна побачу, а с балкона. Кого его? Та Валерку Галкина охранника. Что было потом? Ну, что потом? Потом я пошёл спать. Вон, а мне надо за ним смотреть. Это на моё дело. Значит, Галкин работал на рынке? Да на каком рынке? Вин работал вот тут у японского машинки охранника. А, это которые ареновали здесь помещение? О, правильно. И Валерка хвалился, что его туда дядька устроил. Дядька у него такие куркульцы вообще. Не знаете, где Галкин жалеть? Да, ну, мне надо. Откуда я знаю? А почему вы не сказали Гургену о том, что в курсе, кто раскурочил его машину? Гурген? Да ты Гурген. Такая гнида. Я его не люблю. Понимаете? Мясо в него вонючее. Людей обшитует. А у меня мясо хорошее. Да? Так что, если что, мясо нужно сразу ко мне. А то вы такая худенькая, вам мясо надо. Ну, хорошенькая такая, красивая. Спасибо. Вы как про Галкина сказали, я сразу вспомнил. Он с Иркой, с сестрой моей, в одном дворе живет. Я же говорю, Пашка молодец. Главное Галкина найти. А уж назвать сообщников я его заставлю. И заказчик он знает. А заказчик Байков? Наверняка. Иначе чего бы его родственник уторчать на стоянке в день повышения. Байков, 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 байков. Байков, байков, байков. Похоже, здесь уже побывала целая компания. А с чего его взяли? Вот двери так натопнут, ну что. Кто же это мог быть? Заказчики, видать, они заподозрили, что Галкина могут вычислить, и он расколется. И решили его выкрасть. А может убить. Похоже, нам пора познакомиться с Байковым. Да-да-да. Юрий Сергеевич, там к вам какая-то Татьяна Иванова говорит по-личному. По-личному? Красивая? Ну… Ну, ясно, ясно. Зови. Проходите. Здравствуйте, Юрий Сергеевич. Здравствуйте, здравствуйте. Присаживайтесь. Только мы, по-моему, с вами не знакомы. Вот и познакомимся. А сказали по-личному. Боялась, что с частным детективом вы не захотите разговаривать. Или того хуже. Исчезнете в неизвестном направлении. Интересно. С какой стати я должен исчезать? Но ваш же племянник исчез. Сбежал или похитили. Или того хуже. А, так вы из Валерки. Ясно. Понятия не имею, где он. Неделю назад я его уволил и знать его больше не желаю. Это почему же? Да надоели мне его выкрутасы. То пьянки, то в игровых залах сутками зависает. А если не секрет, а что вам от него надо? А я, Юрий Сергеевич, ищу заказчика убийства Матвеева. Леньку убили? Слава богу, нет. Но пытались. Взорвали машину. И Валерку вашу увидели на месте покушения. Интересно. Валерка киллер? Да куда я умолю? Он гвоздь нормальный убить не может. Не то что человека убить. Может и так. А может и по-другому. Заказчик просто хотел припугнуть Матвеева. Взорвать машину у него на глазах. А, я кажется, понял. Вы меня подозреваете, да? Ну что ж, это логично. Дядя попросил племянника. Только дело в том, что убивать Матвеева мне было незачем. Разве? Он же вас выгнал с рынка и хорошего места лишил. Так это только к лучшему оказалось. Я нашел другое место в самом центре. И арендная плата при этом оказалась меньше. Можете проверить. А я проверю обязательно. Вы не сомневайтесь. Да, у меня к вам просьба. Если проявится ваш племянник, сообщите мне, пожалуйста. С удовольствием. Еще проблем мне из-за этого раздолба и не хватает. Ну, всего хорошего. Спасибо. До свидания. Все. Да. Ну, у тебя хорошего. Андрей! Подожди минутку. Андрей. Да? Проводи меня, пожалуйста, а то поздно уже. Слушай, извини, я сегодня не смогу. Мне Татьяна Иванова позвонила и попросила помочь ей в одном деле. Ну, если Татьяна Иванова, тогда... Я пойду? Алиповна. Алиповна? Да. А как же допрос? Так я его отменила. Упоследственного нисварения желудка и ночью перенесла. Давайте я вас подвезу на своей машине. Да вы что, вас, наверное, и супруга ждет. Никто меня не ждет. Он уже давно в разводе, а дочь живет с матерью. Поэтому можно считать, что я холостой. Прошу. Хорошо. Спасибо. Да, я слушаю. Таня, это Бойков. Знаете, я тут подумал, Валерка действительно мог вляпаться в эту историю. Из-за долгов. А кому он был должен? Ну, имен я не знаю. Валерка ведь стал законченным игроманом. Все деньги по подпольному казино просаживал. Долги и в лес отдавать-то нечем. У меня деньги клянчил, говорил, кредитор ему угрожает. Вряд ли владельцев казино интересует Матвеева. Ха. Так он мог интересовать кого-то другого. И этот кто-то мог покрыть долги Валерке. В обмен на убийство. А вот это очень интересная информация. Спасибо, Юрий Сергеевич. До свидания. Степан Иванович. Да? А можно вас кое-что спросить? Спрошу тебя. У меня от вас секретов нет. Скажите, а Мельников влюблен в Татьяну Иванову? Похоже на то. По крайней мере ухаживает за ней года три. Это точно. А она? Ну, а что она? Татьяна девушка непростая, с гонором. Но к вопросу семьи относится легкомысленно. Ну, значит, она его не любит. Почему же любит? Очень даже любит. Просто она еще не подозревает, что от Мельникова никуда не денется. Мы еще на свадьбе их будем гулять. Ну, нет. В этом я очень сильно сомневаюсь. Почему же? Ну, потому что, если женщина водит мужчину за нос, но не отвечает ему взаимностью, значит, она не видит с ним совместного будущего. Татьяна. Привет. Привет. Слушай, а тут Галкин. Моя последняя зацепка. Ну, если его сообщники не прикончили. Надо попробовать его найти. Ну, хорошо. Постараюсь помочь. Ну, что, объявим его в розыск. Спасибо тебе. Слушай, а может, поедем ко мне? Я приготовлю ужин. Спокойно все обсудим, а? Не, не сегодня. Я обещала к тете Шуре зайти, у нее что-то срочное. Подожди, подожди, подожди. Не, ну нормально, да? Как к тете Шуре, сразу да. А как ко мне договор. В другой раз. Смотри, я обидеться могу. Не, не можешь. Почему? А ты хороший. Ну, знаешь, я стану плохим и злым. Может, тогда ты будешь со мной считаться? Это вряд ли. Шур, какая же вы молодец. Никто не догадается, что год назад вы даже близко боялись подойти к компьютеру. Ой, с твоими стараниями, Танечка. Ну, так что срочного вы хотели мне рассказать? Сейчас, сейчас. С Америкой будем говорить. С сыночком, Никиточкой. Нет, нет, это без меня. Вам уже помощь не нужна, поэтому я пойду. Как не нужна? Как не нужна? Зато вам нужна. У вас личная жизнь не устроена. Вот и познакомитесь. Да, с вами спорить бесполезно. Так, сейчас. Так, Никиточка. Здравствуй, сыночек. И что такое это? Это что за ЦРУ-то какое-то? Никита! 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 Это не ЦРУ, это наши мастера стараются. Новый вирус запустили. Матонечка, я же в этих платежках ничего не понимаю. Давай я тебе деньги дам, ты завтра переведешь, а? Кому? Это же мошенники. Им хоть десять тысяч переведи, и компьютер не заработает. Вот. Да говорила я, говорила. Ну, не может разговор с Америкой бесплатным быть. Купилась на дармовщинку. Да наши-то телефоны, вот, по телефону разговор какой. Какие денежище стоят? Да не расстраивайтесь вы так. Я сама его удалю. Тут работа на два-три часа, не больше. Да? Ну, конечно. Танечка, ну, помоги. Уж помоги, а? Помоги. Шур, мне просто нужно скинуть программу с компьютера на флешку, и все, наладится. Да? Да не переживайте вы так. Светка. Привет. Привет. Какими судьбами? Прическу хочешь делать? Да нет, просто ехала мимо, решила проведать невесту. Присаживайся, поболтаем. Ну, и как у тебя с Виталиком? С Виталиком у нас все супер. Он ко мне переехал в группе, очень довольный им. А когда он дома, то не на шаг от меня, представляешь? Полная идиллия. Полная идиллия. Я даже не представляла, что такое вообще может быть. Послушай, ты точно не хочешь сделать прическу? Да точно, точно. Зачем мне? Я же не собираюсь на свидание. Значит, с Андреем у вас все так по-старому, да? Ты морочишь ему голову. Ой, Тань, другая бы на твоем месте уже раз двадцать бы успела в ЗАГС сбегать. А ты, ну, вот что тебе не хватает? Уверенности. В чем? В себе. Андрей хороший друг и все. Да я думала, что все эти ухаживания его тоже насерьезно. А потом поняла, что серьезно? Да потом поняла. Да. Да нет, но, понимаешь, я как-то растерялась. Когда видишь, что человек тебя так любит, что готов ради тебя на все, а ты не можешь ему ответить взаимностью, то... Не хочется его терять и обманывать тоже не хочется. Ой, Танька, Танька. Во всем ты замечательна, но в одном тебе не позавидуешь. Любви настоящей в твоей жизни не случилось. Ну, это ты ошибаешься. Да? А почему тогда я не в курсе? Был у нас на курсе молодой человек Дмитрий Кротов. Настоящая любовь. О, да. Почему вы расстались? Мы не встречались, он вообще меня не замечал. Он другой любил? Да, ну, они встречались с Юлькой Проворовой, тоже с нашего курса. Прямо у меня на глазах. Ну, как ты? Ну, как, обыкновенно. Ну, прорыдал я год в подушку, ну, что. Вы больше не виделись? Нет, после того, как закончили университет, ни разу. Хотя, сейчас у меня первый нашел. Позвонил? Да нет. Он откуда-то узнал, что я частный детектив и порекомендовал меня Матвееву, директору рынка. Его недавно хотели в машине взорвать. Матвеева? Ну, да. Да, Валентина говорила, да, что у них в семье большие проблемы. Подожди, какая Валентина? Жена? Да, жена его. Она приходила к нам неделю-две назад, вся такая расстроенная была, укладку у меня делала. Мы с ней разговаривали слово за слово, и она сказала, что у них большие проблемы с мужем, и, представляешь, они спрались разводиться. Странно, а Матвеев мне говорил, что они живут душа в душу. Матвеев мне говорил, что у них�를 силу это, не знаю. Я их собственную ложем. А-ка-ка. Матвеев меша-пьей-на-с profound, крутой, а потом devo Basic. Матвеев меня уже были Cl chi 비 был. Новый Кэкowsrij французел �итahuใหна какие сократно к Kensehen. А-ка,feldий-канки. Да, Алина, привет. Ты что, опять жуешь? Мирников уехал, а конгресса вот тут. Решила взять тебя на его место? Ну, так получилось. Вася, я тебя последний раз предупреждаю. Или я, или эти твои домашние обеды. Я же объясняю, это она не мне еду носит, а Мирникову. Почти каждый день. Похоже, у них там роман наклевывается с Кондратьевым. Ну, не сердись, слышишь? А Валентина не говорила, по какой причине они собираются разводиться? Причину я не знаю. Ты поговори с ней сама. Да ее нет в городе. Слушай, Светка, а сделай мне все-таки прическу, а? Ой, а что это ты передумала? А с Кротовым встречаться пойду. Вот это фокус. Да не то, что ты подумала. Просто так я бы никогда с ним не встретилась. А так, он адвокат Валентины, а после твоего рассказа он мне просто жизненно необходим. Простите, пожалуйста, а вы не подскажете, где найти Дмитрия Кротова? Уже нашли. Димка. Димка. Таня. Иванова. Таня. Таня. Говорят, ты моим пиаром занимаешься? Можно задать тебе пару вопросов? Конечно. Проходи. Располагайся. Сколько же лет мы с тобой не виделись-то, а? Скоро семь. Я хочу сказать, что за эти годы ты стала только красивей. Да нет, ты тогда на меня даже внимания не обращал. Ну, ты знаешь, я тогда вообще на девушек не смотрел. Кроме одной. Ну, естественно. Единственная неповторимая проворовая. Кстати, как у вас дела? Детишек нарожали? Вы же сразу после окончания универа жениться планировали. Да, было дело, но прогорело. Да ты что? Представляешь, мы уже заявление подали, оставалось всего месяц подождать до регистрации. И этого месяца Юленьке хватило, чтобы найти нового жениха. Сына московского банкира. Да. А ты? Неужели до сих пор не женат? Ну да, представь себя. Так вот и хожу. В завидных женихах. Как и ты в невестах, правильно? Откуда знаешь? Маринка Ипатова рассказала. Как-то встретились с ней в магазине, разговаривались. Увести не подружки? Так это она тебе сказала, что я теперь частный детектив? Конечно, Маринка. А тут звонит мне Матвеев и говорит, посоветуй мне хорошего частного сыщика. Я сразу вспомнил про тебя. Да, подкинул ты мне клиента. А это правда, что они с Валентиной собрались разводиться? Да, правда. Я уже с Валентиной встречался. Она привозила кое-какие бумаги для оформления брака, разводного процесса. Интересно. А сама улетела загорать в Грецию. Подожди, в какую Грецию? Она никуда не собиралась. Да, быть не может. И Матвеев сам говорил, что она еще восьмого числа улетела. Ну ерунда. Ну как она могла уехать восьмого числа, когда я с ней десятого встречался? Ты уверен? Да, абсолютно. Послушай, Танюш, мы же вместе поужинаем, а? Составишь мне компанию. Ах, Таня, Танечка, обещала вчера еще прийти. Вот перегорит компьютер из-за этого вируса. Что тогда? Таня, Танец? Лучше. Ну что? Ну вот, это кафе. Пойдемте сидеть вниз. Давай не пойдем в это кафе. Не хочешь, пойдем в чайку. Ты кого фотографируешь? Да, коллега по работе. Хочу сюрприз делать. Пойдем, не смотри. Валентина мне позвонила и попросила приехать к ней на дачу. А зачем мы отвеем дачу? У них же огромный дом за городом. Ну, это дача покойного отца Валентины. Она там редко бывала, но после развода хотела там жить. А почему Валентина решила развестись с Матвеевым? Валентина намекнула, что Матвеев ей изменял. Сказала, что хочет как можно скорее развестись. Я одно только не понимаю. Зачем Матвеев придумал эту историю про Грецию? Ну, может быть, он не хотел разводиться, надеялся, что жена вернется, и поэтому скрывал, что она ушла. Предпочитает не выносить ссор из СБ. Хотя, может быть, здесь есть более серьезная причина. И еще странное дело. Позавчера Валентина должна была приехать ко мне в офис, но не появилась. Я несколько раз пытался до нее дозвониться. Телефон все время был выключен. А где дача, на которой вы встречались? Что, хочешь туда поехать? Похоже, никого. Похоже. Молодые люди, а вы кого ищете? Здравствуйте. Здравствуйте. Мы ищем Валентину Матвееву. Вы, случайно, не знаете, где она может быть? Валя? Да я ее уж дней десять не видела. А она не говорила, когда вернется? Нет. Погодите, а ведь вы у нее уже были. А на следующий день она в городе заторопилась. А вы это точно знаете? Ну, день и время не припомни, но то, что накануне вы были, это точно. И то, что вечер был. Мы у нее сидели, чай пили, болтали. А потом ей какая-то женщина позвонила. А какая женщина? Галин, кажется. Валя ее так называла. Ага. И что, после этого звонка Валентина уехала? Она вообще-то ехать не хотела, но та ее убедила. Что-то они там повздорили. Почему вы так решили? Какие вы любопытные. Вы, случайно, не из полиции? Почти угадали. О, детектив. Это как, за границей, что ли? Да, только у нас намного круче. Ну, тогда расскажу. Валь на нее сильно кричала. Дрянью называла предательницей. Я ее такой никогда не видела. Ну, что ж, спасибо вам за информацию. Да, спасибо. Вы нам очень помогли. Ну, чем смогла. До свидания. До свидания. Ну, что, скорее всего, звонила Галина Поломарчук, главный бухгалтер рынка. Они свали близкие подружки. Подружба, похоже, в прошлом. Чем же наш бухгалтер так могла рассердить Валентина? Ну, я уверен, что ты очень скоро это выяснишь. Слушай, а что, если эта Поломарчук знала какую-то тайну Валентины и выдала ее Матвееву? Не знаю, но какие могли быть тайны у Валентины от мужа? Самые банальные. Любовник, например. Галя сказала это Матвееву, и тот решил развестись. Допустим. Ну, а как это связано с покушением на Матвеева? И куда исчезла Валентина? Ты не догадываешься? Нет. Может быть, она и есть заказчик? Да зачем ей это нужно? Сначала она надеялась отобрать у мужа часть имущества. А потом сообразила, что остаться вдовой намного выигрышнее. Не знаю. На Валю это не похоже. Хотя деньги с людьми и не такое делали. Галина Семеновна. Да? Мне нужно с вами поговорить. Простите, но рабочий день уже закончен. Это ваш рабочий день закончен, а мой в самом разгаре. Так это вас нанял, Леонид Петрович? А я-то чем могу помочь? Я хочу узнать, где находится Валентина Матвеева. Не знаю. И вообще это не мое дело. Странно. У меня есть информация, что она отправилась на встречу с вами. А после этого ее уже никто не видел. Простите, но я не обязана давать никаких сведений частным детективам. Жаль. Я надеялась, что вы скажете правду. В противном случае мне будет очень сложно продолжить расследование. Но ведь это ваши проблемы. Ну и ваши тоже. Если я откажусь от расследования, то я передам материалы в полицию. И попрошу особое внимание обратить на вас. Поскольку вы знаете о ней явно больше, чем говорите. Ну хорошо. Пойдемте. Да-да? Маш, я за тобой. Неужели? Мне просто к информатору нужно ехать. А он в одном квартале тебя живет. Так что могу подбросить? Только подожди минуточку, я фотографии отправлю. Ориентировки что ли? Да нет. У меня подружка фотограф, Ритка. Все пытается меня обучать. Вот отправляю отчеты проделанной работе. Ну что, как? Получается? Сам посмотри. Ну? Как? Ну что, красиво. Красиво. Спасибо. А вот это? По-моему, смазанное получилось, да? Нечеткое. А Таня, как там оказалась? Ух ты. А я сразу не заметила. Надо же, совпадение какое. Да уж. Нормально, да? Слушай, а с ней мужчина какой-то. Ты… Ты его знаешь? Нет. Ладно. Поехали. Времени в обрез. Ну, подожди. Я хотя бы компьютер-то закрою. Хорошо. Я в машине жду. Я действительно не знаю, где Валя. Я очень ждала ее в тот вечер, но она не приехала. Зачем ее позвали? Повиниться. В чем? За Леню. За то, что отняла его. Значит, вы с Матвеевым… Да, мы с Матвеевым. Но это не то, что вы думаете. Мы действительно любим друг друга. И давно у вас это продолжается? Да. Пять лет. Но он все скрывал от Вали, жалел ее. У нее сердцем проблемы. Но однажды все-таки она узнала. Да. Месяц назад. Валя была в Костроме у сестры. Говорила, что едет на неделю. И в ту ночь я осталась у Лени. И тут неожиданно вернулась Валя. У нее какая-то ссора вышла с сестрой. Вот она и уехала раньше. Валя, подожди. Валя. Валя, Валя, ты все неправильно поняла. У Вали вообще характер довольно крутой. Ну, и… Валентина сразу на развод подала. А Матвеев согласился? Ну, конечно. Вы знаете, ему даже легче стало, когда все это всплыло. Тогда объясните, почему Матвеев врал, что Валентина уехала? Да. Танечка, здравствуй. Ну, куда ж ты пропала-то? Извини, тетя Шур, дела. Кручусь, как белка в колесе. С утра до ночи. Ну, Танечка, ты будешь меня ругать, но я все сделала, как написано. И деньги на счет перевела, а компьютер так и не заработал. Ну, зачем же вы? Я ведь говорила вам, это аферисты. Ну, что же мне теперь делать-то? У меня же никакой пенсии теперь на новый компьютер не хватит. Спокойствие. Через пару часов буду у вас. Только ничего больше не предпринимайте. Ага, хорошо, жду, 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 мои хорошие. Есть новости? Давай. Галкин объявился. И где он сейчас? На крайне города прячется. На старой кирпичной фабрике. Как ты об этом узнал? До приятеля Галкина раскололся. Ну, я его наиспуг взял. Когда ему сказал, что Галкина за убийство ищут, сразу поплыл. Отлично, молодец. Бери отгу и отдыхай. Давай, давай, давай. Дальше я сам разберусь. Спасибо. Счастливо. 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 Привет. Привет. Как ты узнал мой адрес? Маринка сдала. Предательница. У меня весь день из головы не идет твоя версия по поводу Валентины Матвеевой. Ну а мы что, так и будем на улице разговаривать? Давай к тебе подняемся. Слушай, на самом деле я обещала соседке к ней зайти. Ничего, подождет. Я во всей этой суете забыл тебе главное сказать про Матвеевых. Да? Ну ладно, тогда пойдем. Пойдем. Танюш, о своей версии можешь забыть. У Валентины не было мотива убивать мужа. Это еще почему? Ну потому что ей целиком принадлежит рынок. Достался от покойного отца. А Матвеев? Ну а что Матвеев? Матвеев просто директор. Наемный работник и в случае развода все имущество останется Валентине. Значит, получается, что разведясь с ним, Валентина остается свободной и богатой женщиной на зависть Галине и Матвееву? Абсолютно. И знаешь, я думаю, что она сейчас отлично проводит время, отключив все телефоны и думает о новой жизни. Кто же хотел взорвать Матвеева? Ну вот этого я не знаю. А Галкин наверняка знает. Ой, хотелось бы и не верить, что он еще жив. Подъел, боец. Разговор есть. Да где ты? Посмотри на это, на лицо. Ой, да. Ты знаешь, я вот сейчас смотрю и думаю, куда смотрели мои глаза. Ну, твои глаза смотрели куда надо. На Проворову. Котера. Ну, говорю же, про взрыв я ничего не знаю. Зачем ты на стоянке крутился? Зачем машину Гургена повредил? Да обидел он меня. Я пиво взял. Позвал его как человека. Пойдем, посидим. Он меня послал еще и при людях. Значит, ты от Гургена здесь прячешься? Да нет. У меня кредиторы из казино убить обещали. Дверь мне сломали. Еле ушел. Так, ты точно ничего странного в тот вечер на стоянке не видел? Ну, если повспоминать… Давай. Ну, был там крутился мужик какой-то у машины директора. Ты его запомнил? Узнать сможешь? А какой мне резон об этом с вами беседовать? А вот это я не понял. Ну, если бы вы меня деньжатами подогрели… Знаешь что, бизнесмен? Или ты на мои вопросы будешь отвечать? Или я тебя сажаю в машину и сам везу к твоим кредиторам? Ты меня понял? Ты что, обалдел? Стоять! Стоять, я сказал! Стоять! 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 Ну, сейчас твоя Алёна позвонит, а у тебя опять полный рот еды. Мы с Алёной поссорились. Я им с горя. А я тебе говорил. Огень слушает. Где? Свидетели подержите. Едем. Что там? Труп на кирпичной фабрике. Убийство? Пока еще не понятно. Парни молодые пиво пили. Наткнулись на труп. А сведения о погибшем есть? Есть. Нашли паспорт. Фамилию Галкин Валерий Федорович. Подожди, 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 подожди. А это, случайно, не тот Галкин, которого мы объявили в розыск? Ну-ка, проверь. Все, давай, погнали. Заберем тайны по дороге. Вместе все выясним. О, слушай. Засиделся. Пора. Ну что, Ватсон, до встречи. До встречи. О. Ой, тетя Шурненовна. Андрей? Тань. Здрасьте. Здрасьте. Извините, Татьяна Александровна, я не вовремя. Не буду мешать. Андрей! Могла бы и не открывать, раз такое дело? Или хотел, чтоб я понял, наконец, что к чему? Да? Тань, а кто это? Тот, кто меньше всего хотел тебя здесь увидеть. Виталик. Здра... Здравствуй, моя морка, здравствуй, дорогая. Что с тобой, ты пьяный? Здравствуй, моя морка, и прощай. Разгубайся. Здравствуй, здравствуй. Здравствуй, живай. Так. Банда занималась темными ларами. Ох, отец. А за ней следила. Осторожно. Ну, что ты за макуливаешь? И перо за это. Все, все, все. Тебе не нравятся песни? Очень нравится. Это великое песни. Тебе не нравится? Ну, что это такое? А им нравится. Кому? Всем. Кому? Да этим уродом из этого кабака. Я не говорю, давайте, как для белых людей. Так. Джаз. Блюз. Нет. Давайте мурку. Братан, давай мурку. Ну, сыграл бы ты им эту мурку. А вот знаешь, ребята тоже сказали, тебе платят, заказ есть. Ну, так. Играй или увольняйся. Ты мой мальчик, ты мой бедный мальчик. Я скажу. Что еще? Я тебя слушаю. Я же мечтал, как-то все по-другому. Я же мог быть, как Ричард Блэкмор. Как Леонид Агутин. Милый мой, родной. Послушай, ты очень талантливый гитарист. У тебя все получится. У тебя все впереди. Ты не понимаешь. Тут не в этом дело. Талант-то, он мне нужен. Кому он нужен-то? Надо мурку уметь. Послушай, послушай. А мне нужен ты. Ты. Мне нужен ты. Да, да, да. Прости меня. Ну, что ты? Что ты, мой дорогой? Все хорошо. Все хорошо. Я просто должен. Да. Надо, чтоб. Ну, все хорошо. Спи. Спи. Да, да. Спи, Ричард Агутин. Агеев, у аппарата. Вася, привет. Это Таня Иванова. Доброе утро. Из тебя Андрей, это он вышел. Ты не знаешь, зачем он вчера ко мне приезжал? Ага. А, и по поводу Галкина. Его что, нашли? Угу. Только уже остывший. А, простите, а вы не знаете, где капитан Мельников? Он у следователя Кондратьевой. Подьмите, покажу. Угу. Угу. Тут потопичину поставили. Да. Добрый день. Привет. Какими саебами? Вася сказал, ты здесь. А вы что, шпионите за ним, да? Маш, я разберусь. Галкин, которого нашли мертвым, тот самый Галкин? Тот самый. Угу. А Геев сказал, что на месте происшествия был какой-то мужчина. Ну, был. Его видели парни с соседнего дома. Примет мало. Угу. Значит, витель все-таки есть. Поможешь мне с ним встретиться? Послушайте, такое ощущение, что вся полиция должна работать на вас. Дело о гибели Галкину было поручено мне, так что я как-нибудь сама разберусь без посторонней помощи. Вообще-то я здесь не посторонней. Да, для меня абсолютно посторонней. И вообще, с какой-то стати вы врываетесь в мой кабинет без приглашения. А ты, Андрей, тоже, наверное, хочешь мне что-нибудь сказать? А что мне тебе сказать? Маша права. Ты же у нас частный детектив, поэтому должна работать самостоятельно. Да, а если не справляетесь, тогда пора менять профессию, чтобы другим не мешать. Правда? Спасибо вам за совет, за гостеприимство. А тебе, Андрей, за дружбу. До свидания. Всего хорошего. Не, нормально, да? Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, Степан Иванович. Ты чего такая? Что случилось? Да так, поговорили с капитаном Мельниковым. По душам. Ага. И о чем вы с ним поговорили? Просит больше не беспокоить. Прислушался, наконец, к вашим указаниям. Счастливо оставаться. Да погоди ты, погоди ты, не кипятись. Я хочу тебе сказать, что я был к тебе несправедлив. Неужели? Послушай, Таняш, мне не все равно, что творится с капитаном Мельниковым. Поэтому, пожалуйста, скажи мне, из-за чего произошла ссора? Из-за Димы, адвоката. Какого адвоката? Ну, он приходил ко мне вчера домой, Андрей это видел. Так что вы можете передать капитану Мельникову, что Дима приходил ко мне исключительно по делу. Хотя теперь, наверное, это уже не важно. До свидания. До свидания. Ну, что там? Ну, замечательно, вы себе лошадку выбрали, Леонид Петрович. Ты давай там получше все посмотри. Хорошо. Ну, все чисто, можно и ехать. Ты сядь давай. Галина меня беспокоит. Что такое? Она из щеки все про наши отношения разболтала. Зачем? Растерялась. Не знала, как объяснить, для чего она Валентину с Дачи выманила. Выходит, что Татьяне и об этом все известно. Галка паникует. Была у меня сегодня. Ревела. Боишь, как бы глупостей не наделала. Понимаешь? Не совсем. Я ей сказал, чтобы она вечером к тебе заехала. Ну, это зачем? Ну, вроде как посоветоваться, а вдруг еще раз на допрос свой взвод. Ну, а что же я ей скажу? Не надо ничего говорить. Делать надо. Как ты умеешь. Здравствуй. Проблема у нас, Миш. В первую очередь у тебя. А я-то что? Мое дело маленькое, это вы с Леней. Леня. Леня о себе позаботился. Ты что думаешь, он тебе сюда поговорить прислал? Я не поняла. Он хотел, чтобы ты письмо написал. Какое еще письмо? Прощальное. О том, как испугалась, что Валентина его не отпустит, заставит тебя бросить. Вот ты ее и заказала. Я? Да. А что? Очень даже удобный вариант. Напишешь признание, и все сразу ясно. Замучила совесть злодейку. Вот она и застрелилась. Нет, нет, нет. Мишенька, Миш, я же для него. Для него ты теперь такое же пустое место. Как и Валентина. Мишенька, миленький, пожалуйста, не надо. Давай договоримся. Договоримся. Если сделаешь то, что я скажу. Я сделаю. Я все-все-все сделаю. Правда. Все-все. Я на все согласна. Только, пожалуйста, не убивай. Черт. Сосед. Сиди тихо. Мишенька. Все-все. Ох ты, Андрюха! Распустил, понимаешь, нюни из-за своей ревности. Прям как невеста Агеева. Степанович, давайте не будем обманывать. Нет уж, погоди. Я с Таней обошелся нехорошо, несправедливо. Так вот, я не хочу, чтобы так же несправедливо отнесся к ней ты. И заодно испортил себе жизнь, понимаешь? Можете не беспокоиться? У меня все налаживается. С Кондратьев? Я лучше пойду. Нет уж, посиди. Давай с тобой поговорим на чистоту. Как говорится, как мужик с мужиком. Стойте! Ну, пожалуйста! Ну, стойте же! Ну, что же это такое? Стойте! Откройте! Откройте! Галина Семеновна? Увезите меня отсюда немедленно, пожалуйста! Пожалуйста! Садитесь! Скорей! Ну, хорошо. Я еду к Созолова. Можете встретить мою компанию. Что? Да вы что, с ума сошли? Он же нас убьет! Так же, как и Валю! Стоп! Значит так, я сейчас припаркуюсь и не сдвинусь с места, пока вы мне все не расскажете по порядку. Черт! Это Матвеев уговорил Созонова. Ну, после того, как он узнал, что Валю хочет на развод подать. Не захотел остаться нищим? Ну, конечно! Вот! А потом он и меня заказал Созонову! Видимо, после того, как я с вами встретилась! Боялся, чтобы вы не проболтались о том, кто просил вас выманить Валентину с дачи в день убийства? Нет, 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 нет! Я должна была только позвонить! Только позвонить и уговорить Валю приехать и все! А почему это должны были сделать именно вы? Ну, как почему? Ну, потому что она не стала бы с мужем встречаться! А потом, когда Валя согласилась приехать, я только передала Созонову! Это уже Созонов! Это он ее там, там ее на дороге встречал! И возле леса! Убивал один? Да! Он там, там в лесу тело Вали зарыл где-то, а машину ее в болоте утопил! Легко же вы подписали приговор лучшей подруге! Да все и за Лене! Я его очень любила! Если ты, Андрюша, думаешь, что я из-за Марии тебе по карьерной лестнице буду палки в колеса ставить, ты глубоко ошибаешься! Я никогда не был подлецом! Знаю, Степан Иванович! А знаешь, тогда послушай! Если у тебя с Марией все серьезно, мне объяснять ничего не надо! Ты просто встанешь и уйдешь! Я вам мешать не буду! У меня к Маше нет ничего! А к Тане? Ну что, Тане? У Тани другой появился! Я видел! Кого ты видел? Адвоката? Какого еще адвоката? Который вчера к ней вечером заезжал! Между прочим, по очень важному делу! Ну, конечно! В такое время мужики к молодым девушкам исключительно по делу ездят! Ты, Андрюш, не улыбайся! Я тебе точно говорю! Важное дело, связанное с подозреваемой! Это вам Танец сказала? Представь себе! Конечно, она не хотела со мной откровенщика! Однако сказала! Зачем? На нее это не похоже! Затем, Андрюша, чтобы ты об этом узнал! А зачем она этого хотела? Подсказать? Или сам соборазишь? Постараюсь! Сейчас я вас довезу до станции, сядьте на электричку! Дайте до Тарасова! Пройдите в городской ОВД и напишите заявление! Это ясно? Это обязательно! Если, конечно, вы не хотите, чтобы ваши милые друзья вас приговорили! Убейте меня, пожалуйста, оттуда! Пожалуйста, поскорее! Я очень боюсь! Пожалуйста! Я еду к Сазонову! Да как же? Ну как же к Сазонову-то? Ну, после всего, что я вам рассказала! Вы как бы одна туда поедете? Он же убийца! Я справлюсь! А вот вы лучше о себе позаботьтесь! ЗВОНОК В ДВЕРЬ Да, Волку слушает! Степан Иванович, это Таня Иванова! Что случилось? Мне нужна ваша помощь! Валя, быстрее собирайся! Нам больше оставаться здесь нельзя! Давай-давай-давай! Сейчас! Валентина Матвеева, насколько я понимаю? И что все это значит? Миша любит меня! Я знала об этом уже давно! Но, как это говорится, держала на расстоянии! Из-за мужа? Так вы любили? Я просто не хотела изменять! Это не в моем характере! Ну, хорошо! Ну, а вы? Вы-то почему не отказали Матвеева, когда он попросил убить Валентину? Если бы я отказался, он нанял бы другого! И заодно меня попытался бы убрать! Миша в тот день остановила меня на дороге, когда я ехала к Галине и все рассказал! Ну, а что ж вы столько времени скрывались? Почему сразу-то в полицию не пошли? Миша, ну... Ну, придется рассказать! Я думаю, что Матвеев молчать не будет! Это случилось год назад! Мы ехали от друзей! Я выпила в тот день бокал шампанского! Я не знаю, как это произошло! Я не знаю, откуда взялся этот парень на дороге! Я не подходила к нему, понимаете? Я была в шоке! Я не могла ничего! Матвеев сказал, что он мертв! Он сказал, что от него пахнет алкоголем, что не нужно гробить свою жизнь из-за какого-то бомжа! И он убеждал, убеждал! Господи! Я не могла противиться вам! У меня был шок! Я потом хотела пойти признаться! Но Матвеев убедил меня этого не делать! Когда Валя объявил ему о разводе, он начал ее шантажировать! Он сказал, что заявят в полицию о ДТП! Что ее посадят! Дело в том, что у него сохранилась видеозапись! Ну, знаете, с видеорегистраторой! И если бы Матвеева арестовали по нашему заявлению, он бы Валю за собой потянул! Ну и долго вы собирались так партизанить? Я не знала, что делать! Я сейчас не знаю, что делать! Да господи, да что здесь можно придумать-то! И поэтому вы решили убрать Матвеева! Валя не знала! Я понимал, что долго прятаться мы не сможем! Что нужно что-то предпринять! В общем, взрывное устройство я сам смастерил, армейский опыт пригодился! Выходит, Галкин случайно подвернулся! Да! Простое совпадение! Я наблюдал за Матвеевым, и как раз на стоянке все это произошло! Охранник отвлекся, и я успел прикрепить к машине взрывное устройство! А потом наблюдал из парка напротив! А почему взрыв случился раньше времени? Ну он же Пашку хотел за руль посадить! Подожди! За руль не сяду, ты поведешь! Без проблем, Леонид Петрович! А при чем здесь Пашка? У него жена, двое деток маленьких! А что с Галкиным было? Только правду говорите, я вас очень прошу! Ну он же мог видеть меня на стоянке! Я рассудил так! Если он меня видел, заставлю уехать из города! Ну потом... Произошел несчастный случай! Ну а Поломарчук? Ее бы вы тоже спрятали? Я надеялся, что она сама уедет, когда обо всем узнает. Но не успел я ей обо всем рассказать. Сосед пришел. Может он вас прямо сейчас арестует? Я не знаю. А вот к Матвееву я с полиции обязательно поеду. Сегодня же. Ну вот, в понедельник заберешь свою машину и сервис. И водитель тебе больше не понадобится. Тогда лови последний шанс. Какой? Побывать у меня в гостях. Маша, я ведь сказал, у меня сегодня ночное дежурство. Да помни про твое ночное дежурство. Ну, пообедать-то мы можем? Только ненадолго. Не волнуйся. К дежурству я тебя отпущу. Хорошо. Возьмешься защищать Валентину и Сазонову в суде? Конечно, Танюш, раз ты просишь. Да, только уговор. Полиция не должна знать о том, что Сазонов собирался убить Матвеева. Согласен, справедливо. Но ему все равно грозит статья, поскольку он скрыл чужое преступление. Думаешь, посадят? Оправдательный приговор не обещаю. Вот условный срок точно. В конце концов, это ведь Сазонов спас Валентину. А ей много дадут? Ты понимаешь, если парень действительно погиб от удара машины, то… Да, я попросила ребят из УВД поднять сводки по тому происшествию. Они обещали по-быстрому. Вообще, конечно, жалко их и Сазонову, и Валентину. Валентина мне звонила, места себе не находят. Оказывается, Сазонов сделал ей предложение. Представляешь? Да уж. Только теперь им не свадьба, а тюрьма грозит. Вообще, бывает же так, да? Столько лет прожила с негодяем, а рядом был человек, который ее любил и на все ради нее был готов. Не каждый может сразу распознать свою любовь. Я тоже думал об этом. Много. Да? И что ж ты надумал? Я хочу поднять этот тост за тебя. И за удачу. Потому что встретить такого мужчину, как ты, это… Это большая удача. Приглашаю тебя на белый танец. Хм? 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 Хм… 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 Маша, ты прости, мне… мне пора идти. Андрей… Это из-за нее, да? Не важно. Неужели ты не понимаешь, что она просто морочит тебе голову? Слушай, перестань. Нет, подожди, я все-таки скажу. Она же просто издевается над тобой и… И… У тебя было достаточно поводов, чтобы убедиться в этом. Даже если это и так. Ты не имеешь права про нее такое говорить. Ты ее не знаешь. Все. Я не собираюсь это больше услышать. Андрей, выходи, пожалуйста. Андрей… Когда мы встретились с тобой, вот сейчас снова, я как будто бы посмотрел на тебя другими глазами. И вот эти вот семь лет, их… их как будто не было. Это был какой-то страшный, одинокий, пустой сон. А теперь… А что теперь? Я хотел предложить, давай, может быть, попробуем начать снова. Снова – это когда что-то было раньше. А у нас раньше не было. Ну, подожди, Тань, ты ведь когда-то испытывала ко мне чувства, а теперь мы свободны, нам ничто не мешает. Мешает, Дима. Что? Время. Слишком много времени прошло, и чувства прошли вместе с ним. Ну, чувства ведь, они возвращаются, да? Да. Только если они не умерли окончательно. Я в этом убедилась. Я в этом убедилась. Могу поздравить вас, Валентина. Дело о ДТП, решено не возбуждать. Это как же? Проверили сводки, тот парень жив. Его машина ДПС подобрала на трассе. Были незначительные повреждения, а вот наркотики он употреблял. Господи, я думала, я убийца. Значит, Матвеев тогда меня обманул. Выходит, что так. Спасибо вам огромное. Спасибо. Главное, Валю не тронут, а я уж как-нибудь отсижу. Ну, вы тоже за решетку-то не торопитесь. У вас хороший адвокат и много смягчающих обстоятельств. Поэтому вас и оставили под подпиской. Спасибо вам большое. Скажите, как я могу вас отблагодарить? Ну, давайте будем считать, что это мой подарок вам. Будущий свадьбе. А с Матвеевым как? Матвеевым? Матвеев утром подписал признательное. Как говорится, сознался под тяжестью улик. Вот если бы он знал, как все обернется, вас бы ни за что не нанял. Да. Видимо, считал, что частного детектива могут интересовать только деньги. Поэтому была его главная ошибка. Ну вот, тетя Шур, сейчас перезагрузится и будет все отлично, как и раньше. Ну вот, Танечка, наконец-то. Вот, что я говорила, цел ваш компьютер и не вредим. Ой, Таня. Ой, здорово. Слушай, а давай Никитке позвоним прямо сейчас. Скажем, что мы сами вирус прогнали. Да? Только ты не уходи. Ой, Шура, ну и хитрющая же вы, а? Так. И где же он? Ну, он же не кот какой ему, чтоб все время дома сидеть. Ватсон. Я же забыла дверь закрыть. Ватсон! Ой, господи. Ватсон, Ватсон! Ватсон, 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 Ватсон! Сбежал, а? Ну, я так и знала, что сбежал. Ну, давай вниз. Может, не убежал еще, а? Поехали. Чичис, чуть-чуть. Чичис, чуть-чуть. Ватсон, Ватсон! Кс-кс-кс-кс! Куда ж ты делся, рыжая морда, а? Кс-кс-кс-кс! Ватсон, Ватсон, Ватсон! Да здесь, мы здесь. Ой, Андрей, привет. Держи. Ну вот пришлось за ним, видишь, на дерево лезть. Он с нас спуститься не смог. Такая вот у нас спецоперация получилась. Спасибо тебе, герой. Ну, ты уж прости его Непутёвого, и меня прости. Пожалуйста. Ну, хорошо. Пойдёмте, я вам налью. Чаю. Ага. Пойдём. Я смотрела телевизор, и во время рекламы решила посмотреть, как там Саша. Ну, он обычно похрапывает, а тут, тут совсем тихо-тихо было. Я подошла, а он не дышит. Я сразу вас вызвала, и Немцова. Это наш семейный доктор. Вызов был в час тринадцать. Раньше у мужа проблемы с сердцем были? Да. В прошлом году Саша инфаркт перенёс. Так что он принимал? Все лекарства. Вот там, вот там, вот там. Ну, стандартный набор сердечника. Здравствуйте. Здравствуйте, Немцова. Ну, что скажете? Острая сердечная недостаточность спровоцирована обширным, повторным инфарктом. Понятно. Вскрытие покажет. Ну, что, ладно. Вы уже ничем не могли ему помочь. Андрюша, ты хотел кофе? Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Андрей, пора вставать. Пора вставать. Пора вставать. Андрюша, пора вставать. Ты чай или кофе будешь? Угу. Да? Здрасьте, Валерия. Ну, конечно, помню. Ну, спасибо. Ничего. Да, тем же самым. А какое дело? Да, хорошо, я приеду. Угу. Скоро буду. Помню ваш адрес. Ну, счастливо. Здравствуй, Танюша. Здрасьте, Валерия. Проходи. Значит так. Томочка дочь моего соседа. Они с моим Лешкой в детстве как брат с сестрой росли. Мама Томочки умерла очень рано. А полгода назад отец скончался от инфаркта. Ты ее, пожалуйста, выслушай, а потом сама решай, как поступать. Угу. Хорошо. Не волнуйтесь вот так. Я уверена, что отец умер не сам. Его убила Алла. Я надеялась на полицию, но они ничего не нашли. Может, она им взятку дала? Ну, прием сразу взятку. Я вот, например, несколько лет в полиции проработала. Взяток не брала. Ну, так, может, вас по тому и воле? Тома! Послушайте, Тамара, я прекрасно понимаю ваши чувства. Но если вы действительно хотите, чтобы я вам помогла, давайте с вами говорить по делу. Мне нужно больше информации об отце, об Алле. Давно они поженились? Ну, где-то три года назад. Отец был директором на кирпичном заводе. А Алла в какой-то строительной компании крутилась. А я в Москве училась. А когда приехала на каникулы, на нее уже свадебный круиз выбирали. Развела она его, как мальчишку. Ну, почему вы так решили? Алла вполне могла искренне полюбить Александра Васильевича. Да она искренне! Только деньги любит! Вы ее просто не знаете! Это расчетливая меркантильная дрянь! А вот вам гостиница из Москвы от сына. Растет парнишка. Собираюсь его своим замом в Москве сделать. Как думаете, товарищ отец? Ну, ты начальник, тебе видней. Как сам ты? Я слышал, с заводом ты вопрос закрыл. Твои теперь кирпичи. Так точно. На днях выкупил у вдовы последний пакет акций. Так что теперь почти стопроцентный владелец. Ну, поздравляю. Когда обмывать-то будем? Ну, думаю, на следующей неделе. Надо подготовиться. Послушайте, Виктор Васильевич. Я вчера со своим братом разговаривал. Неважны у него дела. Что такое? С коллективом не сработался. Правильное говорит до тошноты. Хоть увольняйся. А нельзя ли Мишку моего к вам в Тарасов перевезти? Ну, почему ж нельзя? Можно. Надо только подумать, какой отдел. Может быть, лучше какой? Ну, в смысле, какой отдел отдать под его руководство. Ведь он у меня майор, спец. В замок закис уже. Ну, ты бы рядаешь. Отдел под началом. Да, губа не дура. Да и нет, у меня свободных отделов. Так вы освободите. И кого ж я уберу? Не знаю. Вы начальник. Вам виднее. Вы что, в братья моем сомневаетесь? Я ведь в вашем Артеме прежде тоже сомневался. А теперь смотрите. В зама вывожу. Я тебя понял. Ладно. Решим вопрос. Спасибо. А по поводу банкета я позвоню. Где-то год назад у них на заводе начались проблемы. Папу отправили на пенсию. Али это, естественно, не понравилось. Ну, я думала, ну все, сейчас она его бросит, все будет как прежде. Наивная. После инфаркта отец мне рассказал, что он мне причитается. Ну, мягко говоря, немного. Все остальное получала она. Только вы поймите, что мне деньги не нужны. Это я ради справедливости все. Про кремацию расскажи. А, да, точно. Короче, я узнала о смерти отца только через три дня. Она сказала, что не могла до меня дозвониться, но врала, конечно. Во-вторых, когда я приехала, отца уже кремировали. А он был всегда против этого, понимаете? Но она сказала, что он в последнее время там изменил свою точку зрения. С какой стати? В общем, я думаю, что она просто испугалась, что я потребую вскрытия. И что все прояснится. Поэтому и поторопилась. Тамара, это все только ваши предположения. И Алла может легко их опровергнуть. Но поймите, у вас нет ни одного доказательства, ни одной реальной зацепки, чтобы подозревать Аллу в убийстве. Блин, а что вы мне предлагаете, а? Вот так это все бросить, да? Чтобы эта дрянь дальше гуляла на улице? Да не за что! Вы что с вами связалась со всей? Если ты ей откажешь, она таким делом твоей-то. Ты видишь, какой характер? Ну, позовите ее. Томочка, вернись, пожалуйста. Ну, что такое? Иди. Ну, давай, давай. Все будет хорошо. Тамара, давайте с вами договоримся так. Я берусь за ваше дело, но с одним условием. Я не собираюсь доказывать, что Алла убийца. Я попытаюсь установить истину и во всем разобраться. Окей, я согласна. Только вы потом сами убедитесь, что я была права. Вы уже обожаете этот запах. Вы, как я понимаю, кофеман? Неизлечимый. И я. И пусть говорят, что это вредно, но... Живем-то один раз. Поэтому лучше прожить меньше. Да лучше. А вернемся к делу. Я всегда готов помочь такой красивой девушке, как вы. Хотя, если говорить серьезно, все эти подозрения Тамары, это полная чушь. Хотя, чисто по-человечески, я ее понимаю. У нее были ужасные отношения с Аллой. Полгода назад полиция провела проверку и ничего не обнаружила. А Тамара все не успокоится. Скажите, в тот день, после того, как уехала скорая, вы еще долго находились в доме? Ну, часа два, не больше. Алла была в шоке. Боялась оставаться одной. И я дал ей успокоительное. А вы не замечали в ее поведении, ну, что-нибудь странное или подозрительное? Ну, что может быть подозрительного в такой ситуации? Это было настоящее неподдельное горе. Знаете, я убежден, что, несмотря на разницу в возрасте, Алла по-настоящему любила и уважала мужа. А Тамара считает, что она отравила ее отца каким-то препаратом. Поэтому и отказалась от вскрытия, решилась на кремацию. Глупость. Чтобы отравить человека, нужно хорошо разбираться в фармакологии. Алла даже простейшие препараты путала. Я их ей на бумажечке писал. Зачем красивой женщине быть умной? Мама, у вас я, конечно, не имею в виду. Спасибо. Так что насчет кремации и вскрытия? А ничего. Алла просто не хотела возиться с этим. Ей было достаточно заключения врача. И вообще, знаете, все это больше похоже на бабскую склоку, когда одна баба хочет насолить другой. Хотите сказать, что она ревновала отца к молодой жене? Да. Именно это я и хочу сказать. Прошу простить меня. Да, алло. Понял, жду. Ну, что ж, прошу меня простить. Ко мне должны прийти гости. Да, конечно. Ну, что ж, спасибо вам за разговор и прекрасный кофе. Алло, Андрей? Привет. Не отвлекаю? Слушай, у меня к тебе малюсенькая просьба. Да, по делу, по делу. Пробей, пожалуйста, по базе Агапову Аллу Борисовну, 1182 года рождения. Вдруг на ней что-то есть. А я днем заскочу и объясню, зачем. Спасибо тебе, Андрей. Давай, пока. Опять жерешь, Агеев? Ну, я так, я же на диете. Слушай, так вот, че-то здесь ищите-ка. Какие новости? Волхосов в Кондратьев написал бумагу своему начальству, что он не может с нами работать. А волк там рвет и мечет. Слушай, мне может это, на недельку заболеть, а? А вы что, с Кондратьев помирялись? Почему? Нет, ну, такие вкусности лишь таскал. Не-не-не, ты что это? Это мама ко мне вчера приехала. Вот из деревни привезла гостиницу. Ну, что, стоишь на своей диете перед такими? Ну, эти символические, попробуй. На, шири. Только мне оставь. Привет, Вась. Приятного аппетита. Спасибо. Андрей, у тебя удивительный талант заставляет меня чувствовать себя виноватой. Не хочешь помогать? Ну, так и скажи. Ты о чем? А с твоей Агаповой, что ли? Да я все сделал. А, да? Ну, ладно. Но все равно осадочек-то остался. За твоей Агаповой ничего нет. Она чисто перед законом, как младенец. Зачем она тебе? А вы Волкова не видели? Его Лунев ищет. Не, я сегодня не видел. А чем это у вас так пахнет? Исключительно работой пахнет, Лиза. Плохо, Степан Иванович. Плохо. Я посмотрел отчетность. Твой отдел в хвосте плетется. Что-то ты сдавать начал. Устал? Никак нет. А что это за отчетность? Разрешите взглянуть. А без этого ты не знаешь, что в твоем отделе происходит? Почему с твоими операми никто работать не хочет? Почему частные сыщики участвуют в расследовании? Вся страна с коррупцией борется. А у вас сам местный бизнес? Никак нет. А может, да? Короче говоря, я предлагаю тебе подумать о заслуженном отдыхе. В лучшем виде. Со всеми почестями. Спасибо за заботу, Виктор Васильевич. Я чувствую, что могу еще поработать. Да. А на ваши вопросы я дам ответ. В письменном виде в ближайшее время. Вот так. Не хочешь по-хорошему. Ну, значит, будет по-другому. Не задерживай. В воскресенье мы с мамой ждем тебя на обед. Только без всяких отмен и переносов. Даже если случится конец света, я встречу его у вас на столу. Иногда я твои шуток даже не понимаю. Ой, а где моя перчатка? Вот она. Жалко его. Вертит она им как хочет. И всю жизнь будет вертеть. Ну, и пусть. Тебя-то уже и не касается это. Да. Какое-то помутнение рассудка было, а не любовь. Простите, а дома есть кто-нибудь? А вы кто? Я Татьяна Иванова, а вы Алла Агапова. Да. У меня к вам есть разговор. Дело в том, что я расследую обстоятельства смерти Александра Васильевича, и вот... Стоп. Дальше не надо, я все поняла. Извините, я жду гостей, свободного времени у меня нет. Но всего пара вопросов для установления истины. А истина установлена. Она подтверждена врачами и полицией. Я не убивала своего мужа. И говорить на эту тему я не хочу. А Тамаре передайте, чтобы она к психиатру обратилась. Всего пара вопросов. Я сказала, оставьте меня в покое. А на Тамарку я сама заявление напишу. Вам понятно? Извините. Субтитры добавил DimaTorzok 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 Валера, ты куда? Ты куда? Закрой окно. Холодно же. А, ну да, прости. Показалось просто. Что-то есть так захотелось. Нет у тебя что-нибудь поосновательное? Ну и что ты теперь на это скажешь, Валера? Алло. Это снова Немцов, Таня. Я себя что-то неважно чувствую. Давайте встретимся не в кафе, а у меня. Как в прошлый раз. Ну, тогда, может быть, лучше завтра? Зачем завтра? Вы меня так заинтриговали, я спать не буду. Приходите, пожалуйста. Я такой кофе сварю. Вы никогда такого не пили. Уговорили. А в три часа вас устроят? Вполне. Подождать. В такую погоду надо внимательнее относиться к своему здоровью, доктор. Совершенно правильно, Танечка. Живем-то один раз. Можно все-таки я вас на «ты» буду называть? А то прям как с клиентом на приеме. Прошу. Ладно. Когда ты познакомился с Александром Васильевичем? Да лет пять. Я вылечил его от хронического бронхита. С тех пор и дружили. Кофе. И он сразу предложил тебе стать своим семейным врачом? Нет. Это случилось, когда у него молодая жена появилась. Ну, ты же понимаешь, нужно соответствовать. Тренажерные залы, процедуры, обследования. И вы с Аллой сразу поладили? Да. Что нам делить? Когда ты видел его в последний раз? Так после похорон два раза всего виделись. Последний раз осенью. Случайно в городе. Извини за вторжение в частную жизнь. Ну, работа такая. А значит, все это вчера мне не показалось. Ну, хорошо. И что из этого следует? Что ваша связь с Аллой выглядит подозрительно. Наши отношения с Аллой начались после смерти Александра Васильевича. Не веришь, спросил его? Не там ищешь. Сыщен. Теперь кофе. Нет, вот сволочь, а! Еще себя папиным другом называл. Тише. Похоже, Немцов действительно не врет. Ну, ты сама говорила, что отец чуть ли не под замком Аллу держал. Ну, как они с Немцовым могли встречаться? Как? Да я не знаю. Ну, две свиньи всегда грязь найдут. Ну, хорошо. Может быть, ты сама что-нибудь подозрительное за ними замечала? Нет. Ну, я же все время в Москве, в институте. Там, послушай. Мне действительно кажется, что Алла не убивала твоего отца. Просто постарайся это принять. Да я ни за что не буду это принимать! Это гадина! Она убила моего отца! А сейчас на его деньги гулять с любовником! Это справедливо? С моральной точки зрения, может быть, это и не справедливо. Но с точки зрения закона... Да плевать! Я хотела на ваши законы! Если вы с ней не разберетесь, то я сама это сделаю! Без вашей помощи! Без вашей помощи! Без вашей помощи! Все равно я за тебя отомщу! Кто там? Это я. Мне нужно с тобой поговорить. Ну, заходи. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, что, нравится? Пальчики оближешь. Особенно оливье. К сожалению, за свои работы я редко готовлю. Да и не умею. Ну, ничего. Как говорила моя мама, жизнь всему научит. Вот выйдете замуж, родите ребенка. Все изменится. Возможно, но пока меня моя жизнь вполне устраивает. Ну, что же, вы собираетесь всю жизнь преступников ловить? Ну, тот уж должен это делать. Тем более, у меня это отлично получается. А вы у Андрея спросите, хочет ли он чем-то другим заниматься? Ну, Андрюша мужчина. А вы женщина, вы должны думать о другом. Я, наверное, еще себе оливье положу. Конечно. Мама, на тебя такое вкусно, что оторваться не могу. Кушай, кушай. Извините меня, это по работе. Алло, Таня, Аллу убили. Да, прямо в доме. Семенович нашел, комендант наш. Я скоро буду. Звонила Краснощевкова. Алло, Агапова убили. До Тамары не могу дозвониться, телефон выключен. Ох, и не нравится мне все это. Я, наверное, туда поеду. Зачем? Чего, они без тебя не разберутся? Я хочу сама все осмотреть. Но ты сам понимаешь, это важно. А мы с мамой, это и не важно? То есть, по-твоему, это нормально, посреди обеда уехать? Андрей, только не надо обижаться, пожалуйста. Лариса Васильевна, она и так все поймет. Мам, Таня покидает нас. Лариса Васильевна, извините, но это очень важно. Человека убили. Боже, какой кошмар. Я была очень рада с вами познакомиться. И извините еще раз, что так получилось. Какую же вы работу себе выбрали, Танечка? Я провожу тебя. Спасибо. 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 Привет, Ириш. Помнишь меня? Иванова. Тебя захочешь, не забудешь. Какими судьбами? Рабочими. Рабочими. Убитая Агапова проходит по делу, которым я сейчас занимаюсь. Разреши посмотреть, а? Пошли. Это со мной. Наши разъехались все уже. Кому охота в воскресенье-то вкалываться? Вот я одна тут за всех открываюсь. Да просто ты лучший экспертик-ривналист нашего города. Конечно. Таня девушка очень симпатичная. Но она думает только о работе. Я думаю, навряд ли она может стать достойной женой и хорошей матерью. Мам, ты не права. Если Таня не любит резать салаты, это не значит, что она плохой человек. Салаты я сам могу резать. Как знать. Стол обработанный? Да. Красивое платье. На работу как на праздник. Прямо из-за стола выскочила, в гостях была. Сочувствую. Значит, тоже без выходных. Денег-то больше. Когда как. Зато налоги будь здоров, и отпуск сама оплачиваешь. А что наши широкомцы говорят? Говорят, похоже на ограбление. Легкий бардак. Окно разбито. Денег, ценности не обнаружено. По крайней мере, мы не нашли. Обычно домушники на мокруху не идут. Ребята считают, что она его застукала, начала шуметь. Ну, вот он ее и угомонил. Навсегда. Нож не нашли? Нет. Удари сильные? Ну, не профи. Три проникающих, одно в спину. А во сколько это произошло? Примерно между двенадцатью и часом. О, Шурик. Какие новости? Поделись с коллегой. Я опрашивал соседей, и один из них сказал, что видел девушку, которая шла сюда в районе одиннадцати часов. Он ее писал? Он ее опознал. Это Тамара. Дочь покойного мужа Аллы от первого брака. Интересно. Тамара здесь не живет. И, кстати, все соседи подтверждают, что они с Аллой ненавидели друг друга. Не может быть. Так, надо найти фотографию Тамары. Думаю, в доме она есть. Ну, и будем объявлять ее в розыск. А не рано? Свободен, Шурик. Тань, ну ты что, теряешь нюх? По-моему, подозреваемая готовая. И во сколько она уехала? Час назад. Я видела, как она с сумкой выходила. А она не вызывала? Такси не говорила, куда едет. Нет. Просто ушла и все. Спасибо вам, Вера. Здрасте. Один билет до Москвы. Она. На московской торопится. Так, берем ее, только аккуратно. На ней все-таки убийство. Что-то не похоже она на убийцу. Да? Что такое психует? А ну, пусть они там сами разбираются. Давай, берем. По старой схеме. Спасибо. Добрый день, сержант Школьник. Можно ваши документы, пожалуйста? А в чем дело? Да ни в чем. Проверка документов обычная. Агапова Тамара Александровна. Все верно. Мы вас задерживаем. Чего? Подзарение в убийстве. Пройдемте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Да, Андрей, привет. Привет. Как дела? Нормально. А у вас как? Нашли Тамару? Задержали. Вчера вечером на вокзале. А сейчас она где? Так у нас сидит. В убийстве, кстати, не сознаётся, но радость не скрывает. Что за молодёжь пошла? Андрюш, я тебя умоляю, устрой мне встречу с Тамарой. Пять минут, не больше. Последний раз прошу. Нереально совсем. Знаешь, кого следователем назначили? Кондратьеву. Да. Это совсем не кстати. Да-да. Ты... Вы ко мне? Здравствуйте. К вам по делу. Разрешите? Здравствуйте. А в чём собственное дело? В том, что задержанная Тамара Агапова моя клиентка. Я хотела рассказать вам суть дела. Это может помочь следствию. Ну, проходите, садитесь. Слышишь, Алава? Дай закурить. Не курю. Чё? Отличница, что ли? Чё ты тогда Маруку-то завалила? Никого я не валила. Ой, да ладно. Не можно. Так. Кобеляне поделили. Разрешите мне с ней поговорить. У нас отличный контакт. Она будет со мной откровенно. Так вы считаете, что Тамара Аллу не убивала? Если честно, я не знаю. Именно поэтому мне необходимо с ней поговорить. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, алло. А вела себя как овечка Доля. Спасибо, Миш. Ваша безобидная Тамара чуть не убила свою сокамерницу. Этого не может быть. Значит, вы плохо разбираетесь в людях. Так. Спасибо, конечно, за информацию. А что касается посещения задержанной, так я вам, по-моему, уже говорила, что вы здесь обычное гражданское лицо. Почему должны идти на нарушение закона? Вы что, считаете меня и моих коллег идиотами? Мы не разберемся без вас, великой Тани Ивановой? А вот этого я не говорила. Ну, это у вас на лице написано. Только я не понимаю, почему кое-кто этого не видит. Не смею вас больше задерживать. Здравствуйте. А Вера сегодня работает? Вера только завтра будет. А вы по какому вопросу, девушка? Мне очень нужно с ней поговорить. Вы не могли бы мне дать ей телефон? А что случилось? Может быть, я помогу? Да нет, ничего не случилось. Просто нужно кое-что уточнить. Да ради бога. Вера, привет. Тебя тут частный детектив разыскивает. Угу. Даю трубочку. Алло. Здравствуйте, Вера. Я ни в чем признаваться не собираюсь. Я была у Аллы, потом поехала в гостиницу. По дороге потеряла телефон. Все. Во сколько вы ушли от Агаповой? Не знаю. У меня нет часов. Но светло было. Как вы возвращались в гостиницу? Поймала частника, Жигули, кажется. Темно-синий или черный, грязные они были. Номеров не помню. Хорошо. А зачем вы пошли к Али? Все говорят, что у вас были ужасные отношения. А я никогда этого не скрывала. Ты меня достала. Что тебе еще надо? Говори у Матова. У меня много дел. Я знаю, что ты убила отца. Я это докажу. Ясно? Ты все сказала? А теперь пошла вон. Это мамина шкатулка. Так, стоп. Дай сюда. Какой сад тут вообще командуш? Ты кто? Да подавись ты ее только ключи. Отдай. Коза безмозглая. Да лови, тварь. Так, все. Ты меня достал. Дай сюда. Нет. Отдай. Получилось? Грязь. Теперь ты хочешь знать. Да. Разрешите? Ну, что у вас еще? Я привезла свидетеля. Это администратор гостиницы, в которой жила Тамара. Вера, покажите, пожалуйста, распечатку. Здравствуйте. Вот. Что это? Это распечатка с дачи номеров. Тамара сдала свой номер вчера в 15.30. В гостиницу она приехала где-то минут за 20 до этого. От дома Агаповой до гостиницы, ну, минимум полчаса езды на машине. Получается, что Тамара никак не могла быть у Агаповой с 15.00 до 16.00. А экспертиза установила, что именно в этот промежуток времени было совершено убийство. Откуда вам известно время? На свои источники. Угу. Присаживайтесь. Предъявите, пожалуйста, свои документы. Вот вам листочек, ручка. Пишите про распечатку, про время, про то, во сколько вы увидели Тамару. Миша, скажи, от гостиницы до дома Агаповой сколько на машине ехать? Ну, в среднем. Да, днем. Поняла, спасибо. Я права? На этот раз, да. Тогда отпустите Тамару. Она никого не убивала. Я сначала все проверю. И вообще, с какой-то стати вы здесь командуете? Маша, я понимаю, у вас есть причины меня ненавидеть. Но при чем здесь Тамара? Пожалейте девочку. Она уже достаточно страдалась. Вот пусть посидит до утра. А там посмотрим. Ах так? Тогда я тоже посижу. И пусть все УВД знает, как вы сводите счеты. По личным мотивам. Спасибо, Таня. Но я не понимаю, как тебе это удалось? У тебя хороший следователь. Хотя у нас сложные отношения. Поедем, переночуешь у меня, а там решим, что делать дальше. Закрой глаза и спокойно вспоминай. Так легче будет. В тот день Алла никого не ждала? Да нет. Ей никто не звонил. Звонили по городскому телефону. Отлично. Ты слышала разговор? Немного. Алла сказала, что продала отцовские акции и теперь хочет купить квартиру в Москве. А с кем она говорила? Она имени не называла? Понятно. Значит, деньги у нее были, и при том немаленькие. Как ты думаешь, она могла хранить их дома? Не знаю. А что за акции? Ну, отцу принадлежал большой пакет акций с завода. После его смерти Алла продала эти акции Щукину. Хотя отец был бы против. Щукин, Щукин, знакомая фамилия. А почему он был против? Да потому что этот Щукин выжил отца с завода. С помощью своих влиятельных знакомых он организовал жебанкротство. После чего выкупил эти же акции по копеечной цене. И стал владельцем прибыльного предприятия. Рейдерский захват. А ты-то откуда знаешь о таких подробностях? Ну, папа рассказывал. Извини. Да, Светка, привет. Куда ты запропастилась? Ни слуху, ни духу. Прости, Танюш, я завертелась, закрутилась. А что ты делаешь? Дома сижу. Замечательно. Выручи меня, умоляю. Если ты не приедешь, я погибну. И Виталик тебе никогда этого не простит. Не стыдно тебя, Светка? Ну, какой здесь ужас-ужас? Нормальное место. Конечно, прости меня. Я себя почувствовала такой одинокой. Виталику еще целый час собирать, потом собираться. И вообще мы с тобой не виделись целую вечность. Я соскучилась, например, у тебя. А ты? Ну, хитрек ты, Светка. Ладно, когда у вас свадьба? Или ты передумал? Нет. Через две недели заканчивается наш неблагоприятный семейный гироскоп. И все. До свидания. Холостяц, жизнь. Кстати, не забудь, что ты свидетельница у меня на свадьбе. Слушай, для господина Щукина кирпичный завод, обморайка, конечно. Давайте, парни, давайте, давайте, давайте. Для нашего многоуважаемого гостя, кирпичного короля, господина Щукина. Свадьбу мы хотим устроить. Таняш, ты меня слышишь? Конечно. Я уже даже туфли новые присмотрела. Ну вот, свадьбу мы хотим устроить в этом ресторане, потому что ресторан практически уже свой. Скромненький, человек на 10. Зато потом мы с Виталиком улетаем в Таиланд. Представляешь, из этой омерзительной зимы мы улетаем в самое сердце на райское наслаждение. Свет, дай мне, пожалуйста, свою сумочку и туфли. Зачем? Потом объясню. Прости ребят, собраться, что я буду в душе, и пусть объявят белый танец. Хорошо. Хорошо, он только объяснил, к чему. Со мной все увидишь. Супер. Дорогой, сыграй нашу любимую песню, ладно? В дом огне и белый танец. А ты как стоишь? Дорогой, господи, просите. Ваша, ваша сетка, в смысле, клач. Благодарю вас, вы и такой галантный мужчина. Позвольте я вам посылать. Ой, ну зачем же эти лишние? Ну, а далее, друзья, у нас следует белый танец. Дамы приглашают кавалеров. Давайте потанцуем на такая красивая музыка. Потом вам мне сказать. Скажите, а это потому, что вы самый богатый человек Тараса? Вы или жутите? Ну, почти самый богатый. Через месяц будет. Ой, а я вас в телевизоре видела. Вы, кажется, что-то говорили про наш кирпичный завод. А почему это наш? Это мой кирпичный завод. Я его хозяин. Да вы что? А вы слышали, вчера пили жену бывшего директора завода? Вот ужас-то, а. И за что ее бедно? Почему бедно? Талка-то. Сама виновата. Жадность в крае разбила. О! 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 Нет! Позвучка, красавица. Ну, что так сидеть здесь, одиночество? Позвучка, к нам заснули. У нас там такие милые, исследованные люди. Ходите, Пушкина посчитаю. Скажи-ка, дядя, ведь не даром Спасибо вам за ваше предложение, но у меня здесь работает жених, и я думаю, что он будет против Ой, а давайте мы с вами еще потанцуем, вы так прекрасно танцуете Да, ну вы это что-то с чем-то Уважаемый, этот столик занят я с этими девушками, может быть, пересядете к своим друзьям А вы лопуха в ресторан Давайте идите, примечайте, все оплачено Позвольте, хорошо Слышь, ты! Давай! Да ты винишься, а? Давай! Давай, терпишься! Может быть, теперь объяснишь, зачем ты с этим уродом танцевать пошла Светка, ну прости, рабочий надо было, очень Ну что? Что? Все! Уволил я, и знаешь, я рад, потому что я музыкант, а не Лабов и шамана Слушай, ребят, давайте я вас до дома довезу, а? Слушай, ты вот сейчас молчи вообще Че ты вешалась на него там, а? Как проститутка Подруга у тебя приличная вроде на вид Замолчи! Ты ничего не знаешь, осудишь Она танцевала с ним по работе Не затыкай меня здесь, поняла? Курица! Вы все бабы одинаковые, вашу работу я знаю Ничего в музыке не понимаете, еще строите из себя здесь А ты петух щипанный, с гитарой! Да как ты смеешь, парикмахерша? Меня вообще тошнит от тебя, поняла? Вот только попробуй Да пошли вы все Где этот дебошир? Не знаю, слышать о нем больше ничего не хочу Понятно, тебе тоже досталось, да? Ты знаешь, может, оно и к лучшему Что ты имеешь ввиду? То, что Виталик-то твой алкоголик, понимаешь? Запойный Он и зашивался, и кодировался, и в больнице лежал А долго-то Он тебя встретил, вроде пить бросил Ну, я подумал, все А нет, правда говорят, бутылку ждать умеет Боже мой, как же это так? Мы же через две недели хотели с ним расписаться Вот я и говорю, радуйся, что они не расписались Слушай, а чего бежал-то? Гитара Виталькина передашь? Нет Ну ладно, я пошел-то, что-то холодно Удачи, увидимся Светка, поехали ко мне, а? Да не реви ты Ну почему мне так не везет с мужиками, а? Ну ведь вроде не уродины И профессия есть И квартира И встречаются одни какие-то Таня, почему, а? Ну, может быть это Испытание Последнее И скоро появится твой принц На белом коне Уже подъехал На белом бульдозере И ведь ничего не надо Только семью, детей Дом Неужели нет такого мужчины, которому нужно то же самое? Я вспомнила одного Андрея Мельников Знаешь, мы идеально подходим друг к другу И... Ой Тебя любят Дура ты, Тань Ты не ценишь своего счастья Ну, может быть уже ценю А ну-ка Колись Ну что, к Андрею приехала мама И они пригласили меня на обед И ты молчишь, да? Подруга мне тоже Вот ты даешь Нормальная мама Только ей не понравилось Ты знаешь, я расстраивалась Ну, ну не тормози Рассказывай, это Аня Ну, ну что, выходит Что Андрей мне не безразличен Ой, Танюша, я тебя поздравляю Здрасте Это кто? Прости, я забыла тебя предупредить Это Тамара Она попала в беду И я решила ей помочь Ой Это поэтому Щукину тюрьма Давно плачет Она у меня проходила по двум эпизодам Выкручивалась Не хватало доказательств Так и гуляет на свободе Авторитетный бизнесмен А что, без танцев нельзя было обойтись? Нет Противно было аж до чертиков Ну, а что делать Зато узнала важную информацию Этот Щукин явно что-то знает Про убийство Аллы Кондратьева обязательно должна его вызвать Обязательно Да, Аленушка Ничего не ел Только чай, йогурт и два яблока Я ради тебя готов на все И, конечно же, ради себя тоже И, да, ты совершенно права Давай, а то я не могу говорить Ну, че? Семейный бюджет трещит? Не перестанешь жрать, свадьбы не будет? Хотела поговорить с Кондратьевой, ее нет Все, я побежала Беги, беги А то полковник Лунев считает, что у нас с тобой совместный бизнес Что за глупость? Это кому как Больше мелькать не буду Рада была всех повидать Обиделась А как мне доказать, что я не верю в блюд? Полковник все не надавит? Хочет убрать меня с должности А на мое место посадить Блатнова Это кого еще? Брата Щукина Он в соседней области таких дел натворил Что с ним теперь никто работать не хочет Вот и хотят перевезти во вторасов Так сказать, под теплое крыло Товарищ полковник, а как же мы с вами хотим работать? А кто сказал, что я уйду? Зубки у них слабые, чтобы съесть волка, согласны? Согласны, Степан Иванович, мы с вами Кстати, Таня считает, что Щукин причастен к убийству Аллы Ну, это вдова директора кирпичного завода Вот что, Андрюш, присоединяйся ты к этому делу Так сказать, неофициально между нами Понял Давай Я ненадолго Только найду ключи, о которых свидетельница говорит Хорошо, Мария Павловна Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Мария Павловна Мария Павловна Мария Павловна Да еще при исполнении. Это не просто ЧП. Это вызов всем нам. Преступники обнаглели и должны быть схвачены в кратчайшие сроки. Дело находится на личном контроле у генерала Ермилова. На нас все смотрят. Все понятно? Да, так точно. Не подведем. Ответственно по делу назначаю подполковника Волкова. Есть. Сегодня же сформируйте оперативную группу и подготовьте план действий. Слушаюсь, товарищ полковник. Есть вопросы? Тогда за работу, мужики. Степан Иванович, задержись на минуту. Затянешь дело, вылетишь на пенсию. Ну, уже без почты, как понимаешь. Я найду этого года. Ну, давай, иди. Ищи. Есть. Нападение на Кондратьева связано с убийством Агаповой. С этим все согласны? Да. Вопрос. За что убили Агапова? Основная версия – ограбление. Но что и сколько украли, пока толком неизвестно. Разрешите, Степан Иванович? Давай. Как в старые добрые времена. У Агаповой дома могла находиться большая сумма денег. Она недавно предала акции. Это по поводу мотива убийства. Еще. Я Андрею говорила, надо допросить Щукина. Это он купил у нее акции. Я уже в курсе. Значит так, Андрей, поезжай к Щукину. Но я тебя прошу, держи себя в руках. Понял? Угу. Вась, на тебе соседи и камеры наблюдения. И чтоб Пустым не возвращался. Ясно? А я поеду к Кондратьевой. Да, врачи разрешили с ней пообщаться. Все? А я? Ну, а ты, Иванова, выясни, как преступник или преступники попали в дом Кагаповой, когда там находилась Кондратьева. М? И все? Пока все. Слушаюсь, товарищ подполковник. Когда я узнал о смерти бывшего директора, я предложил его жене купить у нее акции. Она согласилась и через полгода после вступления в право на следство продала эти акции мне. Сумма сделки? Ну, вообще-то это коммерческая тайна. Ну, вам я скажу. Около четырех миллионов рублей. Ого. И как? Расплачивались? Какое-то имеет отношение к нападению на следователя. Прямое. Так как? Я перечислил деньги на счет, который указал мне Алла. Номер счета. Нарезусь не помню. Посмотрю, скажу. А что вы имели в виду, когда сказали, что Алла сама виновата в том, что ее убили? Что? Это кому я такое сказал? Одной очаровательной девушке. Во время танца. В ресторане. Знаете, есть такая поговорка, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Ты меня достал, капитан. Алло. Виктор Васильевич, помогите, пожалуйста, честному бизнесмену. Тут один ваш сотрудник, капитан Мельников, задает идиотские вопросы, кошмарит по-черному. Да, с удовольствием. У вас телефоны. Да, слушаю. Понял, товарищ полковник. Ну, что? Больше нет вопросов? Есть. И ты мне на них ответишь. Понял? Послушай, капитан, тебе когда из органов побрут, а ты до то, что мне такие нужны, приходи, я тебе на работу возьму. Охранник. Как-то неожиданно все случилось. Я ничего не видела, ничего не слышала. Ну, что ж, первое мое боевое ранение. Маш, первое и последнее? К виду твою. Скажи, ты помнишь, что было в сейфе? Обещайте, Степан Иванович. Память-то у меня на месте. Ювелирные украшения, диктофон и деньги. Что же мы сразу его не вскрыли-то? Преступник вынес все, сейф обнаружили пустым. Ничего, я найду этого гада. Слово Волкова. Не сомневаюсь. Скажи, Маш, тебе что-нибудь принести? Ты, пожалуйста, говори, не стесняйся. Какой же вы заботливый, Степан Иванович. Да-да. Ну, все, мне пора. В следующий раз не пустят. Ты давай, выздоравливай. Все будет хорошо. Приходите обязательно. Я буду вас ждать. Я сегодня утром была у нотариуса, и он мне сказал, что в завещании отца есть пункт. В случае смерти Аллы, все мужество переходит мне. Ого, так ты теперь миллионерша. Поздравляю. Таня, это тебе. Давай, бери. Спасибо, что я из тюрьмы вытащила. Я тебя хотела попросить, ты меня держи в курсе расследования. Хочу знать, кто убийца. Хорошо. Все, пора. А так, знаешь, я рада, что сюда вернулась. Почему? Ну, курить бросила, например. Шучу, конечно, но это тоже неплохо. Ты знаешь, за эти несколько дней я столько все пережила, что мне кашля даже другим человеком стало. Какие местные секреты? Ну, взрослым. Ну, давай сводкаемся на прощанье. Да, давай, конечно. Ура! Круто. Ну, ладно, давай, пока. Пока. Держите его! Держите его! Держите его! Дайте суть! Держите его! Спасибо! Пожалуйста! Радио у вас, прописка. А у нас в Тарасове что делали? В гостях было. А в сумочке у вас что? Ну, мне для протокола надо. Ого! А вам повезло, что мы его схватили. Это подарок на день рождения. Вам понятно? Достали уже ходить! Один ходит, другой ходит! Простите, а чей это подарок? Любимого мужчины, а что? Как его зовут? Допустим, Валера. Немцов. Случайно не врач. А вы что, с ним знакомы? Немного. Недавно проходила по одному делу. Свидетели. Нету, что делать. Мне поезд ушел. Разрешите меня сфотографировать это ожерелье. Оно может проходить еще по одному делу. Да, пожалуйста. Вы можете нас подождать пока в коридоре? Я опись проведу. И потом... Потом отправим вас домой. Привет, Андрюш. Да, я уверена, это то самое ожерелье, которое я видела на Алле. Девушка явно не была в курсе, поэтому я ей ничего и не сказала. Нет, Андрей, женщины с такими ожерелями не расстаются. Да не успела бы она его продать. Угу. Хорошо. Езжайте в больницу, я скоро буду. Да, это оно. Я его отлично запомнила. У меня еще мысль тогда промелькнула. Какая же красивая вещь. Наши девчонки молодцы. Андрюх, что значит работать в команде с женщинами? Значит, Немцов. Только зачем он это сделал? Ну, он, наверное, думал, что в сейфе будет лежать огромный самоденег. Но большая часть лежала на счету у Агаповой. Мы проверили. Получается, Агапова он тоже убил. Это мы скоро проверим. А ты, Маша, у нас герой. Нет. Я тут ни при чем. Это Татьяна у нас герой. Без вас, Маши, ничего не получилось бы. Вот постановление о вашем задержании. Вы подозреваетесь в убийстве Аллы Агаповой и нападение на следователя Кондратьева. Это бред. Я никого не убивал. У вас нет доказательств. Одно уже есть. Ожерелье Аллы, которое видела наш следователь в сейфе, перед тем, как вы ее ударили. Вы его подарили очередной вашей любовнице Марине на день рождения. Я не знаю никакую Марину. Да ничего страшного, мы вас познакомим. А вот это ордер на обыск. Миш, понятых найди. То есть вы утверждаете, что не вы убили Агапова? Да о чем вы вообще говорите? Мы с Аллой любили друг друга. Что вы делали у нее в доме? Зачем напали на Кондратьеву? Ты бес попутал. Но я знал, что Алла хранит деньги дома в сейфе. Что хотел их забрать. Ей-то они уже мертвы. Без надобности. Пока ключ от сейфа искал, ваша эта Кондратьева пришла. Я испугался. На пианино бык стоял металлический. Но я ее этим быком оглушил. Но оглушил, не более. А кто же по-вашему тогда убил Агапова? Не знаю, кто мог убить. Ищите. Мы понимаем, что Немцов врет. Только предъявить ему нечего. Не, ну как? Нападение на Кондратьева только. Жадный, конечно, он оказался. Все прибрал. До мелочи. Даже диктофон забрал. Что он с ним делать собирался? Продать, что ли? Или тоже любовницу подарить? Подожди, какой диктофон? Ну, тот, про который Кондратьева рассказывала. Его тоже не обнаружили в сейфе. А разве вы его у Немцова не нашли? А мы и не искали. Зачем он нам? Мельников, ну ты сам подумай. Человек хранит диктофон в сейфе. Ага. Зачем? Ну, зачем-то же это нужно, правда? Потом приходит Немцов, забирает диктофон. Зачем? Неужели вы об этом не подумали? Не подумали? А зря. Ну, собирайся, поехали. Куда? Домой, к Немцову. Поехали? КОНЕЦ Есть. Ну-ка, руки! Вот так встреча. А ты что, Щукина, домушником заделался? Да я… Что ты? У меня тут дело личное. Послушай, капитан, давай договоримся. Сколько ты хочешь? Я тебе заплачу любые деньги, а ты меня здесь не… Так, может, и со мной поделитесь, господин кирпичный король? Или на двоих денег уже не хватит? А ты что здесь делаешь? Что она, то и делает. Руки выше! Грязные методы у вас работают, я погляжу. Я сейчас сделаю один телефонный звонок и… Ну-ка, руки! Да знаю, кому ты хочешь позвонить. Обойдешься. Таня, забери у него телефон. О! А мы как раз за ним приехали. Ну что, Щукин, спасибо тебе за помощь в поиске краденого. Тебе зачтется. Таня, наших вызывай. Слушаюсь. Товарищ капитан. Ну что, Немцов, будете говорить? Так я же вроде все сказал. Андрей, этот диктофон мы нашли у вас на квартире. Включай. Ты, Валерочка, мне такую свинью подложил, а я женщина слабая, впечатлительная. У меня теперь кошмары снятся. А кто говорил, что ненавидит мужа? Кто мечтал от него избавиться? Одно дело – мечтать. Но я же не убивала, я вообще против была. Тогда будем считать, что я исполнил желание любимой женщины. Совершил настоящий мужской поступок. А ты сразу согласился, когда Щукин предложил убить Сашу? Или колебался? Колеблются листья на ветру. А почему ты спрашиваешь? Ну, хоть ожерелье красивое, дорогого, небось? Да, дизайнерское. Мне его Саша из Москвы привез. А ты его убил. Зато всем теперь хорошо от этого. Щукин с акциями. А мы с тобой с деньгами и свободой. Да. А про любовь забыл? Помню. А через годик мы поженимся. И я рожу тебе ребенка. А рожать будем в Москве. Я уже клинику выбрала. А почему будем? А потому что ты, Валерочка, будешь со мной. А то я такая трусиха. Я буду держать тебя за ручку. Не могу слышать этот голос. Между прочим, ваш подельник Щукин уж дает показания. Так что и вам пора немцов сказать правду. Больно, Валерочек? Что-то режет, да. Бедненький мой. Ну, скажи, скажи, что я могу сделать для тебя, Валера? Сейчас. В общем, там через дорогу круглосуточная аптека есть. Валерочка. Сходи туда. Купи мне вот это. Я сейчас. Я сейчас, милый. Держись. Держись, мой хороший. Я сейчас. Я сейчас. Ага. Ага. Держись. Ты что? Ты что делал? Ты что-то сделал? Почему ты здесь? Там дождь собирается. Я за зонтиком пришла. Ты убил меня. Убил ты один идиот. Ну, нас же спасать, понимаешь? Я пойму, да я не хочу. Я не хочу. Я не хочу в тюрьму, понимаешь? Я не хочу. Я тоже не хочу в тюрьму, поэтому слушай меня внимательно. То, что я ему вкал, может показать только вскрытие. И то, если подолго она там будет опытна, а самое главное трезвая. Для всех остальных это остросердечная недостаточность. На фоне обширного инфаркта. Поняла? От вскрытия ты откажешься. Поняла? Ты вызовешь скорую. Когда она приедет, ты скажешь, что ты позвонилась в мину к доктору, и он тоже скоро подъедет. Я подстрахую тебя, девочка моя. Ты мне веришь? Я ей все это сделал ради нас. Потому что я люблю тебя. Зачем же вы позволили своей любовнице записать мне на гиптофон признание насчет убийства? Да ничего я не позволял. Это она сама все записала. Постраховаться решила, стерва. Так потом мне и сказала. То есть, она вас шантажировала? Да. Застукала меня с Мариной. Так вы встречались с двумя женщинами? А вы что, полиция нравов? Ну да, Алла мне немножко надоела. А Марина жила в другом городе. Ну и что? Никакого риска. Только в тот день я прокололся. Алла обо всем узнала. Пригласила к себе, включила эту запись. Чуть со стула не упала. И что она от вас хотела? Да на крючке держать. Как золотую рыбку, чтоб все ее желания исполнял. Да я не хотел ее убивать. Я же по-хорошему с ней хотел договориться. А она оскорблять начала. В драку полезла. А вот Щукин говорит совсем другое. Вы ведь самим и рассказали. Что Алла начала вас шантажировать. А потом вы убили ее. Чтобы спасти тем самым себя и Щукина. Чтобы потом получить с него 30 тысяч долларов. Вдобавок тем 50-ти, которые вы получили за убийство Александра Васильевича. Нет, нет, нет. Это все Щукин. Это он меня заставил. Это только он. Вы даже не представляете, на что он способен. Я просто боялся его. Это все Щукин. А я вот больше верю Щукину. Вы, Немцов, хладнокровно убили Агапова, чтобы она вам не мешала. А потом придумали версию для него. Чтобы потом получить за это с него денег. Так, ведь так. Да какая теперь разница. Хотел, не хотел. Может и в деньгах дело. Мне всю же жизнь ни с чем быть. Живем-то один раз. Да. Только все по-разному, Немцов. Да-да. Степан Иванович, зайдите, пожалуйста, к Луневу. Он вас ждет. Андрей, заканчивай с ним сам. После убийства Агаповой, Немцов начал искать диктофон. Но его спугнул комендант, который шел к Агаповой. Он все-таки продолжил искать диктофон, боясь, что первыми эту запись обнаружим мы, полиция. Он пошел к Агаповой, обнаружил там Кондратьеву. Увидев, что он достает из сейфа диктофон, напал на нее. То есть, главный преступник, убийца, это, как я понял, Немцов. А что Щукин? Щукин заказчик убийства директора завода и соучастник убийства Агаповой. Но почему Немцов не уничтожил диктофон? Ведь, по идее, он должен был это сделать сразу. Что? Опять из-за Щукина? Вот именно. Но Щукин сначала захотел проверить, правду ли говорит Немцов, а уже потом заплатить за убийство Агаповой. Но ему помешала командировка. Но сегодня он уже вернулся и прямо из аэропорта поехал в дом к Немцову искать диктофон. Ну, кто-то ему сказал, что Немцов уже арестован. Интересно, кто? Да мало ли кто. Сейчас это же не имеет значения. А ты молодец, Степан Иванович. За пару суток раскрыть два убийства плюс покушение на Кондратьеву. Признаюсь, я насчет тебя был неправ. То есть, я могу продолжать работать? Разумеется. Только это дело с убийствами я у тебя забираю. Оно сложное, муторное. Надо будет кое-что обсудить с начальством. Согласовать действие. Я уже все согласовал. И это дело поручено вести мне. Ты что, с Ермиловым говорил? И обо всем ему доложил. А ты хитрее, чем я думал. Иди, не задерживаю. Есть. Слушаю, товарищ генерал. Спасибо за цветы, Степан Иванович. Не за что. Кстати, я разговаривал с лечащим врачом. Он сказал, что выпишет тебе в конце недели. Хотел тебя спросить. Может, я приеду с тобой, заберу. Ну что вы, Степан Иванович. Вы и так слишком много для меня сделали. Значит, договорились. Потом еще три недели дома сидеть. Я так с ума сойду. А врач говорит, что нужно на море поехать. К солнцу. В чем проблема? Поезжай, конечно. Да. Скучно одной. А подруги работают или детьми занимаются. Ага. Понятно. Маша, как тебе моя кандидатура? Ну, у меня как раз осталось в запасе две недели от отпуска. Степан Иванович, вы меня прям в краску вгоняете. Ну, извини. Я не то хотел сказать. То есть, я хотел сказать... Маша, я тебя люблю. Маша, ты мне что-нибудь ответьте? Вы... Вы серьезно? Совершенно серьезно. Степан Иванович, я... Я от вас такого не ожидала. Извините. У нас процедуры. Понятно. Маша, так ты мне что-нибудь ответишь? Вот приедешь за мной, тогда отвечу. Или ты передум. Ни за что. До свидания. До свидания. Одного не могу понять. Где Немцов и Алла могли встречаться? Она же вообще без мужа на улицу не выходила. Так они дома и встречались. Немцов и про это рассказал. Он давал Александру Васильевичу снотворное. Может, тут жаловался на плохой сон. Ну и вот, пока муж спал, Алла и Немцов развлекались прямо в доме. Буквально у него под носом. Кошмар. В жизни бы ты такого не додумался. Я тоже. Ну, потому что мы с тобой люди. А не какие-то там зверушки с инстинктами. Ну, про зверушек-то так зря. Вот мой Ватсон, например, очень порядочный зверь. Да, кстати, я хотела у тебя спросить, как твоя мама относится к кошкам. Да вроде бы нормально, а что? Ну и прекрасно. В таком случае мы с Ватсоном приглашаем вас на ужин. Ну, роскошного пира, конечно, не обещаю, но у меня тоже есть фирменное блюдо. Очень неудобно перед Ларисой Васильевной за последний визит. Придем. Ну что, будешь кофе? С удовольствием. Ой, здравствуй, Танечка. Привет, Андрей. Здравствуйте, Шура. Вы прямо светитесь. Спасибо, Танечка. А у меня к тебе новость. Никита приезжает. Поздравляю. Ну что, застыл? Пойдем. Какая-то жесть у нее дороги. Особенно после Калифорнии. Ну, ты так хорошо знаешь, она как будто не в родную страну приехала. Ой, в родную. В родную, мама. В родную страну с ужасными дорогами. Ладно, спасибо, что подбросили. Има, ты была права, а Таня гораздо симпатичнее в жизни. У меня тоже было очень приятно познакомиться. Да вы что, как будто прощаетесь, что ли? Нет, сейчас все к нам, отметим приезд и знакомство. Ой, тетя, я не… Не спорь, не спорь. Для кого я пирог-то приготовила? Ладно, лучше не спорить. Заходи. Нет, ну ты подумай, ну сколько можно болтать по телефону? Шур, да вы не волнуйтесь. Надо же ему с друзьями поговорить. Целый год дома не было. Ну, неудобно. Чай же стынет. Ах, мы так не договаривались, да? А как ты со мной поступил? Как договаривались? Значит так, слушай меня внимательно. Теперь будешь выполнять мои условия. Ты принесешь столько, сколько я скажу. И благодари Бога, что я до сих пор на тебя порчу не наслала. Ну что? Ну что? Никитушка, ну сколько можно болтать по телефону? Полчаса тебя ждем. Да, прости, заболтался. Ты чем-то расстроен? Да нет, товарищ позвонил. Все в порядке. Так, ну что? За встречу. Ну и за знакомство. Да нет. Да нет. Да нет. Да нет. Ну, вообще-то он ничего. Только несерьезный какой-то. Да и разговоры у него все про интернет, да про компьютеры. А сколько раз я тебе говорила, что лучше Андрея ты уже никого не встретишь? Слушай, Светка, иди одна. Это почему? Не хватало мне сейчас с какими-то колдуньями общаться. Общаться буду я, а ты посидишь. Но я первый раз иду на магический сеанс и мне страшно одной. Ты вправду веришь, что какая-то Элеонора наколдует тебе счастье в личной жизни? Не знаю, но попробовать можно. Или ты хочешь, чтобы до конца жизни я оставалась несчастной? Заходи уже, несчастная. Да. Предчувствия меня не обманули. Я сразу ощутила, какая у вас беда. Карты это подтвердили. Так в чем дело? Не томите? Ситуация очень сложная. На вас наложена порча. То есть как? Меня заколдовали, что ли? Было это давно. Лет двенадцать назад. Да-да, вы были тогда юный и неопытный. А вы сами не заметили, как вызвали зависть у одной злой женщины. Она позавидовала вашей молодости и красоте. Простите, но при чем же здесь порча? Разве завистью можно заколдовать человека? Одной завистью нет. Но зависть толкает людей на скверные поступки. Так, посмотрим. Я не могу сейчас назвать имя этой женщины. Я вижу, что она очень болезненного вида. Худощавая. Тогда ей было где-то за сорок. Она часто ездила в деревню на электричке. Ой, кажется, я вспомнила. У нас в соседнем подъезде такая женщина жила. Она все время ругалась с ребятами во дворе. Да вас и Леонора нужно подключать к уголовному розыску? Нет, это не для меня. У меня другое предназначение. Только сдается мне, что такие злобные сварливые тетки есть в любом дворе. И вряд ли все они колдуньи. Я не говорила, что она колдунья. Она ездила в деревню к своей тетке. Вот та ведьма в шестом поколении. И что она сделала? Она наложила на вас венец безбрачия. Ни с одним мужчиной вы не сможете обрести счастье и покоя. А это не лечится? Ну, в поликлинике не лечится. Но я могу попробовать вам помочь. Правда, придется очень сложно. Порча наложена пожизненно. Пожалуйста, я вас очень прошу, помогите. А по поводу оплаты, не беспокойтесь. Не торопитесь. Я возьму у вас деньги, когда увижу первые результаты. А сейчас мне нужны ваши фотографии. Те давние, на которых вам 15-16 лет. Да-да, конечно. Я принесу завтра утром. Можно? Да, хорошо. Возьмите вот этот амулет. Носите его. Он привлечет к вам достойных людей. Если вы встретите мужчину, предначертанного вам судьбой, он просто не сможет пройти мимо. Он сделает все, чтобы сблизиться с вами. А если это снова окажется аферист? Или пьяница? Это исключено. Амулет скверных людей отпугнет. Девушка, девушка, вы куда? Куда? Я к вашей обманщице. Не надо меня дурить. Девушка, к ней нельзя. К Леонору Роману нельзя. У нее посетительница. Да стой! Леонора Романовна, я говорила ей, что с ней нельзя, а она вот... В чем дело, Агата? А в том, что вы меня обманули. Вы обещали, что Женька меня простит и вернется ко мне. А сейчас он собирается жениться на другой девушке. Успокойтесь, пожалуйста. Я же вас предупреждала, что ваша соперница сделает на него приворот. Я над этим работаю, мне просто нужно время. Это правда? Вы не врете? Девушка, вообще понимаете, с кем вы говорите? Прекратите грубить. Агата, все нормально. Мы должны прощать людям их 7-минутные эмоции. Извините меня. Понимаете, у меня сейчас туго с деньгами. Можно я вам в счет оплаты оставлю бабушкин браслет? Он старинный. Ну, я вообще-то не принимаю к оплате семейные реликвии. Подождите в приемной. Я закончу с клиентами, и мы обсудим этот вопрос наедине. Девушка, выходите, вы слышите. Пойдемте. Похоже, не все клиенты вами довольны. Случается всякое. А эта девушка, она неуравновешенная. Я боюсь, что у нее проблемы с психикой, да. Ну что, убедилась, как твоя колдунья людям помогает? Обещала вернуть жениха, а тот уже с другой в ЗАГС намылился. Она же сказала, это приворот. Это не шутки тебе. Постой-ка. Где же я могла видеть ее раньше? Кого, Элеонору? Да нет же, девчонку эту, которая в скандальте пришла. Может, по делу какому проходила? Точно, вспомнила. Год назад в ресторане на дне рождения Волкова. А она-то там что делала? Так она его дочь. Полина, кажется. Интересно. Волк в курсе, что его дочурка раздает семейные драгоценности колдуньям. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Никит, что ты там замер? Неси пакет сюда. Сейчас. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Опа! Все, иду. А где твой четвероногий друг? Не знаю. Спирт где-нибудь. Ага. Понятно. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Кофе будешь? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, давай, покажу. А вот этого я не люблю. Как? Вот так. Ты не любишь нежные объятия и поцелуи? Мне не нравится твоя наглость, Никита. Прости. Ты права. Давай выпьем кофе. Вот просто посидим спокойно. Зачем же себя так мучить? Ты ведь его не любишь. Ну, я ради тебя готов потерпеть. Иди-ка ты домой, Никит. Так. А в чем проблема, собственно? Я не понимаю. У тебя никого нет. Мама говорит… А вот это уже не твое дело. Иди. Да. И можешь не волноваться. Твоей маме я ничего не скажу. Понятно. Абонент занят или временно недоступен. Пока. Элеонора Романовна, можно к вам? Я фотографии принесла. Таня! Полина убила Элеонору! Ты уверена, что в соседней комнате кто-то был? Я слышала, как закрепел пол. Может быть, тебе показалось? Говорю же, тебе Полина в соседней комнате спряталась, когда я заходила в салон. Я хоть и испугалась до смерти, но я успела сообразить, что если на полу оставить ее браслет, она заберет его с собой. Тогда главная улика – тю-тю. Между прочим, это твоя школа. Свет, да подожди ты со своими уликами. Я вот, например, не верю, что Полина могла убить. Очень зря. По-моему, все понятно. Элеонора не захотела брать браслет вместо денег. Они поссорились, потом начали драться, и девчонка пырнула ее кинжалом. Браслет упал во время драки на пол. Свет, может, у меня тоже ясновидящая? Привет. Извините, что пришлось ждать. Задержались на месте происшествия. Присаживайся. Ну, что там? Пока ничего особенного. Хоть гадай на картах Элеонора. Допросили ее помощницу Агату. У нее алиби. Сидела дома с больным ребенком. В девять утра к ним приходил учетковый врач. Пробыл там минут сорок. А экспертиза показывает, что смерть Элеонора наступила с девяти тридцати до одиннадцати. Ну, вот я же говорю, остается только Полина. Это еще не факт, что она сегодня приходила в салон. Браслет, который ты подобрала, она могла ее вчера оставить. Ничего. Вот посмотрим видеокамеру наблюдения. Тогда и будет ясно, кто и когда приходит. Проверили соседнюю комнату. Может там что-нибудь есть? Она маленькая, под всякий хлам. Сейчас эксперты там берут отпечатки пальцев. Свет, сейчас подпишешь показания, можешь ехать. Я тебя довезу. Обещали. Ладно, ладно, жених. Тань, Василия с собой захватите. Они сейчас со Светой соседи. Вась, ты что, переехал? Квартиру снял? Ну, это не моя, а Алена. Ну, считай, что твоя. Ее папочка банкир к предстоящей свадьбе подарок сделал. На Восточном проспекте, напротив твоего дома в новостройке. Андрей. Ты ж не думаешь, что у Полины могла ее? Да нет, чушь какая-то. Привет. А, понятно. Я очень рад, что застал тебя дома. Вот иначе я бы умер прямо здесь от угрызений совести. Да? Ну, умереть от недостатка скромности и самоуверенности тебе точно светит. Вот давай договоримся, если ты меня сейчас пустишь, то я буду скромен, как вот мальчишка на первом свидании. Я думаю, уже на первом свидании ты руки распускал. Технически нет. Ладно, я маленькую... А вот через порог нельзя? Традиция. Ну ладно, заходи. Можно? Итак, прими, пожалуйста, этот букет в знак моих искренних извинений и глубочайшего уважения к тебе и к твоей девичьей гордости. Верить твое раскаяние или нет, это я еще подумаю. А в гости я тебя не приглашаю. Не убранно и угощать нечем. Ну, тогда приглашаю я в ресторан. Ты позволишь мне искупить мой грех сегодня за чистым, скромным и невинным ужином. Идет? Только не думаю, что я тебя так сразу прощу. А приглашение принимается. Но только по одной банальной причине. Я устала и мне лень готовить. Придет. Да, и учти. Если хочешь общаться со мной дальше, то не повторяй, пожалуйста, своих государственных атак. Что ты? Нет. Можно? До вечера. Ага. 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 Да. Ага. 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 Встречится со мной. И часто вы так с женщинами знакомитесь? Часто? Первый раз. Сам удивляюсь. Но я не мог вам не предложить. Вы такая… Ну, хорошо. Позвоните завтра в шесть и… Да. Спасибо, что не отказали. До встречи. Счастливо. До свидания. До свидания. Представляете? Поздравляю. Ой, ты бы хоть поломалась немного. Все так неожиданно получилось. Я просто растерялась. Может, этот амулет твоей колдуни работает? И Леонора говорила, что этот амулет притягивает мужчину. Если бы ее не убили, я бы себе такой амулет взяла. Так ты попроси у Светки. Может, даст поносить? Да ну тебя. Вдруг это все правда. Ну, вы что там, как-то посекает. Ну, вы что там, как-то посекает. Ну, еще пора просто. Волга, Валентина Степановна? Да, а что? Пройдемте с нами. Это еще с какой стати? Вы задержаны по подозрению в убийстве. Что? Так в чем же все-таки причина вашей неприязни к Леоноре Маевской? Да не было у меня и к ней никакой неприязни. Я просто волновалась из-за Женьки. Женька – это кто? Женька Костров – это мой однокурсник. Мы с ним сильно поругались. Он сделал мне предложение, а моему папе, естественно, это не понравилось. Понимаю. У вас случилась размолвка, жених вам сделал ручкой. И вы решили обратиться за помощью в салон тайной сердца. М-м-м, да. Ну, я просто не знала, что мне делать. Мне было очень плохо. Я верю. А Леонора обещала вам стрекороба. Сказала, что жених вот-вот приползет на коленях. Будет прощения просить. А потом вы поняли, что ее обещания не сбываются. Вам стало еще хуже. Да. И поэтому вчера утром я ей пошла к Леоноре. Я снова стала просить. Я предлагала ей браслет. Но она сказала, что без денег не будет заниматься моей проблемой. Ясно. Вот тут-то у вас нервишки издали. Верно? Немножко. И в результате мы имеем убийство в состоянии аффекта на почве личной неприязни. Вы что, я ее не убивала. Я могу вам чем угодно поклясться. Да, Степан Иванович. Вот ведь какая жизнь у штука полосатая, а. Прямо зебра. Только что тебе благодарность объявили. Полковника присвоили. А тут несчастье такое. Да нет, у них ничего серьезного против Полины. Я уверен, что нет. И быть не может. Ну, да, да. Ну, тут еще, видишь, мы же еще в должности хотели тебя повысить. Я уже представление написал. Думал, замом моим пойдешь. А. Да я хоть в участковую бы пошел, лишь бы дочь избавить от беды. Ну, ты сильно-то не раскисай участковым. Отдел твой пока за тобой остается. Но, смотри, чтобы орлы твои дело, по которому Полина проходит, не касались ни... Я понимаю, не первый год в органах работает. Ну, вот и хорошо. Ну, Степан Иванович, ну, в следственном комитете тоже не дураки сидят. Ну, разберутся, я думаю. Надеюсь. Возможно, трагедии бы и не произошло, если бы не этот злополучный кинжал. Агата, ассистентка Элеонора, показала, что Элеонора имела привычку хранить этот кинжал просто так, на столе, как сувенир. Вот он-то и оказался у вас в руках в состоянии эмоционального срыва, верно? Я никакому кинжалу не притрагивалась. Чтобы доказать это, придется потрудиться. Отпечатки неотчетливы. Но у меня есть видеозапись с камеры наружного наблюдения, установленная у входа в салон, сделанная как раз в течение того часа, когда была убита Элеонора. И что? И что, камера сняла, как я ее зарезала? Я бы на вашем месте так не шутил. Смотрите. Это Элеонора. Она появилась в салоне в 8.30. А вот в салон заходите вы. Время 8.47. В салоне вы пробовали достаточно долго, больше часа. Вышли в 9.58. И за это время в салон, кроме вас, с Элеонорой больше никто не заходил. Ну, подождите. Вы сказали, что... Вы сказали, что Элеонора умерла до половины одиннадцатого. Я ушла в 10. Значит, просто в оставшиеся полчаса еще кто-то приходил. Увы, но первая после вас посетительница зашла в салон в 11.15. Она же и обнаружила убитую. Теперь вам ясно? Так что, пока вы отпираетесь, вы просто зря теряем время. Слушайте, это просто какое-то безумие. Вы не понимаете? Я вас очень хорошо понимаю. Я же сам сказал, вы были в состоянии аффекта. Потеряли контроль над собой. Но я уверен, что хороший адвокат сможет доказать суду, что у вас не было заведомого умысла. А ваш отец, я уверен, найдет толкового адвоката. Нет, не верю я в то, что это Полина. Но не могла женщина нанести такой сильный удар кинжалом. Он же по самую рукоятку вошел. Ну и что же? Помнишь, ты мне сборник английских детективов привезла на прошлой неделе? А при чем здесь это? Ну, а при том. Там есть повесть, называется «Смех в темноте». Вот. Ну, там младшая дочка герцога спуталась с поваром, который у них работал в замке. Потом узнала, что он ей изменяет. И прирезала его вот таким вот кинжалом на кухне прямо. Прямо, прям по самую рукоятку воткнула. Вот. Шур, ну это же книги, а в книгах чего только не бывает. А тут девчонку, реального человека в убийстве обвиняют. Господи, да отдохни ты от этих ужасов. Развеяться тебе надо как-то, а? Отвлечься. Никита сказал, что вы сегодня в ресторан идете вместе, да? Ну да, собирались. Очень хорошо. Честно скажу, я бы так рада была, если бы у вас что-то получилось. Не знаю, он через месяц в Америку собирался возвращаться. Ну и что? И ты с ним? Мне и здесь неплохо. Ну тогда он останется. Ради тебя. Вот увидишь. Ой, господи, а я-то как буду счастлива. Сто семьдесят на сто. Тебе нужно лечить милой. Это я во всем виноват. Не говори глупостей. Спасибо. Держи. Если б я не закатил скандал, без того, как Полина мне сообщила, что собирается выйти замуж, она бы не поруговалась со своим Женькой. Я не пошла б к этой колдуне заразить, черт. Ну, ты же не со зла. Девятнадцать лет. Действительно рано в ЗАГС. Ну да. А теперь вместо ЗАГСа камера в следственном изоляторе. Ты знаешь, что она мне сказала, когда мы поругались? Говорит, тебе в сорок восемь жениться нормально, а нам в девятнадцать нельзя. Хм, смешно. Да. Теперь из-за этого нашу свадьбу придется отложить. Угу. А я уже приглашение рассылать начал. Жернов на самом деле толковый следователь. И сволочью никогда не было. Для того, чтобы совершить ошибку, необязательно быть сволочью. Достаточно стечения обстоятельств. Я тут сижу с Сиднем и ничего не могу сделать, черт. Перестань. Знаешь, а у меня есть идея. И жернов эту запись тоже показал. Говорит, вы же профессионал, сами должны понимать, что в момент убийства у погибшей была только ваша дочь. Понимаешь? Значит, получается, Степан Иванович, что Полина вышла из салона в девять пятьдесят восемь? Да. А Светка туда пришла в одиннадцать пятнадцать. Да. И утверждает, что в соседней комнате кто-то был. Ну, тогда получается, что если там действительно кто-то и прятался, то это никак не могла быть Полина. Правильно мысль. Ну, как доказать, что твоя подруга не ослышалась? Вы правы, никак. Танюш, я не просто посоветоваться тебя позвал. Я попросить тебя хотел. Да, конечно, Степан Иванович. О чем? Ну, так как я со своими ребятами не могу вмешиваться, то у меня остается один шанс хоть как-то повлиять на следствие. А вы что-то задумали? Да. Мне нужен частный детектив. Опытный человек. Понимаешь, куда клоню? Да. То есть вы хотите, чтобы… Хочу. Даже очень хочу. Пожалуйста, помоги мне. Конечно, Степан Иванович. Я попробую. Хорошо? Насчет оплаты ты не думай. Все будет хорошо. Правда. Я насчет дочери своей ничего не пожалею. Степан Иванович, давайте с вами договоримся так. Я деньги у вас возьму только в том случае, если они понадобятся в ходе расследования. Танюш, спасибо тебе большое, что не бросаешь меня в беде, и что не помнишь зла. Спасибо. Степан Иванович, ссоры – это дело прошлое. Скажите, а вам Андрей посоветовал меня нанять? Нет. Это Мария мне подсказала. Да, так и сказала. Говорит Степан Иванович, у нас остался только один человек, который может нам помочь. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Господи, вы как сюда попали? Ну, если я вас вижу, значит, я попала в салон тайны сердца. А попала сюда через дверь, которую, видимо, скрывают от посторонних глаз. Вообще странно. Черный ход обычно всегда заперт. Значит, в последний раз вы забыли вас запереть. Случайно не в день убийства Элеонора? Послушайте, я не знаю. И вам-то что за дело до этого? Это вы же не из полиции. Нет. Я сама по себе. Понятно. Ну, проходите. А кто ж вас нанял-то? У Элеонора близких родственников не было? Зато у других она есть. Скажите, Агата, почему вы скрыли от следствия, что в салоне имеется черный ход? Да ничего я не скрывала. И забыла я от волнения. Вдруг нагрянули полицейские. Начали говорить, что Элеонора убили. А у меня тогда сынишка заболел. И так я вся на нервах была. Скажите, вам знакома вот эта портмоне? Только не трогайте. Да вроде нет. Лежала под вашей секретной дверью. Видимо, тот, кто его обронил и пользовался черным ходом. Давайте посмотрим, что там. Угу. Деньги. Ого. А это что? Билет. Рей-187, Москва, Тарасов. Шубин Никита Алексеевич. Никита. Это же сын моей соседки. А я его тоже знаю. Откуда? А он тут работал год назад, сайт делал для салона. А потом... Что потом? Ну, Элеонора с ним, кажется, роман закрутила. Но он вообще парень симпатичный. А потом за границу укатил. А когда вернулся, сразу бросился к любимой? Какая уж там любовь. Я слышала, как она с ним по телефону говорит. Грубила ему, деньги какие-то требовала. Какие деньги? Не знаю. Какой-то долг. Давай поскорей. Неудобно. Позвала вас с мамой, а сама даже долгом накрыть не успела. Да ничего, успеем. А с Ветланой, выходит, не ослышалось, что в соседней комнате кто-то был. Теперь-то ясно, там Никита прятался. А потом он ушел через черный ход, как и вошел. Вот поэтому камера его и не засекла. Да ну глупости какие. К чему такая конспирация? Так ежу понятно. Если ты идешь на убийство, камер нужно избежать. Зачем Никите убивать Элеонора? Видимо, большой долг был. Неподъемный для нашего Билла Гейтса. Лариса Васильевна, вы меня извините, что заставила вас ждать. На работе задержалась, поэтому не успела все вовремя приготовить. К вашему приходу. Да, я Андрюше тоже говорю. Может быть мы зря Таню побеспокоили визитом. Мам, перестань. Давайте кушать уже, а? Есть куча садоснежки. Да. Прям подарок с того света, да? Андрюш, ну почему так мрачно? Что за шутки? Почему именно с того света? Да потому что эту колдунью на днях убили. Боже, какой кошмар. А кто убийца? Не ждала? А мы тебе сюрприз решили сделать. Здрасте. Ну, проходите. Это тебе. Спасибо. Мне так хорошо с вами, что даже просто не верится, что это в реальности происходит. Я вас успокою. Это происходит в реальности. Просто мне кажется, что в нашей встрече есть что-то волшебное. Мистическое, что ли. Верите в мистику? Я? Нет. Зато я верю в кое-что другое. Ну, а что? В то, что нам пора перейти на ты. А я шампанского не пью. Мы что, не вовремя? Да не, все нормально. Танечка, мы решили у тебя дома посидеть, по-семейному. И все же вам с Никиткой-то по ресторанам ходить. Ну, я, пожалуй, пойду. Мам. Я думаю, что тебе тоже нужно уйти. Сохрани хотя бы остатки достоинства. Мам, подожди. Извините, я сейчас приду. Мам, ты зачем это все устроила? Лариса Васильевна, я очень прошу вас, останьтесь. Спасибо, Танечка. Вечер был очень интересный. Но для меня, наверное, это чересчур. Мам. Мам, подожди, мама. Подожди ты, мам. Иди догони ее и постарайся успокоить. Неужели я тебя оставлю с преступником? Да не говори этой ерунды. Даже если он причастен, зачем ему на меня-то нападать? Тем более в присутствии матери. Иди. Мам, что с тобой? Только не говори мне, что ты обижен на меня. А ты как думаешь? Ты что, собрался конкурировать с этим американцем? Давай спокойно поговорим. А я вообще с тобой разговаривать не хочу. Вот поклянись мне, что ты не переступишь порог ее дома. Господи. Ну что за трагедия-то случилась? А ты знаешь, для любой матери трагедия, когда у ее сына не ладится жизнь. Тем более, когда личная жизнь превращается в кошмар. Ну и где ты кошмар увидела? В квартире твоей обожаемой Танечки. Да. Ну, я тоже, пожалуй, пойду. А вы почему уходите, Жур? Да что-то голова заболела. Так давай я тебе давление померяю. Да, давайте. Да нет, 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 что ты. Ну посидите, ну пообщайтесь. Не буду вам мешать. На самом деле, это даже хорошо, что тетя Шура ушла. Я хотела с тобой очень серьезно поговорить, Никита. С удовольствием. Вот это вряд ли. Не думаю, что тебе понравится этот разговор. Даже в кошмарном сне я бы не посоветовала связать свою жизнь с женщиной, которая крутит одновременно роман с несколькими мужчинами. Мама, она ни с кем не крутит. Ты многих вещей не знаешь. Достаточно того, что я видела. Да нет, она просто издевается. Она сталкивает мужчин лбами, а потом наблюдает, как они борются за нее. Поэтому она и пригласила сегодня тебя и его. Мама, она его не приглашала. Ты просто не представляешь, что это за человек. Имея мужество посмотреть правде в глаза, ты попал в беду, тебя спасать надо. И вообще, я замерзла. Отвези меня домой. В башке не укладывается, что ее убили. Ты что, и правда слышал об этом в первый раз? Откуда мне было знать об этом? Ну, от тети Шуры, например. Я рассказывала ей про Элеонору. Только вот она мне не рассказала о ваших с ней отношениях. Да, она просто не знала. Я вообще особо никому не рассказывал, что у вас был роман. Почему? Потому что это мое личное дело. Да и вообще как-то странно было. Но она... Какая-то колдунья, гадалка. Любви никакой не было, так... Я приехал в Америку сразу. Написал ей, что все кончено. Ну, видимо, она сильно переживала из-за вашего разрыва и... И поэтому начала тебя шантажировать, угрожала. Она же звонила тебе? Ты думаешь, она мне звонила, потому что хотела меня вернуть? Она просто хотела, что я быстрее отдал ей деньги. Ты много был должен? Ну, 15 тысяч. Ну, естественно, долларов. На покупку маминой квартиры не хватало. Я решил одолжить. Вернул? Ну, конечно, вернул. Только уже 20. Представляешь, сказала, что за год набежали проценты. За то, что ты ее бросил. Да. Скажи, а когда ты отвез ей деньги? В среду. Где-то в полодиннадцатого. А после этого и убедем. А почему ты вошел с черного хода? И вышел так же? Это допрос? Нет. А откуда ты об этом знаешь? Ну, потому что на записи камер видеонаблюдения тебя нет. Значит, с парадного входа ты не заходил. А портмонеты потерял около черного входа. Вот. Хорошо, товарищ детектив. Допрос так допрос. С черным входом все просто. Я вышел на улицу. Поймал мотор. Водитель меня подвез прямо под эту дверь. Что это за дверь и куда она ведет, я понятия не имел. Вышел из машины. Элеонора меня увидела в окно. Естественно, узнала. Ну, и провела, чтобы я круги не мотал. Разговор у нас не был ни о чем. Так, привет, как дела? Спасибо. Очень хорошо. Дал ей деньги. И все. И во сколько ты вышел? Минут через десять-пятнадцать. У нее была какая-то деловая встреча. Сказала, что ее ждет какая-то женщина. Вышел я тоже через черный ход. Наверное, портмонет там где-то и потерял. Получается, что в это время Полина еще оставалась в салоне. Слушай, кого она ждала? И кто эта Полина? Мне вообще все равно. Мне фиолетово, что у нее в жизни происходило. Легко же у тебя все с женщинами получается. Смотря с какими. Давай честно. Ты меня подозреваешь? Честно? Нет. Ну и отлично. Портмонет можно забрать? Это подарок маме. Да, конечно. Я же его сюда положила. Странно. Действительно странно. Слушай, давай я завтра поищу и тебе занесу. За деньги можешь не переживать. Успокоила. Как обстановка? Все спокойно? Привет, порядок. Тетя Шура оставила нас с Никитой наедине. В каком смысле? Да не волнуйся, он уже ушел. Но я успела учинить ему допрос. И он, конечно, все отрицает, да? Да ничего он не отрицает. Да, он действительно был у Элеоноры седьмого утром. Вернул ей деньги и вышел где-то без двадцати десять. А в соседней комнате я ждала Полина. И ты ему поверила? Представь себя, да. Ой, а ты не помнишь, куда я положила его портмоне? А то мы искали, искали, так и не нашли. Ну, и теперь ему будет не на что тебе по ресторанам водить. Андрей, я серьезно. Ты не помнишь, где лежало портмоне? Я знаю, где оно сейчас лежит. У меня в сумке. Это я его забрал. Незаметно. Когда твой Никита нарисовался. С какой стати? А с такой, что это улика. И утром я отнесу ее в полицию. И очень тебе советую не говорить об этом Никите. Андрей, ты с ума сошел? Ну, не может Никита быть убийцей. Я так не считаю. Чует мое сердце, что Татьяна напала на след настоящего убийцы. Может, у этого Никитова в Америке финансовые проблемы возникли? И денежный долг ему был как нож в горло? Правильно мыслишь. Понятное дело, что Татьяна не хочет верить в его виновность. Все-таки сын ее любимой соседки. Ну, да. Может, и в этом причина. Значит так, нужно срочным образом сообщить о Никите Жирнову. И передать ему им портмоне. Но то, что это сделает, Татьяну точно не согласится. Значит, нужно действовать через Машу. Она хорошо знает Жирнова. И что же это будет? Мы даем на следствие? Нам же нельзя. Скандал же будет. Да Жирнов нам еще спасибо скажет за помощь, когда разберется. Здравствуйте. Здрасте. Приятного аппетита. Спасибо. Я не сомневалась, что тебя в уфете нужно искать. Алена, мы же вроде в два договорились. Уже десять минут третьего. Ну, задержались на совещании. Ты бы хоть представил девушку в сослуживце? Алена, моя невеста. Очень приятно. Ну, иди. И больше на свидание не опаздывай. Есть. Да не свисти ты. Денег не будет. Ты Андрюха говорил, дурнушка она у него. Мымра. Ну, знаешь ли, даже Шерлок Холмс ошибался. Вася-то у нас, ого-го, парень видать. Раз у него такая втрескалась. Еще и ревнует. И ревнуть, значит, любит. Молодец, Игель. Ешьте. До свидания. Все, пока. Счастливо, до завтра. Он будет ждать нас у входа в ресторан. Слушай, Свет, ну, может, я тебя довезу и домой, а? Ну, что я там вам мешать буду? Даже не думай. Я очень хочу, чтобы ты посмотрела на него, а потом скажешь, что ты о нем думаешь. Ну, мне ж с ним не жить. Я тоже пока не собираюсь с ним жить. Я только присматриваюсь. Ты знаешь, он сказал, что в нашей встрече есть что-то мистическое. И ты, конечно же, сразу поведала ему историю Элеонора. Ничего я ему не рассказывала. И ты, пожалуйста, ничего не рассказывай. Что так? Он будет спрашивать, что я делала у колдуни в салоне, и что я ему скажу, что мне всю жизнь не везло с мужчинами, да? Ладно, не бойся, я буду молчать, как рыба. Пойдем, на ощупь, аккуратненько. Слышал я, что это детектив Иванова, девушка въедливая. Только что доказывает ему изыскание? А то, что Никита был должен убитый, и то, что его видели возле салона примерно в то время, когда наступила ее смерть. Так он ушел за несколько минут до Полины. Это он так говорит. Он же не идиот, понимает, что обязательно найдут свидетели, которые видели его в то утро возле салона. Поэтому и не стал отпираться. А вот что именно он там делал, могла знать только Элеонора. Но ведь он сказал, что Полина была в кабинете, когда они беседовали с Элеонорой. Он вполне мог выдумать, что они с Элеонорой были не одни. То есть ты хочешь сказать, что он пришел после Полины, про клиентку детективу набрал и намеренно переврал время своего прихода и ухода? Вполне может быть. Нет, как-то уж больно убедительно у него это получилось. Откуда ему было знать, что у Элеонора с утра была девушка? Только от самой Элеонора, выходит, он и не урет. Про Полину он мог узнать от матери. Татьяна, ее соседка, наверняка рассказала ей про убийство и про задержание Полины. Вот он и переводит стрелки на нее. Хорошо. Доброшу еще раз Полину. Может, она вспомнит, приходил кто-нибудь при ней или нет. Да, и деньги нужно поискать. Те 20 тысяч. Если он действительно вернул их колдунье, значит, они должны быть где-то в салоне. Чтоб мы их там не видели. Ну ладно, поищем получше. Спасибо за помощь, Маша. Только давай договоримся. Разговора этого между нами не было. Все это установил я сам. Слава, чужая мнение нужна, но вам с Волковым лучше держаться подальше от этого дела. А то уж какое-то больно семейное расследование получается. Договорились. Так вы, Олег, значит, надолго к нам? Думал, что так. Так, вообще-то я здесь в Тарасове родился, а на Урал уехал после института. А теперь думаю, я сесть здесь насовсем. Неужели? Да. Увиделся с нашими институтскими. Поговорили по поводу работы. Есть интересное предложение? Замечательно. За ваши успехи. Спасибо. Татьяна, а вы чем занимаетесь? Я, представьте, частный детектив. Интересно. И что же вы расследуете, если не секрет? Да что здесь интересного? Какие расследования в нашем Тарасове? Выслеживать неверных мужей и жен? Да, увы. Ничего интересного. Потанцуем? Тать, позвольте, мы вас покинем на пять минут. А вы пока поработайте. Здесь же наверняка полно неверных жен и мужей. Продолжение следует... Не спишь? Ты же видишь, что не сплю. Все из-за твоей любимой соседки. А Танечка уверена, что ты ни при чем. Ух ты, уверена. Класс. А почему она мне портмоне не отдала? Ну она же сказала, что потеряла. Ну ты не переживай, но найдется. Конечно найдется, в суде. Ну в каком суде? Ну что ты такое говоришь? Я тебе даю сто процентов, что она отнесла мою портмоне в полицию. Как улику. Причем сделала это самостоятельно, добровольно и с удовольствием. Сынок, ну что ты такое говоришь? Про Танечку. Танечку. Мам, вот подумай сама. Кого арестовали по подозрению в убийстве? Дочь полицейского начальника. Причем бывшего Танечкиного начальника. Они там все повязаны. Думаешь, он свою дочку посадит? Конечно нет. Ему нужен кто-то, чтобы подставить. Ну и что ты думаешь? Я не думаю, я знаю. Со мной еще сегодня какие-то люди следили. Наверняка ментовская наружка. Ну, а что теперь делать-то? В Америку ехать, пока тут не повязали. Мам, я там отсижусь, пока настоящий убийца вы найдете. Мама. 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 Таня. Алло, Степан Иванович, здрасте, это Таня. Там у моего подъезда Никита. Кажется, собирается уезжать. Чемодан в такси грузит. Ну вот. Теперь сама убедилась, почуяла, что его прижмут и ноги делает. Может быть, я постараюсь его задержать? Нет. Сама не лезь, не рискую. Он может быть опасен. Лучше запомни номер машины. Да не видно из окна. Ладно, я сейчас, Степан Иванович. Да, Степан Иванович, я спела. Серебристый порт, номер 471. Спасибо, Таня. Дальше уже наша забота. Ага. Ну все. Ватсон! Ватсон! Что, что-то нарушили? Нет. Блин, только опоздать можно. Здравствуйте. Инспектор Маливанов, предъявите документы. Вы на Московскую? Да, рейс 38. Думаете, успеем? Однозначно. Ой, ну дай бог, я очень волнуюсь. Ой, ма, слушай, ну сидела бы лучше дома. Ну как же, дедушка, когда теперь увидимся-то? Руки! Руки покажи! Все, взяли его. Хотел в Москву улететь, а оттуда в Лос-Анджелес. Но доехал только до изолятора. Ну да. Одного поймали, другой сбежал. Подожди, кто сбежал? Ватсон. Я когда за такси погналась, дверь забыла закрыть. Ну ничего страшного, погуляет да вернется. Угу. А если собаки? Или замерзнет? Ладно. Чего-нибудь придумаем. Угу. Ивановский, что ли? Понятно. Ну-ну. Я что, не могу в Америку уехать? У меня там работа, важные дела. Виза в порядке. Ваши отношения с американским законом меня не интересуют. А вот с нашим, от которого вы собирались сбежать. Да никуда я не собирался сбегать. Вы что, сейчас хотите меня убедить в том, что я ее убил? И если я откажусь подписать чистосердечное признание, то у вас найдутся методы, чтобы меня заставить. Не говорите, ерунда, Шуба. Давайте к делу. Во сколько вы появились в салоне Тайны Сердцев? А я уже говорил вашей коллеге Тане Ивановой. В половине десятого. Зачем вы туда пришли? Чтобы отдать Элеоноре долг. 20 тысяч долларов. Вот не подтверждается ваши слова, Шубин. Мы провели дополнительный обыск в салоне Элеоноры и никакой валюты там не нашли. Только рубли в очень скромных количествах. А это мои проблемы? Ваши. Очевидно, что Элеонора до момента убийства не выходила из салона. Тогда куда же делись деньги, не скажете? Ну, а я откуда? Не скажете? Тогда я вам скажу. Не было никаких денег. Вы не возвращали долг Элеоноре. Отлично. У вас есть схема и история. Как это? Версия. Ну и по вашей версии, какой у меня мотив, чтобы ее убить? Очень простой. Деньги, которые требовала от вас Элеонора. А у вас их не было. Ему отдать было жалко. Вы в своем уме? Чтобы я из-за двадцати тысяч убил человек? Ну. Элеонора ведь могла вас очень хорошо припугнуть. Возможно, знала о вас что-нибудь очень нелицеприятное. Ну, это мы еще выясним. А вы еще не все придумали. Ну, я понимаю, вы, наверное, были заняты. Много работы, людей пугали. Я вас тоже хорошо понимаю. Вы ведь хотели с Элеонорой по-хорошему договориться. Но не вышло. Вот нервишки и сдали, да? Да полный бред. Я больше ни слова не скажу без адвоката. Разговор уже окончен. Во всяком случае, на сегодня. Олечка, давай. Доченька. Опа. Здравствуй. Ну, все хорошо. Слава Богу. Теперь у тебя все позади. Ну, вообще-то рано радоваться. Что такое? Меня выпустили под подписку о невыезде. А значит, я всегда могу сюда вернуться. Доченька моя, ты сюда больше никогда не вернешься. Я тебе обещаю. Ну, хорошо. А мы к тебе едем или к маме? Ну, конечно, к маме. Она нас уже заждалась. А у меня для тебя сюрприз. Да что ты там мнешься? Давай, выходи. Вот, пожалуйста. Ну, и что ты тут делаешь? Ну, он когда узнал, что у тебя беда, сразу ко мне примчался. Мы с ним сели, поговорили. Так сказать, по-мужски. О чем? О его новой невесте? Нет никакой невесты. И вообще у меня нет никого, кроме тебя. Я специально это сказал, когда мы поругались. Со злости. Женька, ну, какой же ты у меня дурак. Ну, ладно, садитесь в машину. Поехали. Давайте, давайте. Тетя Шур, здрасте. Я хотела с вами поговорить по поводу Никиты и… Зачем пришла? На горе мое полюбоваться хочешь? Мало тебе. Тетя Шур, ну, что вы такое говорите? Одна радость у меня в жизни есть. Одна надежда. Никита. И вот, твоими стараниями теперь за решеткой оказался. Думала, на счастье познакомила. Оказывается, на беду. Это правда какое-то недоразумение. Скоро все выяснится и… Вот что я скажу тебе, Татьяна. Забудь ты ко мне дорогу. Враги мы с тобой теперь до конца дней. Тетя Шур, ну, я правда не виновата. Если Никита ни при чем, я все сделаю, чтобы ему помочь. Слышите? Тетя Шур, я вам клянусь. Здрасте, Агата. Здрасте. Ой, а куда это вы собрались? Домой. Вещи собираю. Работу буду искать. Скажите, Агата, а вы случайно не находили здесь деньги? Какие деньги? Чужие. 20 тысяч долларов. Никита говорил, что он привез их Элеоноре, а вот полиция их так и не нашла. И вы подумали, что это я? Вы знаете, воровкой я не была никогда. Уж если есть за мной какой грех, то только не этот. А какой? Да такой, что три года на эту шарлатанку проработала. Ну, а что мне было делать? Работы другой не нашла. А у меня грудной ребенок был на руках. Папаша-то нас бросил. А почему вы назвали Элеонору шарлатанкой? Ну, а кто же она такая? А если она клиентов, как детей малых, за нос водила, да так, что вы бы даже не догадались. Да? А вот это интересно. Расскажете поподробнее? Ну, что? Ну, конечно, никакой ясновидящей она не была. Это все сказки, естественно. Но ей же нужно было как-то пускать пыль в глаза, чтобы клиенты поверили в ее сверхъестественные способности. Ну, вот она и наняла шпионов. Каких шпионов? Ну, парней каких-то, чтобы те следили за клиентами, вынюхивали, куда они ходят, с кем встречаются. Не пойму, зачем это было ей нужно? Ну, как? Она же ясновидящую себя строила. А эти шпионы сливали ей информацию про клиентов. А много их было? Ну, там, кажется, двое, а потом один остался. Вы знакомы с ним? Ну, так, мельком. Второй на днях приходил к Элеоноре, просил, чтобы она взяла его назад. Но она ему отказала, сказала, что он ненадежный. Шпионы знали про черный ход? Конечно. А как думаете, мог кто-то из них прикарманить эти деньги? Ну, кто ж его знает? Сможете их описать? Ну, попробую. А, хотя, что описывать? Я же их на телефон сфоткала, когда мы обмывали переезд сюда. Сейчас посмотрю, если, конечно, я не стерла. Так, это... А, вот. Вот Миша и Олег. Спасибо. Нет, что. Алло, Свет. Да, Танюш. Что, не терпится поделиться впечатлениями? Ну, давай. Рассказывай, что ты думаешь об Олеге. А он сейчас где? Он сейчас у меня в душе. Угу. Ничего не услышит. Так что можешь не стесняться. Знаешь, я лучше сейчас к тебе приеду. А что, что-то случилось? Потом объясню. Ты только будь с Олегом поосторожнее. Да в чем дело? Почему я должна его бояться? Ну, хорошо, приезжай, жду. Кто-то звонил? Да, Татьяна. Представляешь, как снег на голову. Говорит, сейчас приеду. На нее это не похоже. Ну, от детектива можно все, что угодно ожидать. Спрашивала о тебе. У меня ты или нет. Странно. Ты сказала, что я здесь? Ну да, а что? Да ничего. Просто придется поторопиться. Где браслет Элеонора? Какой браслет? Тот, который ты прихватила в салоне. Только зубами не заговаривай. Алло. Вася, это Таня Иванова. Привет, Тань. Ты сейчас не у невесты? Да вот только погулять вышли. Дом 32 на Восточном проспекте, помнишь? Я туда при тебе Светлану подвозила. Да я вот около него. Зайди сейчас к ней в 17-ю квартиру. Присмотрю за ее гостем. Подозрительный тип. Будь осторожен, я скоро буду. Хорошо. Подожди меня здесь, я ненадолго. Стой. Что случилось? Я к женщине, когда она в 17-ю квартиру. Очень быстро. Я не воровала никакого браслета. Я сдала его полиции. Подожди, а откуда ты знаешь? От верблюда. Я видел, ты его взяла. Тебе крупно повезло. На халяву досталась дорогая цацка. Естественно, ты не хочешь с ней расставаться. Но придется. Где она? Нет у меня никакого браслета. Говорю же тебе. Так, ты начинаешь меня доставать. У меня времени нету, не синие. Где браслет? Ладно. Не хочешь его отдавать, буду искать сам. Ну-ка, мне тебе придется убить. Ну, чтоб не мешало. Так. Вот и подруга. Быстро она. Пойдем встречать. Давай. Давай. Живая. Нет, кто? Давай, открывай, а то обеих завалим. Оружие на пау-пау-пау. Вы послушаете, суетесь, суетесь. Просто по обзоре не бывает такое. Бывает случай. Где браслет? Браслет, где? Скоря, откуда? Скоря, откуда? Где браслет? Вот вы чем здесь занимаетесь. А ну подожди, дворя, ты вставай, браслет, не вставай. Ого. Сама не ожидала такого удара. Давно не тренировался. Да вы ничего не поняли. Они сговорились. И Светка, и подруга ее, и этот участковый. Ну это было не участковый. Да мне-то какая разница? Она же мне мстит, понимаете? Она женить меня на себе хотела. И это вас так расстроило, что вы за нож схватились? Я оборонялся. Она мне с этим ментом угрожала. Интересно. Интересно поете, Панкратов. Давайте еще раз на бис. Про браслет. Ничего я не знаю, ни про какой браслет. Все это поклев. Эта банда, у них все повязано. Ладно. Заканчиваем с колонадой. Я был на квартире, которую вы снимали. Среди ваших вещей я обнаружил этот конверт. А в нем визитка Светланы Младовой. Конверт этот она оборонила, когда обнаружила труп Элеонора. А вот по этой визитке вы ее вычислили. Ничего я не знаю. Визитку мне подкинули. Конверт этот вы подобрали сразу, как только Светлана вышла из салона. Иначе бы его нашла полиция, которая подъехала через 10 минут. И что это доказывает? То, что вы прятались в соседней комнате, следили за Светланой и видели, как она забрала браслет. Кстати, 20 тысяч долларов, которые должник передал Элеоноре, тоже найдены в вашей комнате. Часть денег уже потрачена на остальных отпечатки пальцев Элеоноры и Никиты Шубина. Ладно, каюсь. Обчистил я эту богаделью. Ну, и это еще не все. Панкратов, на кинжале, в котором была убита Элеонора, обнаружены ваши отпечатки пальцев. И кроме ваших, никаких других свежих отпечатков на нем нет. Я только сейчас поняла, что за ужас твоя работа. Почему ужас? Я еще с детства мечтал в органах работать. Мне нравится. Васенька, пришло время прощаться со своими детскими мечтами. Ты это сейчас к чему? Я не могу всю свою жизнь трястись от страха, что с тобой может что-нибудь случиться. И со мной тоже. С тобой по улице нельзя пройтись, пострелят, в чем дай бог. Алёнушка, ну, все же хорошо разрешилось. Сегодня. Но мне приключения больше не нужны. Я сейчас звонила папе. Так. И он обещал тебя взять к себе на работу в банк, в службу охраны. А как же моя работа? Так это и будет твоей работой. Алёнушка, я ради тебя готов на все. На все, что угодно. Но только этого не проси. Да, заботливый будет у меня муж. Меня чуть не пристрелили у него на глазах, а ему хоть бы что. Значит, твоя драгоценная работа важнее, чем я. Вот и топай на свою работу. Подожди, у меня же сегодня выходной. А ты все равно топай. И не возвращайся, пока не поймешь, что я права. Ты не права. И знай, из органов я никогда не уйду. Батенька, ты вернешься прощения просить. Только потом поздно, может быть! В прошлом году у меня вышел прокол. Следил я за одной клиенткой Леоноры. Она заметила слежку, сама меня вычислила, пришла в салон, закатила скандал. И после этого Леонора вас выгнала? Да. Даже расчета не дала, тварь. Ну, я в Москву подался, думал, там пристроиться. Но ничего не получилось. Непруха какая-то. И решили вернуться в родной город. Ну, да. Поехал к Леоноре в ножки кланяться. А она меня выгнала. Я к ней через два дня еще приходил. С седьмого в десять. А ты чего меня через черный ход-то? А что, мне нужно, чтобы тебя видели клиенты. А что, у тебя есть здесь кто, что ли? Какая тебе разница? Давай рассказывай, про что ты там по телефону намекал. Ну, я подумал, раз ты со мной по-человечески не хочешь, так ведь я могу по-плохому. Ты чего, угрожаешь мне, что ли? Да что ты можешь? Ну, а если я про делишки, про твои трезвонить начну? Про то, чем тут занимался? С полицией подробностями поделюсь. Тюрьма тебе светит, мать, за мошенничество. Да ты рта открыть не успеешь. Я тебя самого на норы отправлю. Кстати, у меня есть любовник в полиции. Большой начальник. Вот я ему расскажу про твои московские кубстопы. Ладно, ладно, не злись. Погорячился я. Глупость сморозил. Ну, знаешь же, что мне хреново сейчас. Сам виноват. Давай, убирайся. Да уйду я, уйду. Будь ты человеком. Ну, совсем пустой. Я же сказала, ничего не получишь. Ну, ладно. В общем, я понял, что на жалостью и не взять. Ну, и мысль меня это пронзила. Ведь в салоне полно пизделушек, всяких там денег много. Вот тебе и решение проблемы. Ну, дай хоть пизделушку какую-нибудь, ну, на продажу. Ну, у тебя вон вагон целый. Ты че, обалдел, что ли? Это же антиквариат. Ты вообще знаешь, сколько это стоит? Ну, тысячи две дай. Ну, три дня нормально ничего не жрал. Как же ты меня достала. Давай, убирайся отсюда. Убирайся, я сказала! Ну, все. Я звоню в полицию. То есть, получается, после убийства вы там провозились почти час? Во вкус вошел. Хотел побольше унести. Про браслет этот вспомнил. А потом Светка-то пришла и стала Элеонорой. Элеонора Романовна, можно к вам? Я фотографии принесла. Не понимаю, не понимаю, Панкратов. Вы же и так неплохо пожилились. Зачем вы затеяли эту историю с браслетом? Ну, Элеонора сказала, что антиквариат. Я подумал, что денег хороших может стоить. Вот здесь я вас расстрою. Браслет, конечно, старинный, но, как мне сказали, стоит он не больше пяти тысяч. Чего? Рублей, рублей. То есть, я из-за этой вот пустышки спалился, что ли? Это она мне отомстила. Элеонора эта. Эта тварь не была колдунья настоящая. Но было в ней что-то бесовское. Было ей. Эта тварь не была. Эта тварь не была. Эта тварь не была. Шеф, а вы чего с Волковым к Тане не поехали? Да кому я там нужен? Что-то на вас это не очень похоже. Так выписаны. Ну раз такое дело, ваше здоровье. Не-не-не, не чокайся. Это ж поминки. Чьи поминки? Моей старой жизни. И прежних ошибок. Ватсон, посмотри на меня. Точно. Иди сюда. Да не бойся, не бойся это. Ага. Так. Хорошо. Тут вы какими-то загадками говорите, шеф. Загадками? Угу. Одно я пытался решить загадку. Ухаживаешь за девушкой. И так стараешься ей эдак. Хоть днем, хоть ночью. Все готов для нее сделать. Но вот почему-то ближе для нее не становишься. Почему? А знаешь, в чем отгадка? Да мало ли. Нет, а тут все очень просто. Не любит она. Да и никогда уже не полюбит. Как ни крути. Вот такая вот отгадка. Наверное, все-таки судьба эта, Танюш. Именно я должен был найти твоего любимца. Благодарен за то, что ты для меня сделала. Спасибо большое. Да ничего особенного я не сделала. Просто свою обычную работу. Ты, пожалуйста, не скромничай. Я ведь еще что пришел. Держи. Это приглашение на свадьбу. Да-да. Двадцатого вечером в ресторане Хонт. Я, Танюш, тебя очень прошу. Приходи обязательно. Значит, все состоится в срок. Все благодаря твоим стараниям. И еще хочу, Танюш, тебе сказать, чтоб ты знала. Я добро помнить умею. Спасибо, Степан Иванович. Я с Иленой тоже поссорился с шефом. Помиритесь. Мелые бронятся, только тешатся. А у меня с Татьяной все. Да и не было ничего. Я что еще хотел спросить. А этот Никита, это из-за него у вас с Андреем размолвка произошла? Почему размолвка? Я как-то не заметила? Сегодня ее в театр пригласил. На премьеру. Целый месяц за этими билетами охотился. А ей все равно. Она вам к своему американцу в изолятор собралась. Как узнала, что он выходит, аж чуть до потолка от радости не запрыгала. Жеф, мне кажется, вы торопитесь с собой все слишком. Не, никуда я не тороплюсь. Я вообще не из торопливых. Я и терпеть могу. И ждать. Только рано или поздно терпению приходит конец. И унижению тоже. Ладно. Давай выпьем. За мою новую жизнь. Как говорится, свободную и без иллюзий. Подожди. Ну, привет, сиделец. Вот уж не ждал. Привет. Наверное, не очень рад меня видеть, да? Ты что шутишь? Я очень, очень рад тебя видеть. Ну, тем более после того, как Жирнов рассказал, что именно благодаря тебе поймали настоящего убийцу. Я все понял. Все равно я хотела перед тобой извиниться. Перестань. Это я должен перед тобой извиниться. За что? Ну, потому что меня встречает потрясающая девушка. А я дурак без цветов. Ну, а вот это поправила. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Послушай, я, я пойду работать. Я переведусь на заочное. И мы с тобой обязательно поженимся. А у меня есть план получше. Какой? Значит, у моей знакомой сестра с семьей едет в Германию в командировку. И им разрешили взять с собой няню, потому что там это очень дорого стоит. Ну, короче говоря, я им понравилась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты знаешь, сколько они мне предложили? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стоп. Ого! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, всего год, а может быть даже меньше. У нас будет такая свадьба, о которой мы с тобой мечтали. Такая, чтоб, чтоб на всю жизнь запомнилась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это ведь теперь ни у кого занимать не нужно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Юлька, я тебя... Доплевать. Доплевать? Слушай, а когда ехать нужно? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Через неделю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Звягинца, задержи. Через час не забудь на УЗИ сходить. Хорошо. А вас Лариса Николаевна срочно просила зайти. Я ее в коридоре встретила. Вы не волнуйтесь. Я тут посижу, добытки девчонкам раздам. В списке только отмечай, поняла? Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эх, Степан Иванович! Что такое? Какую же умницу, красавицу вы у нас увели! А какого следователя мы лишились? Как-то все это, друзья, как-то горько, да? Горько! 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 Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 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 пять, десять, девять, десять! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, все пучком? Кажется, да. Вроде никто ничего не заметил. Паспорт принесла? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, как дела? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Молодежь! Между прочим, Танюша, обалденно выглядишь, что ты так сюда ходил, ясно? Спасибо, Степан Иванович. Но боюсь, что всегда не получится. Плохо. А ведь красота спасет мир, как сказал один классик. Кстати, о мире. А что ты с Андреем не вместе сидеть? Подсапались опять, что ли? Я сама не понимаю, какой-то он странный в последнее время. А это все из-за Тани. Шеф сказал, хватит с него унижения и оскорбления. Я его абсолютно понимаю, потому что у меня тоже есть чувство собственной достоинства. И Алену это еще получится. Давай, закусывай. Это плохо с ней. Значит так? Ну, так как-то он не особо похож на униженого и оскорбленного. Вполне себе довольный вид. Понятно. Ну что, все-таки свадьба. Ну, и пил. Ну, отлично. А вот тебе, Вася, больше пить не надо. Нормально. Извините, полгода не хотел. Ну, вот так я и начал своего. Слушка, здорово. Слушка. Танюш, а ты чего-то охрана? А заново приехать должен. А-а-а, калифорнийский ковбой за тобой приехала, чтобы повезти тебя в темные Тарасовские прерии, да? Глупо и не смешно. Привет. Когда-то она его за убийство считала. А сейчас, видишь, на одной машине рассекает. Ну, вот теперь я понимаю, как становятся феминистками. Да, Ватсон. Я не понимаю, почему никто не может прийти и просто предложить мне вбить гвоздь или пылесос починить? Фух. Да, алло. Это доктор Татьяна Иванова? Да, я. Здравствуйте. Вы могли бы приехать ко мне домой? Понимаете, я не могу надолго отлучаться. Я вам потом объясню, почему. Ну, хорошо. Я вам сейчас вышлю адрес с смс-кой. До свидания. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... Мой клиент – молодая женщина. У нее дома. Записывай адрес. У Редников-Переолова, дом 6, квартира 59. Второй подъезд. Угу. Давайте быстрее, я здесь одна. Думаю, смерть наступила часа два-три назад от многочисленных ударов тупым тяжелым предметом. Орудия убийства в квартире не нашли. На лице и на руке убитой женщины ссадины. Под ногтями что-то есть. Надо отправить на экспертизу. Борюш, дай-ка перчатку. Аллея. Браво, Боря. Всегда, пожалуйста. Угу. Как успехи? Никак. Никто ничего не видел и не слышал. Весь подъезд с ума сошел из-за этой свадьбы. Конец света настанет, никто ничего не заметит. Звягинцева и Юлия Борисовна. Год рождения 20 августа 1912 года. Проживает. Точнее, проживала. Моторная 16, квартира 3. Вспомнила? Я никогда не была с ней знакома. И никогда ее не видела. Откуда у нее твой номер телефона? Не знаю. Мельников, я тебе уже все сказала? О чем она хотела с тобой поговорить? Какие версии? Сама хотела бы это знать. Давай, 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 давай. Пей на дно, пей, 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 пей. Ребят, секундочку. Сейчас Марину выкупят и пойдете, окей? Жень, давай сюда, давай. Господа полицейские, можешь за счастье молодых по чуть-чуть, а? Нет, мы при исполнении. Да ладно, да ладно. Ура, давайте, давайте, давайте. Вы понимаете, что у вас в этажном высшего человека убили? А что, это не наши проблемы. Поехали в ЗАГС, поехали. Давай, пока. Удачи. Вчера свадьба, сегодня свадьба. К чему бы это? Не знаешь, Танюш? К разводу. Ясно. Ладно, жду тебя завтра в одиннадцать. Оформим показания. Ты же теперь главный свидетель. Всю жизнь мечтала. Ладно, я поеду. Пока, Танюш. Экспертиза показала, что Звягинцева была на третьем месяце беременности. Жуть какая. А это уже тянет на отягчающее. Да. Все верно. Приятно иметь дело с профессионалом. Тогда возьми меня в дело, Борь. Вот мне же одна польза. А это тебе зачем? Ну, хотя бы для того, чтобы узнать, что Звягинцева была от меня нужной, откуда у нее мой номер. Так мы выясним тебе, скажем, какие проблемы. Боря, ты забыл, кто тебе с убийцей гадалки помог, а? Я бы с радостью взял, честное слово. Приказ обходиться собственными силами. Не умеешь ты, Боря, врать. Ты же меня знаешь. Я все равно из тебя вытащу правду. Мельников попросил. Андрей? Только тщ-щ-щ. Клянусь. Войдите. Доброе утро. Не помешаю? А я у Жирнова показания писала. Попросила, чтобы он подключил меня к расследованию, а он отказал. Не похлопочет за меня, Андрей? Ну, по старой дружбе, а? Не выйдет. Жирнову начальство на мозг капает. Да, слушаю. Что? Не слышно? Говорите громче. А, хозяина квартиры нашли? Отлично. А где он? Ну, еще лучше. Ждите меня, я сам с ним поговорю. Все. Ты ничего не хочешь мне сказать? Что именно? Ну, хотя бы... Хотя бы про убийство Звягинцевой. Тебе это не касается. Ах так? Ну, тогда скажи мне про другое. Почему ты так со мной? Почему ты со мной не разговариваешь? Хамиешь меня при всех? Что не так? Я тебя что, обидела чем-то? Нет. Я не понимаю. Ну, не хочешь со мной общаться? Не общайся, так и скажи. А я не стесняюсь. Ну, нам действительно не стоит общаться. Ты права. Ах так? Столько лет задаю ни одного скандала, а тут сразу бац и труп. Смотри сюда. Точно ее не знаешь? Первый раз вижу. Первый раз вижу гражданин начальника. Клянусь. Давай, Михеев, вспоминай, кому сдавал квартиру. Видимо, договор у тебя спрашивать бесполезно. Ага, ну, на пенсию-то не проживешь, ноги протянешь. Ну, конечно, если он каждый день пить-то. Давай, вспоминай имя, фамилию, телефон. Давай, 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 Михеев. Мужик пришел по объявлению неделю тому назад, кажется. Ну, посидели, поговорили, выпили про паспорт. Не помню. Но мужик порядочный. Я это сразу заметил. Порядочный, говоришь? Как ты понял, что он порядочный? Да он мне все денежки-то целиком отдал. Вспомнил. Ей-богу, вспомнил. У мужика-то еще, как у Васьки Беспалова, пальца не было. Какого пальца? На какой руке? У Васьки Беспалова на левой, а у мужика на правой. О, полпальца. Так корова языком слезала. Точно? Точно, точно, говорю, точно. Ну вот, говоришь, не помнишь. Я говорил с Еленой Барановой. Это подружка Звягинцевой. Вы ее помните? Нет. Но это она привела Юлю к вам. Она просто немного рассказала о вашей клинике. А я это все хотел услышать из первого хуста. Спрашивайте. Вы занимаетесь суррогатом материнством. Я правильно понимаю, да? Абсолютно, да. Модный бизнес. А, вы намекаете на наших звезд. Ну вот смотрите, нашей клинике 7 лет, так что это мода за нами, а не мы за модой. Ну а если серьезно, то к нам обращаются семейные пары, в том числе иностранные, которые не могут иметь детей. Мы подбираем для них суррогатных матерей, которые за определенную плату соглашаются, выносить для них ребенка. Обязательно заключаем договор. После рождения ребенка сурмамы переписывают ребенка на наших клиентов. И вот, собственно, на этом их работа заканчивается. Да. И у нас никогда не было проблем с законом. Везде, кто узнает, мне кранты. Да не бойся, кто не узнает. В общем, я вчера ездил по адресу прописки Звягинцевой. Комнатушка такая, жуткая в хрущебе. Соседка сказала, что Юля два месяца назад уехала за границу нянечкой работать. За границу куда? Да она врала, она. Мы проверили, у Звягинцевой даже загранпаспорта не было никогда. Но это еще не все. Юля детдомовка, ее еще младенчестве подкинули. Угу. Значит, родней нет. А что вы скажете о Звягинцевой? Симпатичный человечек. Мы с ней в первый раз работали. Но по здоровью и по физическим данным она была идеальной сурмамой. Да. Ну, поэтому и клиенты нашлись моментально. Семейная пара из Москвы. Знакомьтесь, это Юля. А это Карина и Корней Грачевы. Здравствуйте. Здравствуйте. Юля, мы выбирали по фотографиям. Но вы знаете, в жизни вы гораздо лучше. Простите. Правда, корюш? Да, Юля, вы очень симпатичны. Спасибо. Даже как будто меня чем-то напоминает. Юля, Юля, ты. Да. Есть что-то. Ну, давайте, давайте присядем. Да. Вы знаете, я поняла, что у нас все получится. Правда. У нас все, все получится. Скажите, ваши сурмамы живут до родов здесь, да? Не обязательно. Но так получается, что да. Но никому не хочется ходить с животом на глазах у соседей. Юля жила у вас? Да, я могу показать вам ее комнату. Известно, кто отец ребенка? Пока нет. Шеф сегодня был в детдоме. Ему дали адрес под подружки Звягинцевой. Но что там и как, я только завтра разузнаю. Ну, спасибо тебе, Вася, я тебе позвоню. Ты помирилась бы с Андреем. Это он все-таки, ну, настоящий мужик. Да я с ним не ссорилась. Пусть извинится за сегодняшний разговор. А что за разговор? Пускай он тебе сам и расскажет. Вообще, для нас всех это было шоком. То, что она сбежала. Никто на нее подумать не мог. А почему вы решили, что она сбежала? Ну, это... Обычное, так называемое, суррогатное мошенничество. Других причин бежать у Юлии не было. Я что-то не понимаю. Зачем сбегать? А в чем мошенничество? Да все очень просто. Мы очень тщательно подбираем наших сурмам. Для нас это вопрос репутации. Но... Женщин, которые хотят этим заняться, даже не то, что хотят, а могут по медицинским показаниям, их мало. А предложение большое, вон, сами говорите, чуть ли не мода на суррогатных детей. Нечистоплотные женщины соглашаются стать суррмамой. После подтверждения беременности получают большой аванс и сбегают. А в чем тогда смысл? Делают аборт. И через несколько месяцев они уже где-нибудь на Дальнем Востоке, вот в такой же клинике, как наша. Ну и... Все, начинается с начала. Какая интересная у вас зажигалка. Можно посмотреть? Да, конечно. Красивая вещь. Да. Я коллекционирую. Да вы что? Да. Лет пять собираю. А я, когда учился в школе, я тоже собирал старинные монеты. Правда, на этом все и закончилось. В общем, не коллекционер я. Да. Вот это моя любимая. Да, конечно, подвела она нас всех. Сейчас Меграчева устроят. Все равно, знаете, жалко ее. Вы никого не подозреваете? Да, бог с вами, никого. Могли бы завтра к нам подъехать? Ну, чтобы запротоколировать беседу. Завтра, завтра. Ну, надо так надо. Конечно, часов в двенадцать пойдет. Отлично. Вот это моя визитка. Тут есть все координаты. И последний вопрос. Вы, случайно, детектива Таню Иванову не знаете? Нет. Но, может быть, Юля упоминала? Вспомните? Нет, нет. Ни от Юли, ни от кого-то другого. Я это имя не слышал. Нет. Хорошо. До завтра. До завтра. МОТОБИЛЬНЫЕ А expireте. Нет. До завтра. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Привет. Ты все сделала? Да. Бумаги теперь в порядке. Все остальное я уничтожила. Спасибо, Арочка. А то еще не хватало из этой дуры в тюрьму сесть. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Это ваша зажигалка? Да моя. А откуда она у вас? Мы нашли ее на квартире убитой Звягинцевой. Как она туда попала? Объясните. Да я понятия не имею. Когда вы в последний раз видели Звягинцеву? Примерно неделю назад. А где вы были в пятницу? С двенадцати до четырнадцати часов. Дома. Есть свидетели, которые могут это подтвердить? Нет, нет. Я был один. Я немного простудился. Решил, что не поеду в клинику, останусь дома. Ну, а вы что думаете? Это я убил Юлю? Мы не думаем, мы подозреваем. Но пока все складывается не в вашу пользу, Белкин. Вот постановление о вашем задержании. Ознакомьтесь. Вы давно знаете, Вадима? Ну, я здесь работаю главврачом уже шесть лет. Эта клиника фактически наше с ним и общее детище. Теперь вы будете директором, да? Ну да. Пока Вадим не вернется. Кто-то же должен сидеть в лавке. Хозяйство у нас большое, хлопотное. Мне сказали, что Вадим в последнее время был нервным. Сам на себя не похожий. Это правда? Да. Вы знаете, у нас действительно дела шли не очень и все время какие-то расходы и конкуренты. Вадим, конечно, злился и очень нервничал. Мог даже завестись на пустом месте. А в такие моменты он себя не контролировал. Нашел. В самый дальний ящик запихнул хитрюга. Что это? Папка Юлия Зягин свой. Можно сказать, почти личное дело. Может, я поду дальше искать? Давай, давай, давай. Простите, пожалуйста, а что вас интересует? Может быть, я могу чему-нибудь помочь? А вы знаете, что по закону суррогатная мать должна иметь хотя бы одного собственного ребенка? Ну, конечно, разумеется. Как же вы тогда взяли Юлю? Детей-то у нее не было? Как не было? Ну, пожалуйста. Вот справка. А вот копия свидетельства о рождении дочери Звягинцевой. Только они фальшивые. Да вы что? Их сделала Елена Баранова. Это подружка Звягинцевой. Так же была у вашей сурмамой. И тоже без ребенка. Ну, вы поймите нас тоже. У нас, к сожалению, нет возможности проверять всех кандидаток. Да мы и не обязаны это делать. Мы сюда силой никого не тащим. И, пожалуйста, вы можете посмотреть все договора. У нас замечательные условия. И все сурмамы очень довольны. Посмотрим. И обязательно во всем разберемся. Да, пожалуйста. Я решил провести полную перезагрузку. Полную. Никита, ты можешь все человеческим языком сказать? Без твоих этих компьютерных терминов. Пожалуйста. Понял, что вел себя как инфантильный эгоист. Ого. Что тюрьма с людьми творит? Еще я понял, что пора становиться старше. Ну, взрослее. Перестать думать только о себе. И начинать создавать семью. Что-то мне не нравится в последнее время Ватсон. Спит все время. Посмотри, какой-то толстый стал. Ну, давай вызовем ветеринара. Думаешь, заболел? Вы знаете, он в последнее время очень сильно растолстел. Я даже подумала, может быть, я его раскормила. А вдруг это опухоль? Сейчас поглядим. Послушаем. Зачем раньше время не беспокоиться? Скажите, у вас до Ватсона кошки были? Нет. Понятно. Дело в том, что ваш Ватсон вовсе не кот. Это кошка. Причем кошка, которая должна скоро катиться. Вот, собственно говоря, и вся история. Не, ну, такая путинство происходит часто. Особенно с дворовыми животными и неопытными хозяевами. А так в вашем кем совершенно здорово. И роды, я думаю, пройдут нормально. Подождите, а как, когда? Ну, это вам лучше знать. Ой, точно. Он же убегал. Во-первых, она. Когда это было? А, ну, где-то месяц назад или чуть больше. Ну, вот, значит, в недельки так и через две-три. Вот, витамины пусть поест. Они хорошие. Вкусные. А что делать-то? Ну, что делать-то? Посмотрите, в интернете сейчас много кошачьих сайтов есть. Все подробно написано. Даже видео есть. Я думаю, ничего страшного. У вас все получится. Ну, я пойду, с вашего позволения. Ой, я вас провожу. При обыске изъяты договоры Звягинцевой и Грачевых с клиникой. Мельникова и Жирнова больше всего заинтересовало следующее. В случае невыполнения суррогатной матерью своих обязательств клиника возвращает клиенту всю сумму настоящего договора и моральную компенсацию в размере 200%. Да, все правильно. А в случае форс-мажора на убийство суррогатной матери есть форс-мажор? Клиник и Грачевым ничего не должно. Да, верно. Это типовой договор. Но это для Жирнова мотив для убийства. Как раз то, чего не хватало им в окончательном обвинении. Основание удерживать вас здесь, до суда. Это все чушь, это бред. Это просто совпадение, я никого не убивал. Как адвокат я вам верю. Но Жирнов уже готовит дело для скорейшей передачи в суд. А это означает обвинительное заключение, 10 лет лишения свободы. И то только в том случае, если вы напишите признательные показания. Но я никого не убивал. Есть одна идея. Труб Звягинцевой нашла Татьяна Иванова, частный детектив. Сам лично я с ней не знаком. Но мои коллеги рекомендуют ее как лучшего специалиста в городе. Давайте наймем Иванову. Пусть она во всем попробует разобраться. Под предлогом того, что мы с вами не довольны официальным расследованием. Тем более она в материале. Да, хорошо. Я согласен. Звоните. Мой солидный адвокатский опыт подсказывает, что Белкин не убивал. А факты? В том-то и дело. С такими фактами надо на признательные идти, а он твердит, не убивал, не убивал. Словом, вы его последняя надежда. Ну и моя тоже. С вас, можно сказать, все началось. Гонорар на ваше усмотрение. Ну что ж, я берусь за ваше дело. Только у нас очень мало времени. Когда я смогу встретиться с Белкиным? Я попробую организовать это в кратчайшие сроки. Скажите, а вы знакомы с Жирновым и Мельником? Немного. Я рассчитываю, что у вас хорошие отношения. Замечательные. Алло, Вась. Помнишь, ты мне говорил, что Мельников собирался встретиться с подружкой Звягинцевой? Да. А что? Дашь мне телефон? У меня Белкин нанял расследовать это дело. Сейчас пришлю. Я, кстати, расспросил шеф по поводу вашего разговора. Он сказал, что ему не за что извиняться. Ах так? Ну и отлично. Ничего не отлично. Я же Южка Ком переживает. Хорошо. В ближайшее время встречи с ним и поговорю. Спасибо за телефон. Пока. Миротворец. Такой ужас. Я до сих пор с тебя прийти не могу. Да, вы правы. Это ваш ребенок? Мой. Самый что ни на есть мой. Я раньше детей не хотела. А что случилось? Это с тех пор, как сурмамой бы была. Материнский инстинкт проснулся и своего захотелось. Вы уж знаете, кто это сделал. Нет. После разговора с коллегой у нас возникли некоторые вопросы. Спрашивайте. Лишь бы поскорее этого урода поймать. Скажите, а это вы посоветовали Юле стать сурмамой? Нет. Нет. Она сама захотела. Я тут ни при чем. Хорошо. Я все расскажу. Андрюша, зайди ко мне. Да, прямо сейчас сюрприз для тебя есть. Не надо бы тебе лезть в это дело. Спасибо за совет. Да. Ну, где сюрприз? Вот, Белкин нанял Татьяну для расследования убийства Звягинцевой. Так как официальному следствию, то есть нам с тобой, он не доверяет. Добрый день, Андрей. Был. Добрый. Ну, с чем пожаловали? Позвольте узнать. Сейчас объясню. Кем Юля работала? Официанткой в каком погодюшнике. Кем еще после детдома устроишься? Ни образования, ни связи. Тут на обычную свадьбу не заработаешь. Не то, что на мечту. Юля хотела стать сурмамой, чтобы заработать себя на свадьбу? Это у нее с детства. Еще в детдоме невесты дразнили. Всех замучила. Говорила, что у нее будет самая лучшая свадьба в мире. Свадьба-сказка. Я думала, она забыла про это. Оказалось, нет. Даже жених имелся. Костик. Она вам про него рассказывала? Че фиак? Лопух, как я поняла, ботан. Финансовом отношении полный ноль. Живет с мамой. Вот и пришлось Юле самой зарабатывать на свою мечту. А вы не в курсе? Костик знал о том, как Юля собирается зарабатывать? Нет. Она ему что-то наплела, мы не поверим. Ты что, правда думаешь, что Звягинцева пошла рожать для кого-то ребенка, чтобы заработать себе на свадьбу, что ли? Бред какой-то. Ты плохо знаешь женщин, Андрей. Свадьба, мечта ее жизни. А че ж она тогда почку не продала? Я женщин знаю получше некоторых. Так, друзья, не ссорьтесь. Я понимаю, что абсолютно все против Белкина, но у меня слишком много вопросов. Я не понимаю, почему Юля, которая хотела стать сурмамой ради денег, вдруг исчезла, решила сбежать. Вы не находите это нелогичным? Почему она бросилась мне звонить? О чем хотела посоветоваться? Я не понимаю. Слушай, твои вопросы, они, конечно, интересны. Но это не ставит под сомнение то, что Вадим не виноват. К тому же следствие еще не закончено. Нет, у нас кое-что уже есть. Приметы человека, которые сняли у Михеева квартиру. Что за приметы? Нет половины указательного пальца на правой руке. Вы его уже ищете? Есть какие-то зацепки? Пока нет. Михеев кроме пальца больше ничего не запомнил. Пьяный был. А жениха Юли, Костика, уже нашли? Да, Геев с ним беседовал. Но ничего интересного, парень до сих пор в шоке. Мне хотелось бы с ним побеседовать. Вы не против? Андрей? Да, пожалуйста. От тебя же ведь одна только польза, да, Андрюх? Кому как. Записывай телефон. КОНЕЦ КОНЕЦ Меня нанял Вадим Белкин, которого следствие подозревает в убийстве Юлии Звягинцевой. Он утверждает, что не убивал Юлю. А кто такой Белкин? Директор клиники «Семейное счастье». Вы, наверное, слышали историю про суррогатное материнство? Еще бы. Такая же мерзость, как и проституция. Наверняка убийца из этого же борделя. Кость, скажи, а когда ты в последний раз видел Юлю? Месяца два назад. Я провожал ее в аэропорт, как она сказала, на работу в Германию. В Германию. Так я его развела. А ты тоже, лопух, нашел кому верить, детдомовки. Да у них в генах. Как бы кого обоврать да обокрасть. Хуже цыганок. Она мне письма писала и фотографии присылала. Сказали же тебе дурню в полиции. Фотошоп. А вы в курсе, зачем Юля решила стать суррогатной матерью? Я не в курсе. Я даже такого подумать не мог. Опять глаза на мокром месте. Ну не надо, сыночек. Пойди успокойся. Иди, иди. Бедный мальчик. Вчера говорит мне, знаешь, мама, я теперь на девушек смотреть не могу. Сочувствую вам. Оставили бы вы нас в покое. Глядишь, как-то все заботится. Да, я, пожалуй, поеду. Здравствуйте. Вы Татьяна Иванова? Да, это я. Простите, а вы кто? А мы родители Вадима Белкина. Нам адвокат о вас рассказал. И вот мы решили... Поговорите о Вадиме. Извините, что мы без предупреждения. Может быть, мы не вовремя? Нет-нет, что вы. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Вы раздевайтесь. Да. Да. Он не виновен. Это абсолютно точно. Мой сын врач, а не убийца. Спасите нашего сына. У нас больше никого нет. Вот я принесла наш семейный альбом. Я хочу, чтобы вы посмотрели и убедились, что такой человек не может быть убийцей. Посмотрите, пожалуйста. Тут фотографии нашего Вадика. Вадик открыл клинику не ради денег. Он хотел помогать людям. И вы знаете, сколько семей он сделал счастливыми. Простите, пожалуйста, а что вот это за фотография? А, это день рождения Вадика. Мы его на даче отмечали. Да, года два-три назад. А вот это, что за человек? Это... А, это родственник Ларисы, главврача клиники. Да, у них с Вадимом роман был. Да, дело чуть ли до ЗАГСа не дошло. Но потом они расстались. Я спрашивала у Вадима, но он мне так и не объяснил причину. Он у нас скрытный по части личной жизни. Лариса была на том дне рождения? Да. Ну, конечно. Она фотографировала, поэтому и в кадр не попала. А это он или дядя, или брат ее. Точно не помню, но он привозил Ларисынку на машине. Да, и помог нам беседку починить. Хоть и без пальца, но мужик рукастый. Вы не могли бы дать мне эту фотографию? Конечно. 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 А это поможет Вадику? Не знаю. Давайте лучше не будем загадывать. Чтобы не спугнуть удачу. Да. Да. Он. Точно он. Беспалый. Вы не ошиблись. Нет. Нет. Я правильно сказал товарищу капитану. На правой руке память ее не пропьешь. Вы его уже взяли? Пока нет. А я вот с тех пор ни разу, как отрезала, видно, видно, товарищ капитан закодировал, не лезет, зараза. А вы передайте товарищу капитану, что я вот решил объявление о квартире в газету дать. Ну, чтоб все было как у людей. По закону, по порядку. Мне, мне на старости лет неприятности не нужны. Это верное решение. Простите. Я могу забрать эту газету? Пожалуйста, берите. Ради бога. Мне нужно срочно встретиться с Вадимом. Нет. По телефону не буду. Расскажу вам при встрече. Простите Жирнова. От себя, от меня. Вы же адвокат. Да. Хорошо бы встретиться сегодня. Это Дима. Это троюродный брат Ларисы. Как думаете, могла быть Юли с ним знакома? В принципе, да. Он работал у нас слесарем. Примерно полгода. Потом уволился. Но это уже после того, как Юля появилась в клинике. Странно. Я никогда бы не подумал, что Юля и Дима такие разные люди. Вы знаете, очень часто это и сближает. Что еще можете сказать про Диму? Да, мало чего. Я почти с ним не общался. Ну, угрюмый, мрачный. Настоящий берег. Лариса про него что-нибудь говорила? Лариса, мне кажется, его немного стеснялась. По-моему, сидел. Что-то по малолетке. А может, это он ей? Не знаю. Зачем ему убивать Юлю? Ну, может, он помог ей бежать. Снял для нее квартиру. Потом ограбил и убил. Или они поссорились. Да. Вы правы. Вопросов много. Зачем Юле было бежать? Правда? Без денег, с проблемами. Какая причина? Может быть, дело как раз в самой Юле? Кстати, почему вы расстались с Ларисой? Это родители рассказали. Ну, я сам виноватся. В один прекрасный момент понял, что... Лариса не тот человек, что она не моя половинка. То есть, вы ее бросили? Да. Да. Урод, козел. Знаю. И после всего этого вы продолжали работать вместе, общаться? Ну, Лара сама так решила. Вообще, она замечательный врач и администратор. И то, что она осталась в клинике, это просто для меня подобно судьбы. Я без нее не справился бы. И потом мы остались друзьями. Ну, что ж, Вадим, в таком случае я вас поздравляю. Вам действительно повезло с Ларисой? Борис Николаевич? Иванова вышла. Хорошо. Передаю тупу. Да, алло. Это Жирнов. Привет. Ты закончила с Белкиным? Да. Ага. Не в службу, а в дружбу. Заезжай ко мне, это ж близко. Поговорить надо. Хорошо. Всего хорошего. Спасибо. Да? Привет, Борис. Привет. Присаживайся. Рассказывай, как там у тебя дела с Белкиным? Нормально. О, краткость сестра таланта. А мы ждали, что нам что-нибудь интересное расскажешь. Заметь, я твою просьбу о свидании с Белкиным сразу же удовлетворил. Спасибо тебе, Боря, но мне правда нечего рассказывать. Хотя... Одной тайны все-таки стало меньше. Вот что я нашла у Михеева. Ты думаешь, это Юлин автограф? Сомневаешься? Сделай экспертизу, Мельников. Что ты у Михеева делала? То же самое, что и вы. Пытался остановить, кому он сдал квартиру. А ваши-то как успехи? Ну, а мы выяснили, что один из последних звонков Юлии был в кассу вокзала. Диспетчер также вспомнила, что звонила женщина по фамилии Звягинцева и хотела поменять свой билет на Москву на более раннюю дату. Сказала, что беременна и плохо себя чувствует. Это была за день до убийства? Да. Диспетчер даже хотела ей помочь, но не смогла, так как на фамилию Звягинцева не было билета ни на один московский поезд. Что думаешь по этому поводу? Я думаю, что Юля хотела уехать в Москву и думала, что у нее есть билет. Гениально, Вац. А мы думаем, что Юля решила, что от Грачевых она получит больше, чем от Вадима. Так как львиная доля гонорара Сурмамы отходит клинике. Сбежала, собралась в Москву, но Вадим нашел ее раньше. Вот как, пока не ясно. Вероятно, ее сдал без полы. Ну а затем Вадим пришел к Юле, уговаривал остаться, возможно, угрожал. Когда понял, что все бесполезно, убил, чтобы не платить неустойку Грачевым. У клиники были большие финансовые проблемы. Мы это проверили. Что скажешь? Звучит правдоподобно, но не понимаю, зачем тогда Белкину было нанимать меня. Чтобы я установила его вину. И в обстоятельствах намного выгоднее было сразу во всем признаться, чтобы претендовать на смягчающее. Об этом мы тоже подумали и вспомнили про амнистию. Чем позже состоится суд, тем проще под нее попасть. Понимаешь? Так что он просто тебя использует, Танюш. Спасибо за информацию. Я подумаю об этом. Я даже не представляю, чтобы Дима и Юля были как-то связаны между собой. Все возможно. Значит, после увольнения вы его не видели? Нет. Почему он уволился? Он сказал, что вроде как нашел работу получше. Вы знаете, Дима в юности сидел за грабеж. Да. Вышел из тюрьмы. В общем, жизнь так и не сложилась. И в нашей семье он, ну, что-то вроде инфантирибль, которому мы должны все помочь стать человеком. То есть, своей семьи у него нет? Нет. Нет, он был женат. Но все это давно в прошлом и детей у него нет. А где он живет? Не знаю. Свою квартиру он потерял после тюрьмы, но снимает где-то. Вы извините, но поймите меня правильно, меня его жизнь не очень интересует. Понимаю. А мобильный хотя бы у него есть? А, да. Я вам сейчас дам. Ну, а дело в том, что я туда звонила несколько дней назад. И телефон был выключен. Так что… Спасибо. Да, если Дима все-таки объявят, дайте мне знать, пожалуйста. В конце концов, это в его же интересах. Да, конечно, обязательно. Тихо. Тихо. Привет, Сидеренко. Извини, что опоздал. С тобой только на тот свет торопиться. Не рано. Что случилось? Зачем звала? Звала за тем, что тебя вычислили. Поэтому тебе лучше убраться из города как можно быстрее. Ну, пока все не уляжется. Интересно. Ты что же это за падла меня вычислила? Падла – частный детектив. К тому же банк. Где же ты, Дима, человек без пальцев? Родила бы тоже подруга, а? И так хлопот полный рот. Да, алло. А, это ты, Светка? Да нет, почему я рада. Просто думала, это по работе звонят. Сегодня не могу. Сегодня у мамы день рождения, я в храм иду. Да ладно, давай потом созвонимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Генерал сегодня рекорд поставил. Полтора часа солировал. Шеф, у меня два непринятых от Тани. У меня три. Есть смс-ка. Я нашла убийцу. Позвони. Аппарат абонента выключен. Или находится в интернет-зоне неизбежения. Последний звонок был в 10.45. Сейчас я Свете позвоню. Субтитры сделал DimaTorzok Алло, Свет, привет. Слушай, ты сегодня с Тани не виделась, не говорила? А во сколько? Что за церковь? Нет, ничего не случилось. Просто дозвониться никак не можем. Да, как найдем, обязательно перезвоню. Давай. Ну что? У ее матушки сегодня день рождения, и она была в церкви. Адрес узнал? Узнал. Поехали. Я понял. Продолжайте поиски. Ну что, новости есть? Есть. Так. По всем отделам. По всем патрулям. В ДПС, МЧС. В больнице, в аэропорт, на вокзал тоже. А в церкви? Поговорились со всеми работниками, которые там были в это время. Никто не помнит. Хуже всего, если Таня начнет действовать самостоятельно. Я знаю ее характер. Она у нас, считаю, Иванова. Возьмите, пожалуйста, нам очень нужна ваша помощь. Возьмите. Спасибо. Да ладно тырндычать, да опять что ли реклама какая-то? Нужна помощь. Возьмите, пожалуйста, может быть, вы видели эту девушку? Возьмите. Спасибо вам большое. Может, оно и ни при чем, что она этого Беспалова-то вычислила. Но я решил к вам зайти, ну, на всякий случай, проинформировать. И правильно сделали, Михеев. Вася, давай садись. Составьте описание фоторобот этого Беспалова. Потом разошли всем. Я к Олкову. Есть. Молодец, Михеев. Молодец. И о погоде. Сегодня в Тарасове облачно. Во второй половине дня возможно снег. Днём минус пять. По области до минус восемь. Внимание. Информация УВД города Тарасова. Ну, в утро передают. Возвращение в убийстве разыскивается мужчина. Особые приметы. Отсутствует половина указательного пальца на правой руке. Тем, кому известно о местах выхождения указанного лица, просьба позвони по телефону. Сорок четыре, десять, семь или ноль два. Вторые сутки уже пошли. И ни одной зацепки. Так надо искать. Человек не Игука в стоге Севы. Таня показывала Михееву фотографию с Беспалова. Где она взяла её? Значит так, надо опросить всех, с кем она встречалась в последнее время. Лагеев этим занимается. Товарищ покойник, хвост сдержали. Сбежать хотел, паскуда. Смотри сюда. Её зовут Таня. Где она? Она жива? Да не знаю я, какую Таню первый раз увижу. Чё ты врёшь? Я спрашиваю, где она? Если с ней что случится, я тебя своими руками задушу. Понял? Андрей, прекрати. Сядь. Зачем ты ездил на вокзал? В гости к роде собрался. Ты эту женщину знаешь? Нет. Пройдите. Здрасте. Он? Он. Точно он. Попался гад. Спасибо. Подождите, пожалуйста, в коридоре. Ага. Что вас связывало со Звягинцевой? Ты для неё снимал квартиру? Ты её убил? Я не убивал. Да врёт он всё. Слушай меня внимательно. На тебя убийство плюс похищение. Это не меньше, чем двадцатник. А может потянуть на пожизненное. Если доброволя, не признаешь свою вину. Хорошо. Останьте меня с вашей Таней. Не знаю никакую Таню. В общем, сестра моя, Лариска, во всём виновата. Она мне сказала, если я убью Юлю, она мне заплатит много денег. Ну и зачем тебе это надо? Чего тебе Вадим сделал? Давай колись, а то откажусь. Ладно. Только коротко и без комментариев. В общем, Вадим меня бросил. Подло бросил. В глазах у всех. Я хочу ему отопстить. Заодно забрать клинику. Понятно. Любовь и деньги. Мне, кстати, Вадим сразу не понравился. Пизжон. Но я её не убивал. Когда я пришёл, она была уже мёртвой. Кто её убил, за что, я не знаю. Алло, Лариса, тут это, опередили нас. Где кто-то голову проломил. Слава Богу. Прям грязь с души сняли. Чё делать-то теперь? Да-да, давай. А вчера, когда с Ларисой встречались, она говорит, что детектив, которого Вадим нанял, меня разыскивает. И мне надо на время исчерпнуть из города, ну, пока всё там уляжется. Ну, я и поехала на вокзал. Лариса Николаевна, у меня есть ордер на ваше задержание. Переодевайтесь. За что? Вы подозреваетесь в организации убийства Юлии Звягинцевой. Ваш брат уже даёт признательные показания. Ну, в общем, я сказала Юле, что, когда она родит, Вадим кинет её. Не заплатит ей никаких денег, что, мол, он так уже поступал раньше. Ну, а потом предложила вообще от него сбежать и стать моей клиенткой. Сказала, что на днях переезжаю в Москву и открываю собственную клинику. Ну, естественно, пообещала ей заплатить больше, чем Вадим. А почему Юля обратилась к частному детективу? Она что, начала что-то подозревать? Да это всё из-за билетов. Мы с братом сказали ей, что купили ей билеты в Москву. Ну, а в день отъезда этой дуре стало плохо, и она позвонила на вокзал, чтобы поменять билеты. А тут и выяснилось, что на фамилию Звягинцева никаких билетов нет. Ну, она, конечно, сразу позвонила мне. Я ее успокаивала, как могла. Вроде успокоила, но, видимо, ненадолго. Звягинцева увидела в газете тонильную рекламу. Решила позвонить, чтобы посоветоваться. Но не успела. Сколько мне дадут? Это суд определит. Я думаю, что за организацию убийства лет шесть положено. А Вадиму что будет? Вадиму выпустят. Вы же сами помогли исправить все бумаги. Так что против Белкина ничего нет. Тварь. Это всегда ему везет. Можно? Нет, это не она. Я же сказал, ищите. Да мне плевать, что ночь. Фонарики возьмите. Звони в любое время. Я на работе. Новости есть? Ищем. Так а как ищем? Два дня прошло. Тридцать семь часов. Ей помощь нужна, а ты чаи гоняешь? Да сделай ты что-нибудь! Где твоя полиция когда нужна? Простые люди больше тебя сделают! Ну, коммунисты! Извини. И мне. Да. Приветствую, шик. Здорово. Что это? Булков вчера принес фотографии со свадьбы. Забыл забрать. Ребята, секундочку. Сейчас Марину выкупят, вы пройдете, окей? Давай сюда. Господа полицейские, может за счастье молодых хоть чуть-чуть, а? Нет, мое преисполнение. Ай, да ладно! Что с вами, шеф? Надо проверить. Обязательно. Что проверить? Поехали. По дороге объясню. Ну, вот мужики. И фотографы, и операторы были. Все как у людей. Перемотать? Не надо. Вась, смотри на время. Совпадает. Давай дальше. Вот сейчас, стоп. Это же Костя, жених Юли. Это ваш? Нет. Я своих всех знаю. А мне он говорил, что он Юлю последний раз видел в аэропорту. Лишь бы она жива была. Пошли. 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 Тюкзак. Лёд. Он выбран. Ух, он выбран. Может, развяжешь? Мама запретила. Как же ты с Юлей собирался жить без моего разрешения? Нормально собирался. Расскажи. Как ты ее убивал? Юль! Юль! Привет. Подожди, ты же в Германии. Пойдем, я тебе все объясню. Пойдем, пойдем. Ты тогда дашь своего ребенка кому-то за деньги? Костя, ну нет, конечно. Ты просто не знаешь, что такое суррогатный материст. Это не мой ребенок. Он внутри меня находится, но это не мой ребенок. Чего ты гонишь? Ну правда. Ну хочешь, пойдем поговорим с врачом. Она тебе все объяснит. Костя, ну я же ради нас это делаю. Ну чтобы деньги, чтобы свадьбы. Ты бы еще проститутка и ради нас поработала. Мама все правильно говорила. Пойдем, ну уходи. Отстань от меня. Ну и вали тогда отсюда. Чего ты пришел? Ты тоже мне маменькин сынок. Что ты можешь без своей мамочки, а? Ты даже на свадьбе заработать не можешь. Малолетка. Алло, мам. Мама. Я ее убил. Слышишь, мам, я ее убью. Что мне делать, мам? Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что там? День добрый. Капитан Мельников. Я веду дело об убийстве Юлии Звякинцевой. Вот мое удостоверение. А вы Константин? Да, что вы хотели? А можно вам задать пару вопросов? Пожалуйста, заходите. Здрасте. Здрасте. Ваш отец увлекается охотой? Он жил ею, как выражается, мама. Когда мне было три года, его загрыз медведь в тайге. Извините. А мама скоро вернется? Не знаю. А зачем вам? Да нет, так просто просила. А сейчас одели. У меня есть фотографии с одной свадьбы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Узнаете? Таня жива? Таня жива. Она здесь? Сейчас ты меня отведешь к ней. Тихо, спокойно, без нервов. Договорились? Не договорились. Руки вверх. Быстрая. Мама всегда приходит вовремя. Обыщи его, сынок. Ты хотел увидеть Таню? Сейчас я ее увидишь. Медленно встал. Руки за спину. Медленно. Медленно идешь за Костей. Медленно идешь за Костей. Будь ты проклята. Мама, не надо. Мама, ты же не убив. Мама. 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 Антонушка, отдай его в столице. Андрей! Андрей! Ну, что, как? Все, что могли, мы сделали. Ранение тяжелое, пуля прошла рядом с сердцем. Но у вашего капитана богатырское здоровье, так что будем надеяться на это. Ничего. Он сильный. Справится. Ватсон, ой, а ты умничка. Не стала меня ждать. Сама справилась. Таких лапочек родила. Спасибо Шуру, что забрали их. Какое счастье, что ты жива. Ну, ладно, вы тут поговорите, я на кухне. Ты даже не представляешь, что мы пережили, пока тебя не было. Я сдал билет, перенес отпуск. Когда поедешь? Через неделю. Я бы с удовольствием остался, но я не могу работы. Жаль. Если жаль, поехали вместе. В качестве? В качестве моей секретарши? Ну, лучше, конечно, в качестве моей жены. Я серьезно. Поехали. Я обещаю тебе спокойную, веселую жизнь. Забудешь про весь этот русский ужас. Всех этих маньяков, все эти подвалы, все эти дороги. Очень заманчивое предложение, Никита. Но я вынуждена отказаться. Почему? Ну, наверное, потому что здесь вся моя жизнь. Работа, друзья. Я... Я не смогу без этого. Ага. Ну, если что-то изменится, дай знать. Никита, возьми котенка. Зовешь Таню. Нет. У меня аллергия. Теперь ты знаешь, как мы тебя искали. Как раскрыли дело клиники Белкина. Как Андрей вышел на дом Кости. Теперь Таня, твоя очередь рассказать. Как ты поняла, кто убийца? Мне помогла пуговица. Свинзеля. Здравствуй, Костя. Видела вас с мамой в храме? Да. Сегодня 9 дней со дня смерти Юли. На пальто Кости я увидела знакомые пуговицы. Хорошо, что пришли. Правильно. Точно такую же пуговицу я видела рядом с телом Юли. Здравствуйте. Здравствуйте. Нашли убийцу? Пока нет. Но есть интересные зацепки. Зацепки? Любопытно. Расскажите. С удовольствием. Только здесь как-то неудобно. Подождите, а вы же живете где-то неподалеку. Да, вот буквально. Далеко. Так может быть к вам поедем? Ну что же. Милости просим. Садитесь, Костя. Да, конечно. Садитесь вперед. Спасибо. Спасибо. Конечно, это глупость и авантюризм, что я поехала. Но тогда мне казалось, что я права. Мне нужно было всего лишь срезать пуговицу для экспертизы. Что хочешь за молчание? Ничего. А вы знаете, я вас даже понимаю. Я вам готова помочь. Пусть Костя во всем чистосердечно признается. Это зачтется ему на суде. С ума, Саша? Чтобы я отдала своего единственного сына в тюрьму? У тебя дети есть? Но Юлька во всем виноват. Она его довела. Он не выдержал. Что вы собираетесь делать? Защищать своего сына. Как всякая нормальная мать. Костя! Давай пуговицу. Откидывай ковер. Открывай люк. Жаль, что ты никогда не узнаешь, что такое материнский инстинкт. Давай. Тогда я уже мысленно попрощалась с жизнью. Думала, они меня сразу прикончат. Но они побоялись убивать в доме. Хотели вывезти в деревню. Как я поняла, у них там был дом. Выходных ждали. Костя! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот я его и вылечу Мне же тоже хочется личного счастья Ну хорошо, познакомлю, познакомлю Да что ж такое-то, а? Три часа стоим, хоть бы кто глянул Да Придется вспомнить театральный кружок Подходи, разбирай Кому котеночка хорошенький, пушистенький, трехцветный Молодой человек Кошка в дом, счастье горбом Кошку возьмешь, денег наберешь Берите Сержант Егоров А ваши документы, девушки? Посиди, малыш Забыла в другой куртке Плохо, документы должны быть с собой Животными торгуете? Разрешение есть? Ветеринарные паспорта? Здесь вообще торговать нельзя Вы в курсе? Нет Товарищ полицейский, понимаете У нас ситуация абсолютно безвыходная Вот пять котят Никто брать не хочет Да Да что ж на улицу идти Я понимаю Но закон есть закон Придется штрафовать А давайте мы заплатим штраф вам, котятам И сколько мы должны? Да Смеетесь Забирайте свою коробку И марш в отделении На процедурах задержался Ну как, торговля Продали что-нибудь? Нет Что дела, сержант? Вот в отделение нас, Андрюша, забирают Эти девушки со мной Понятно? Извините Товарищ майор Еще какие-то вопросы есть? Нет Свободно Ох, девчонки Осторожно Не на секунду вас с ним везде остались А почему он тебя майор назвал? Ты же капитан Ну Уже майор Поздравляю А когда же обмывать будем, товарищ майор? Ну, на свадьбе я обмываю Андрюша, ты кольца купил? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok